Авиджи Сутта, Невежество. СН 45.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, невежество является предтечей вхождения в неблагие состояния ума, а вслед за ним идут бесстыдства и отсутствие боязни совершить проступок. В немудром человеке, погруженном в невежество, возникают неправильные воззрения. В человеке с неправильными воззрениями возникают неправильные устремления. В человеке с неправильным устремлением возникает неправильная речь. В человеке с неправильной речью возникают неправильные действия. В человеке с неправильными действиями возникают неправильные средства к жизни. В человеке с неправильными средствами к жизни возникают неправильные усилия. В человеке с неправильным усилием возникает неправильная осознанность. В человеке с неправильной осознанностью возникают неправильные сосредоточения. Монахи, истинное знание является предтечей вхождения в благие состояния ума, а вслед за ним иду чувство стыда и боязнь совершить проступок. В мудром человеке, который пришел к истинному знанию, возникают правильные воззрения. В человеке с правильными воззрениями возникает правильное устремление. В человеке с правильным устремлением возникает правильная речь. В человеке с правильной речью возникают правильные действия. В человеке с правильными действиями возникают правильные средства к жизни. В человеке с правильными средствами к жизни возникают правильные усилия. В человеке с правильным усилием возникает правильная осознанность. В человеке с правильной осознанностью возникают правильные сосредоточения. Упаддха сутта, половина святой жизни. СН 45.2. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьев, где был город Сакьев под названием Нагарака. И тогда и достопочтенный Ананда отправился к благословенному. Подойдя, он поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, такова половина святой жизни, то есть, хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи. Не так оно, Ананда. Не так оно, Ананда. Такова вся святая жизнь целиком, Ананда, то есть, хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи. Когда у монаха есть хороший друг, хороший спутник, хороший товарищ, то можно ожидать, что он разовьет и взрастет благородный восьмеричный путь. И как, Ананда, монах, у которого хороший друг, хороший спутник, хороший товарищ, развивает и взращивает благородный восьмеричный путь. Вот, Ананда, монах развивает правильные воззрения, которые основаны на отречении, бесстрастии, прекращении и созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, правильную речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильную осознанность, правильные сосредоточения, которые основаны на отречении, бесстрастии, прекращении и созревают в освобождении. Вот так, Ананда, этот монах, у которого есть хороший друг, хороший спутник, хороший товарищ, развивает и взращивает благородный восьмеричный путь. И еще с помощью следующего метода объяснения также, Ананда, можно понять, почему вся святая жизнь целиком представляет собой хороших друзей, хороших спутников, хороших товарищей, полагаясь на меня как на хорошего друга. Ананда, существа, подвержены рождению, освобождаются от рождения, существа, подвержены старению, освобождаются от старения, существа, подвержены смерти, освобождаются от смерти, существа, подвержены печали, стенанию, боли, недовольству и отчаянию, освобождаются от печали, стенания, боли, недовольству и отчаяния. Посредством этого метода объяснения, ананда, также можно понять, почему вся святая жизнь целиком представляет собой хороших друзей, хороших спутников, хороших товарищей. Сарипутта сутта, Сарипутта. СН 45.3. В Саваттхе. И тогда достопочтенный Сарипутта подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, такова вся святая жизнь целиком, то есть, хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи. Хорошо. Хорошо. Сарипутта. Такова вся святая жизнь целиком, Сарипутта, то есть, хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи. Когда у монаха есть хороший друг, хороший спутник, хороший товарищ, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит благородный восьмеричный путь. И как, Сарипута, монах, у которого хороший друг, хороший спутник, хороший товарищ, развивает и взращивает благородный восьмеричный путь. Вот, Сарипута, монах развивает правильные воззрения, которые основаны на отречении, бесстрастии, прекращении и созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, правильную речь, правильные действия, правильные средства к жизни, правильные усилия, правильную осознанность, правильные сосредоточения, которые основаны на отречении, бесстрастии, прекращении и созревают в освобождении. Вот так, Сарипута, этот монах, у которого есть хороший друг, хороший спутник, хороший товарищ, развивает и взращивает благородный восьмеричный путь. И еще с помощью следующего метода объяснения также, Сарипутта, можно понять, почему вся святая жизнь целиком представляет собой хороших друзей, хороших спутников, хороших товарищей, полагаясь на меня как на хорошего друга. Сарипутта, существа, подверженные рождению, освобождаются от рождения, существа, подверженные старению, освобождаются от старения, существа, подверженные смерти, освобождаются от смерти, существа, подверженные печали, стенанию, боли, недовольству и отчаянию, освобождаются от печали, стенания, боли, недовольству и отчаяния. Посредством этого метода объяснения, Сарипутта, также можно понять, почему вся святая жизнь целиком представляет собой хороших друзей, хороших спутников, хороших товарищей. Брахмана сутта, Брахман. СН-45-4. В Саваттхе. И тогда, утром, Достопочтенный Ананда оделся, взял чашля одеяния и вошел в Саваттхе собирать подаяния. Достопочтенный Ананда увидел Брахмана Джансони, выезжающего из Саваттхи на белоснежной колеснице, запряженной лошадьми. Запряженные лошади были белыми, орнаменты были белыми, колесница была белой, обивка была белой, поводья, стрекала, навес были белыми, его тюрбан, одежда и сандалии были белыми, и его обмахивали белым пахалом. Люди, завидев это, говорили, как же божественно, почтенный, это колесница. Похоже, что это и вправду божественная колесница, почтенный. И тогда, после того, как Достопочтенный Ананда сходил за подаяниями в Саваттхе и вернулся с хождения за подаяниями, после принятия пищи он отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, утром я оделся, взял чашля одеяния и вошел в Саваттхе собирать подаяния. Я увидел Брахмана Джинсони, выезжающего из Саваттхе на белоснежной колеснице. Люди, завидев это, говорили, как же божественно, почтенный, это колесница. Похоже, что это и вправду божественная колесница, почтенный. Можно ли указать на божественную колесницу в этой Дхамме и Винае? Можно, Ананда, ответил благословенный. Таково обозначение этого благородного восьмеричного пути, божественная колесница, колесница Дхаммы, непревзойденная победа в битве. Правильные воззрения, Ананда, будучи развитыми и взращенными, имеют свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Правильное устремление. Правильная речь. Правильные действия. Правильные средства к жизни. Правильные усилия. Правильная осознанность. Правильное сосредоточение имеет своей целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот таким образом, Ананда, можно понять, почему таково обозначение этого благородного восьмеричного пути, божественная колесница, колесница Дхаммы, непревзойденная победа в битве. Так сказал благословенный. И, сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, и качество ее, мудрость и вера, запряжены в ней равномерно, стыд будет ее дышлом, осознанием, креплением верма, осознанностью, будительный погонщик. Орнаментами будет нравственность, а осиу, чхана, усердием, колеса. Невозмутимостью груз будет сбалансирован, отсутствие влечения уже обивкою послужит. Доброжелательность, безвредность, одиночество будут вооружением сей колесницы. Терпение, защита и броней, в ее пути к защите атаков. Непревзойденная божественная колесница проистекает изнутри, мудрец на ней покинет этот мир, победа неминуемо достигнув. Киматхия сутта, ради чего? СН 45.5. В Саваттхе. И тогда группа монахов подошла к Благословенному, подойдя, они поклонились ему и сели рядом. Затем те монахи сказали Благословенному, учитель, странники привержен с других учений и спрашивают нас, ради чего, друзья, ведется святая жизнь под учительством отшельника Готамы? Когда нас так спрашивают, учитель, мы отвечаем тем странникам так, ради полного понимания страданий ведется святая жизнь под учительством отшельника Готамы. Мы надеемся, учитель, что когда мы отвечаем так, то говорим то, как это было сказано Благословенным, и не говорим того, что было бы противоположным действительности, Монахи, объясняем в соответствии с Дхаммой, так чтобы наше утверждение не повлекло бы за собой уместной почвы для критики. Вне сомнений, монахи, когда вы отвечаете так, вы говорите то, как это было сказано мной, и не говорите того, что было бы противоположным действительности, объясняете в соответствии с Дхаммой, так что ваше утверждение не влечет за собой уместной почвы для критики. Поскольку, монахи, ради полного понимания страданий ведется святая жизнь под моим учительством. Если, монахи, странники приверженцы других учений спросит вас, но, друзья, существует ли путь, есть ли метод, ведущий к полному пониманию этих страданий? То, будучи спрошенными так, вам следует ответить им, существует путь, друзья, есть метод, ведущий к полному пониманию этих страданий. И каков, монахи, этот путь, каков этот метод, ведущий к полному пониманию этих страданий? Это этот самый благородный восьмеричный путь, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Таков путь, таков метод, ведущий к полному пониманию этих страданий. Будучи спрошенными так, монахи, вот как вам следует ответить этим странникам-приверженцам других учений. Патхаманьи Тарабхикху сутта, один монах один. СН 45-6. В Саваттхе. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем он обратился к благословенному, учитель, святая жизнь, святая жизнь, так говорят. Что такое, учитель, святая жизнь? Какова цель святой жизни? Этот самый благородный восьмеричный путь, монах, является святой жизнью, то есть правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, сосредоточение, уничтожение жажды, уничтожение злобы, уничтожение заблуждения, Вот какова конечная цель святой жизни. Дутиуэнни Тарабхикху сутта, 1 монах 2. СН 45.7. Некий монах сказал благословенному, Учитель, устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения, так говорят. Это является обозначением чего, учитель? Это, монах, является обозначением элемента Ниббаны, устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот таким образом говорится об уничтожении загрязнений. Когда так было сказано, тот монах обратился к благословенному, Учитель, бессмертный, бессмертный, так говорят. Что такое, Учитель, бессмертное? Каков путь, ведущий к бессмертному? Уничтожение жажды, уничтожение злобы, уничтожение заблуждения, вот что называется бессмертным. Этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к бессмертному, то есть, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Вибханга сутта, анализ. СН 45.8. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас благородному восьмеричному пути и разъясню его вам. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, и что такое, монахи, благородный восьмеричный путь? Это, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Один, и что такое, монахи, правильное воззрение? Знание страдания, знание источника страдания, знание прекращения страдания, знание пути, ведущего к прекращению страдания. Это называется правильными воззрениями. Два, и что такое, монахи, правильное устремление? Устремление, основанное на отречении, устремление, основанное на ней недоброжелательности, устремление, основанное на отсутствии причинения вреда. Это называется правильным устремлением. Три, и что такое, монахи, правильная речь? Воздержание от лжи, воздержание от сеющей расприречи, воздержание от грубой речи, воздержание от пустой болтовни. Это называется правильной речью. 4. И что такое, монахи, правильные действия? Воздержание от уничтожения жизни, воздержание от взятия того, что тебе не было дано, воздержание от неблагого сексуального поведения. Это называется правильными действиями. 5. И что такое, монахи, правильное средство к жизни? Вот ученик благородных, отбросив неправильное ведение жизни, зарабатывает на жизнь правильные добычи средств к существованию. Это называется правильными средствами к жизни. 6. И что такое, монахи, правильные усилия? Вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он прилагает усилий, порождает усердий, направляет на это ум, старается. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих, неблагих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердий, направляет на это ум, старается. Он порождает желание к возникновению невозникших благих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, к их неугасанию, увеличению, разрастанию, осуществлению посредством развития. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Это называется правильным усилием. 7. И что такое, монахи, правильная осознанность? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Это называется правильной осознанностью. 8. И что такое, монахи, правильное сосредоточение? Вот, монахи, монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, что сопровождается направлением и удержанием ума на объекте, с восторгом и удовольствием, которые возникли посредством этой отстраненности. С угасанием направления и удержания ума на объекте, он входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. С угасанием восторга он пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным, он ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. С успокоением удовольствия о боли, как и с предшествующим угасанием радости и недовольства, он входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, и в которой наличествует ощущение осознанности посредством невозмутимости. Это называется правильным сосредоточением. Сука-сутта «Острая щепка» СН 45.9 В Саваттхе Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы острая щепка Атриса или Ячменя торчала бы не в ту сторону и ее придавили бы ногой или рукой. Не могло бы произойти такого, чтобы она поранила бы руку или ногу, и выступила бы кровь. Почему? Потому что острая щепка торчала не в ту сторону. Точно так же, монахи, не может произойти такого, чтобы монах с неправильно направленным воззрением, с неправильно направленным развитием пути мог бы пронзить невежество, породить истинные знания, реализовать небану. И почему? Потому что его воззрение неправильно направлено. Монахи, представьте, как если бы острая щепка Атриса или Ячменя торчала бы в нужную сторону и ее придавили бы ногой или рукой. Могло бы произойти так, что она поранила бы руку или ногу, и выступила бы кровь. Почему? Потому что острая щепка торчала в нужную сторону. Точно так же, монахи, может произойти так, что с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, монах пронизит невежество, породит истинные знания, реализует небану. И почему? Потому что его воззрение правильно направлено. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении и созревают в освобождении. Он развивает правильное сосредоточение, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении и созревает в освобождении. Вот так, монахи, этот монах с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути пронзает невежество, порождает истинные знания, реализует небану. Нандия сутта, Нандия. СН 45.10. В Савадхе. И тогда странник Нандия подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал благословенному, сколько вещей, мастер Гатама, будучи развитыми и взращенными, ведут к неббании, имеют небану своим пунктом назначения, небану своей конечной целью. Восемь вещей, Нандия, будучи развитыми и взращенными, ведут к неббании, имеют небану своим пунктом назначения, небану своей конечной целью. Какие восемь? Правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Эти восемь вещей, будучи развитыми и взращенными, ведут к Нигбане, имеют Нигбану своим пунктом назначения, Нигбану своей конечной целью. Когда так было сказано, странник Нандия сказал благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхи Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Патхама Вихара Сутта, Пребывание 1. СН 45.11. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я хочу уйти в затворничество на полмесяца. Никто не должен подходить ко мне кроме того, кто будет мне приносить пищу, полученную с подаянией. Да, учитель, ответили те монахи, и никто не подходил к благословенному кроме того, кто приносил ему пищу, полученную с подаянией. Затем, по истечении половины месяца, благословенный вышел из затворничества и обратился к монахам, монахи, я пребывал в той части пребывания, в которой пребывал сразу после того, как стал полностью просветленным. Я понял так, существуют чувства, имеющие свои причины неправильные воззрения, а также чувства, имеющие свои причины неправильные воззрения. Существуют чувства, имеющие свои причины неправильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, неправильные сосредоточения, а также чувства, имеющие свои причины правильные сосредоточения. Есть чувства, имеющие свои причины желаний, а также чувства, имеющие свои причины мысль, а также чувства, имеющие свои причины восприятия. 1. Когда желание не угасло, и мысль не угасла, и восприятие не угасло, наличество и чувство, имеющее таковую причину. Когда желание угасло, но мысль не угасла, и восприятие не угасло, наличество и чувство, имеющее таковую причину. Когда желание угасло, и мысль угасла, и восприятие угасло, то есть и чувство с таковой причиной. Существует старание к достижению еще не достигнутого. Когда этот этап достигнут, то есть и чувство с таковой причиной. 2. 1. Согласно комментарию, чувство, имеющее свои причины жажду, соотносится с 8 типами сознания, сопровождаемыми жаждой. 2. Чувство, имеющее свои причины витакку, здесь переведено как мысль, это чувство в первой джхане. 3. Чувство, имеющее свои причины восприятия, это чувство со второй джхана вплоть до сферы отсутствия всего. седьмая джхана. 2. Фрагмент текста в квадратных скобках отсутствует в бирманской версии канона. Возможно, он был вставлен в сингальскую версию из комментариев. Комментарий объясняет чувство, которое наличествует со всеми этими тремя причинами, как то чувство, которое соотносится с восемью типами сознания, сопровождаемыми жаждой. Чувство безжелания, как чувство в первой джхане. Чувство, которое существует только благодаря восприятию, как чувство во второй джхане и выше, вплоть до седьмой. Чувство, которое существует без всех этих трех причин, как чувство в сфере невосприятия и невосприятия. Еще недостигнутое объясняется как плод араханства. Последняя фраза объясняется как чувство, наличествующее в момент сверхмирских путей. Дутия Вихара Сутта, Пребывание 2. СН 45-12. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я хочу уйти в затворничество на полмесяца. Никто не должен подходить ко мне кроме того, кто будет мне приносить пищу, полученную с подаянией. Да, учитель, ответили те монахи, и никто не подходил к благословенному кроме того, кто приносил ему пищу, полученную с подаянией. Затем, по истечении половины месяца, благословенный вышел из затворничества и обратился к монахам, монахи, я пребывал в той части пребывания, в которой пребывал сразу после того, как стал полностью просветленным. Я понял так, существуя чувства, имеющие свои причины и неправильные воззрения, а также чувства, имеющие свои причины и угасания неправильного воззрения. Существуют чувства, имеющие свои причины и правильные воззрения, а также чувства, имеющие свои причины и угасания и правильного воззрения. Существуют чувства, имеющие свои причины и неправильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилий, осознанность, неправильные сосредоточения, а также чувства, имеющие свои причины и угасания неправильного сосредоточения. Существуют чувства, имеющие свои причины правильной сосредоточения, а также чувства, имеющие свои причины угасания правильного сосредоточения. Есть чувства, имеющие свои причины желаний, а также чувства, имеющие свои причины угасания желания. Есть чувства, имеющие свои причины мысль, а также чувства, имеющие свои причины угасания мысли. Есть чувства, имеющие свои причины восприятия, а также чувства, имеющие свои причины и угасание и восприятие. 1. Когда желание не угасло, и мысль не угасла, и восприятие не угасло, наличество и чувство, имеющее таковую причину. Когда желание угасло, но мысли не угасли и восприятие не угасло, наличество и чувство, имеющее таковую причину. Когда желание угасло и мысли угасли, но восприятие не угасло, наличество и чувство, имеющее таковую причину. Когда желание угасло, и мысль угасла, и восприятие угасло, то есть и чувство с таковой причиной. Существует старание к достижению еще недостигнутого. Когда этот этап достигнут, то есть и чувство с таковой причиной. Один, комментарий, угасание неправильного воззрения означает правильное воззрение. Поэтому, чувство, обусловленное правильным воззрением, это чувство, обусловленное угасанием неправильного аналогично с остальными факторами пути. Но в этой сути они, древние монахи, не включили результатное чувство, випоковеданно, полагая, что оно слишком отдаленное. Секха сутта, ученик. СН 45.13 В Саваттхе. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал благословенному, учитель, так говорят, ученик, ученик. В каком случае кто-либо считается учеником? Монах, вот человек наделен правильными воззрениями ученика, правильным устремлением ученика, правильной речью ученика, правильными действиями ученика, правильными средствами к жизни ученика, правильным усилием ученика, правильной осознанностью ученика, правильным сосредоточением ученика. В этом случае он считается учеником. Патхамаупада сутта, возникновение 1. СН 45.14 В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, эти восемь вещей, будучи развитыми и взращенными, являясь невозникшими, не возникают без появления в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Какие восемь? Правильные воззрения, правильные устремления, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильные сосредоточения. Эти восемь вещей, будучи развитыми и взращенными, являясь невозникшими, не возникают без появления в мире или Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Дутия упада сутта, возникновение 2. СН 45.15 В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, эти восемь вещей, будучи развитыми и взращенными, являясь невозникшими, не возникают вне учения счастливого. Какие восемь? Правильные воззрения, правильные устремления, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильные сосредоточения. Эти восемь вещей, будучи развитыми и взращенными, являясь невозникшими, не возникают вне учения счастливого. Патхама Парисуттха Сутта, чистый один. СН 45.16 В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, эти восемь вещей, будучи чистыми и безупречными, лишенными загрязнений, не возникают без появления в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Какие восемь? Правильные воззрения, правильные устремления, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильные сосредоточения. Эти восемь вещей, будучи чистыми и безупречными, лишенными загрязнений, не возникают без появления в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Дутия Парисуттха Сутта, чистый два. СН 45.17 В Саваттхе. Благословенный сказал, Монахи, эти восемь вещей, будучи чистыми и безупречными, лишенными загрязнений, не возникают вне учения счастливого. Какие восемь? Правильные воззрения, правильные устремления, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильные сосредоточения. Эти восемь вещей, будучи чистыми и безупречными, лишенными загрязнений, не возникают вне учения счастливого. Патхама Кукутара Масутта, Петушиный парк 1. СН 45-18. Так я слышал. Однажды Достопочтенный Ананда и Достопочтенный Пхадда пребывали в Паталипутте в Петушином парке. И тогда, вечером, Достопочтенный Пхадда вышел из затворничества, подошел к Достопочтенному Ананде и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Достопочтенному Ананде, друг Ананда, «Нечестивая жизнь, нечестивая жизнь», Так говорят. Что такое, друг, нечестивая жизнь? Хорошо, хорошо, друг Пхадда. Твое разумение превосходно, друг Пхадда, твоя сообразительность великолепна, твое вопрошение прекрасно. Ты спросил меня, друг Ананда, «Нечестивая жизнь, нечестивая жизнь», так говорят. Что такое, друг, нечестивая жизнь? Так оно, друг. Этот самый восьмеричный неправильный путь, друг, является нечестивой жизнью, то есть неправильное воззрение. устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, неправильное сосредоточение. Дутия Кукутара Масутта, Петушины Парк 2. СН 45.19. В Паталипутте. Достопочтенный Пхадда сказал, друг Ананда, святая жизнь, святая жизнь, так говорят. Что такое, друг, святая жизнь и какова цель святой жизни? Хорошо, хорошо, друг Пхадда. Твое разумение превосходно, друг Пхадда, твоя сообразительность великолепна, твое вопрошение прекрасно. Ты спросил меня, друг Ананда, святая жизнь, святая жизнь, так говорят. Что такое, друг, святая жизнь и какова цель святой жизни? Так оно, друг. Этот самый благородный восьмеричный путь, друг, является святой жизнью, то есть, правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение, уничтожение жажды, уничтожение злобы, уничтожение заблуждения, друг, является целью святой жизни. Татья Кукутара Масутта, Петушины Парк 3. СН 45-20. В Паталипуте. Достопочтенный Пхадда сказал, друг Ананда, святая жизнь, святая жизнь, так говорят. Что такое, друг, святая жизнь и кто является приверженцем святой жизни, и какова цель святой жизни? Хорошо, хорошо, друг Пхадда. Твое разумение превосходно, друг Пхадда, твоя сообразительность великолепна, твое вопрошение прекрасно. Ты спросил меня, друг Ананда, святая жизнь, святая жизнь, так говорят. Что такое, друг, святая жизнь и кто является приверженцем святой жизни, и какова цель святой жизни? Так оно, друг. Этот самый благородный восьмеричный путь, друг, является святой жизнью, то есть правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение. Тот, кто обладает этим благородным восьмеричным путем, зовется тем, кто живет святой жизнью. Уничтожение жажды, уничтожение злобы, уничтожение заблуждения, друг, является целью святой жизни. Мичхатта сутта, нечестивость. СН 45.21. В Саваттхе. Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас нечестивости и праведности». Слушайте. И что такое, монахи, нечестивость? Это неправильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, неправильное сосредоточение. Это называется нечестивостью. И что такое, монахи, праведность? Это правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение. Это называется праведностью. Акусала Дхама Сутта, Неблагие Состояния. СН 45.22. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас неблагим состоянием и благим состоянием. Слушайте. И что такое, монахи, неблагие состояния? Это неправильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, неправильное сосредоточение. Это называется неблагими состояниями. И что такое, монахи, благие состояния? Это правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение. Это называется благими состояниями. Патхама Патипада Сутта, Путь 1. СН 45.23. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас неправильному пути и правильному пути. Слушайте. И что такое, монахи, неправильный путь? Это неправильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, неправильное сосредоточение. Это называется неправильным путем. И что такое, монахи, правильный путь? Это правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение. Это называется правильным путем. Дутия Патипада Сутта, путь 2. СН 45.24. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, вне зависимости от того, монах человек или жемирянин, я не восхваляю неправильный путь. Монах или жемирянин, практикующий неправильно, из-за принятия неправильного пути практики не обретает метода, благой Дхаммы. И каков, монахи, неправильный путь? Это неправильное воззрение, устремление, речь, действие, средства к жизни, усилия, осознанность, неправильное сосредоточение. Это называется неправильным путем. Монах или жемирянин, практикующий неправильно, из-за принятия неправильного пути практики не обретает метода, благой Дхаммы. Монахи, вне зависимости от того, монах человек или жемирянин, я восхваляю правильный путь. Монах или жемирянин, практикующий правильно, из-за принятия правильного пути практики обретает метод, Благую Дхамму. И каков, монахи, правильный путь? Это правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение. Это называется правильным путем. Монах или жемирянин, практикующий правильно, из-за принятия правильного пути практики обретает метод, благую Дхамму. Патхама Асаппуриса сутта, низшая личность 1. СН 45-25. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас низшей личности и высшей личности. Слушайте. И какова, монахи, низшая личность? Вот некий человек обладает неправильными воззрениями, устремлением, речью, действиями, средствами к жизни, усилием, осознанностью, неправильным сосредоточением. Таково называется низшей личностью. И какова, монахи, высшая личность? Вот некий человек обладает правильными воззрениями, устремлением, речью, действиями, средствами к жизни, усилием, осознанностью, правильным сосредоточением. Таково называется высшей личностью. Дутия Асаппуриса сутта, низшая личность 2. СН 45-26. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас низшей личности тому, кто еще хуже, нежели низшая личность. Я научу вас высшей личности тому, кто еще лучше высшей личности. Слушайте. И какова, монахи, низшая личность? Вот некий человек обладает неправильными воззрениями, устремлением, речью, действиями, средствами к жизни, усилием, осознанностью, неправильным сосредоточением. Таково называется низшей личностью. И каков, монахи, тот, кто еще хуже, нежели низшая личность? Вот некий человек обладает неправильными воззрениями, устремлением, речью, действиями, средствами к жизни, усилием, осознанностью, неправильным сосредоточением, неправильным знанием, неправильным освобождением. Один. Таков тот, кто еще хуже низшей личности. И какова, монахи, высшая личность? Вот некий человек обладает правильными воззрениями, устремлением, речью, действиями, средствами к жизни, усилием, осознанностью, правильным сосредоточением. Таковой называется высшей личностью. И каков, монахи, тот, кто еще лучше высшей личности? Вот некий человек обладает правильными воззрениями, устремлением, речью, действиями, средствами к жизни, усилием, осознанностью, правильным сосредоточением, правильным знанием, правильным освобождением. Таков тот, кто еще лучше высшей личности. 2. 1. Согласно подкомментарию, неправильное знание означает мнение, когда человек совершает некое зло и после рассматривает свой поступок как совершенное им благо. Комментарий объясняет неправильное освобождение как ошибочное освобождение, которое на самом деле не является освобождающим. 2. Примечание переводчика С.В., в эти уровни благородных учеников вплоть до Араханта наделены восьми факторами пути. Арахант, кроме обладания факторами пути, наделен еще и двумя факторами плода, то есть правильным знанием и правильным освобождением. Кумбха сутта Горшок. С.Н. 45.27. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как горшок без подставки можно легко опрокинуть, тогда как трудно опрокинуть тот, что с подставкой, точно так же и ум без подставки легко опрокинуть, а ум с подставкой опрокинуть трудно. И что такое, монахи, подставка для ума? Это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Такова подставка для ума. Монахи, подобно тому, как горшок без подставки можно легко опрокинуть, тогда как трудно опрокинуть тот, что с подставкой, точно так же и ум без подставки легко опрокинуть, а ум с подставкой опрокинуть трудно. Самадхи сутта, сосредоточение СН 45-28 В Савадхи Благословенный сказал, монахи, я научу вас благородному правильному сосредоточению с его опорами и вспомогательными средствами. Слушайте. И что такое, монахи, благородное правильное сосредоточение с его опорами и вспомогательными средствами? Опоры это, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность. Однонаправленность ума, наделенная этими семью факторами, называется благородным правильным сосредоточением с его опорами, а также и с его вспомогательными средствами. Ведана сутта, чувства СН 45-29 В Савадхи Благословенный сказал, монахи, есть эти три чувства. Какие три? Приятные чувства, болезненные чувства, неприятные и неболезненные чувства. Таковы три чувства. Этот благородный восьмеричный путь, монахи, следует развивать ради полного понимания этих трех чувств. И что такое благородный восьмеричный путь? Это, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Благородный восьмеричный путь следует развивать ради полного понимания этих трех чувств. Уттия сутта, Уттия. СН 45.30. В Саваттхе. И тогда достопочтенный Уттия подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, когда я пребывал в затворничестве, следующие мысли возникли в моем уме, о пяти нитях чувственных удовольствий, говорил благословенный. Но каков и же эти пять нити чувственных удовольствий? Хорошо, хорошо, Уттия пяти нитях чувственных удовольствий, говорил я. Каков и эти пять? Формы, воспринимаемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, воспринимаемые ухом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Запахи, воспринимаемые носом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Вкусы, воспринимаемые языком, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Об этих пяти нитях чувственных удовольствий я говорил. Благородный восьмеричный путь, у те, следует развивать ради оставления этих пяти нитечувственных удовольствий. Этот путь таков, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Этот благородный восьмеричный путь следует развивать ради оставления этих пяти нитечувственных удовольствий. Патхама Патти Патти Сутта, Практика 1. СН 45.31. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас неправильной практике и правильной практике. Слушайте. И что такое, монахи, неправильная практика? Это неправильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, неправильное сосредоточение. Это называется неправильной практикой. И что такое, монахи, правильная практика? Это правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение. Это называется правильной практикой. Дутье Патти Патти Сутта, практика 2. СН 45.32. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас тому, кто практикует неправильно, и тому, кто практикует правильно. Слушайте. И кто, монахи, практикует неправильно? Вот некий человек обладает неправильными воззрениями, устремлением, речью, действиями, средствами к жизни, усилием, осознанностью, неправильным сосредоточением. Такое называется тем, кто практикует неправильно. И кто, монахи, практикует правильно? Вот некий человек обладает правильными воззрениями, устремлением, речью, действиями, средствами к жизни, усилием, осознанностью, правильным сосредоточением. Такое называется тем, кто практикует правильно. Вираттха сутта, пренебрегали. СН 45.33. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, те, кто пренебрегали благородным восьмеричным путем, пренебрегали и благородным путем, ведущим к полному уничтожению страданий. Те, кто стали развивать благородный восьмеричный путь, стали развивать и путь, ведущий к полному уничтожению страданий. И что такое, монахи, благородный восьмеричный путь? Это, правильное воззрение, правильное устремлении, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Те, кто пренебрегали этим благородным восьмеричным путем, пренебрегали и благородным путем, ведущим к полному уничтожению страданий. Те, кто стали развивать этот благородный восьмеричный путь, стали развивать и путь, ведущий к полному уничтожению страданий. Парангама сутта, переправляют. СН 45.34 В Саватхе. Благословенный сказал, монахи, эти восемь вещей, будучи развитыми и взращенными, переправляют с ближнего берега на берег дальний. Какие восемь? Правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Эти восемь вещей, будучи развитыми и взращенными, переправляют с ближнего берега на берег дальний. Так сказал Благословенный. И сказав так, счастливейший учитель, далее добавил, как мало тех среди людей, кто перебрался на тот берег, а остальные мечутся на этом ближнем берегу. И когда Дхама праведно разъяснена, в эссе те, кто практикуют с ней, покинут царство смерти рубежи, что сделать очень нелегко. Темные качества искоренивыми, мудрец стремится яркий развить. Покинув дом и жизнь бездомную приняв, в которой трудно радость получить, в уединение эту радость должен он искать, отбросив все услады чувств. Мудрец, который не имеет ничего, должен стереть все загрязнения ума. Чельюм столь развит хорошо в тех факторах, ведущих к просветлению, кто, не цепляясь, восторгается от брасы в нем всякого цепляния, тот, лучезарный, уничтожив загрязнение, угас всецело в этом мире. Патхама Саманья Сурта, Отшельничество 1. СН 45.35. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас отшельничеству и плодам отшельничества. Слушайте! И что такое, монахи, отшельничество? Это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Это называется отшельничеством. И что такое, монахи, плоды отшельничества? Это плод вступления в поток, плод однажды возвращения, плод невозвращения, плод арханства. Это называется плодами отшельничества. Дутия Саманья Сутта, Отшельничество 2. СН 45.36. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас отшельничеству и цели отшельничества. Слушайте. И что такое, монахи, отшельничество? Это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Это называется отшельничеством. И что такое, монахи, цель отшельничества? Это уничтожение жажды, уничтожение злобы, уничтожение заблуждения. Это называется целью отшельничества. Сутты СН 45, 37, 38 Эти две сутты идентичны СН 45, 35 и СН 45, 36 Только здесь вместо слова отшельничества используется слово жречество Сутты СН 45, 39, 40 Эти две сутты идентичны СН 45, 35 и СН 45, 36 Только здесь вместо слова отшельничества используется слово святая жизнь Верага сутта, угасание жажды СН 45-41. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, если странники-приверженцы других учений спросят вас, ради чего, друзья, ведется святая жизнь под учительством отшельника Гатамы, то, будучи спрошенными так, вам следует ответить им следующее, ради угасания жажды, друзья, ведется святая жизнь под учительством благословенного. Далее, монахи, если странники-приверженцы других учений спросят вас, но, друзья, существует ли путь, существует ли метод, ведущий к угасанию жажды, то, будучи спрошенными так, вам следует ответить им следующее, существует путь, друзья, существует метод, ведущий к полному угасанию жажды. И каков же, монахи, этот путь, каков этот метод, ведущий к угасанию жажды? Это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Таков путь, таков метод, ведущий к угасанию жажды. Будучи спрошенными так, монахи, вот как вам следует ответить этим странникам-приверженцам других учений? Сутты СН-45-42-48. Все эти сутты идентичны СН-45-41, но вместо фразы «ради угасания жажды» идет фраза «ради отбрасывания оков». СН-45-42 – ради искоренения скрытых склонностей. СН-45-43 – ради полного понимания течения, один. СН-45-44 – ради уничтожения загрязнений. СН-45-45 – ради реализации плода истинного знания и освобождения. СН-45-46 – ради знания и видения. СН-45-47 – ради окончательной ниббаны без цепляния. СН-45-48. Один, комментарий, когда достигается ниббана, то достигший полностью постигает течение сансары, поэтому ниббана называется полным пониманием течения. Калийинамитта сутта – хороший друг. СН-45-49. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, такова предтеча, таков предтеча. Предвестник восхождения солнца, то есть, рассвет. Точно так же, монахи, у монаха это является предтечей, предвестником возникновения благородного восьмеричного пути, то есть, хорошие друзья. Когда у монаха есть хороший друг, то можно ожидать, что он разовьет и взрастет этот благородный восьмеричный путь. И каким образом монах, у которого есть хороший друг, развивает и взращивает благородный восьмеричный путь? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот так, монахи, монах, у которого есть хороший друг, развивает и взращивает благородный восьмеричный путь. Сила сутта «Нравственность» СН 4550 В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, такова предтеча, таков предвестник восхождения солнца, то есть, рассвет. Точно так же, монахи, у монаха это является предтечей, предвестником возникновения благородного восьмеричного пути, то есть, реализации нравственности. Когда монах достиг реализации нравственности, то можно ожидать, что он разовьет и взрастет этот благородный восьмеричный путь. И каким образом монах, добившийся реализации нравственности, развивает и взращивает благородный восьмеричный путь? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в оставлении. Вот так, монахи, монах, добившийся реализации нравственности, развивает и взращивает благородный восьмеричный путь. Сутты СН 45-51-55 Все эти сутты идентичны СН 45-50, но вместо фразы реализации нравственности идет фраза, реализация желания. СН 45-51, реализации себя. СН 45-52, реализации воззрений. СН 45-53, реализации усердия. 1. СН 45-54, реализации мудрого внимания. СН 45-55, 1, комментарий, реализация нравственности, силы сампада, означает четырехчастное очищение нравственности, действий в соответствии с потимокхой, охрана дверей и чувств, подобающие использованию монашеских принадлежностей, правильное средство к жизни. Реализация желания, чинда-сампада, означает желание достичь совершенства в благом, то есть это не есть желание в виде жажды чего-либо. Реализация себя, отта-сампада, означает собранность ума, сампанначитта-та. Сутты СН 45-56-62. Все эти сутты идентичны СН 45-49-55, соответственно, но вместо фразы, основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставление. Здесь идет фраза, имеет своей целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Калийинамитта-сутта «Хороший друг». СН 45-63. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, это одна вещь крайне полезна для возникновения благородного восьмеричного пути. Какая одна вещь? Хорошие друзья. Когда у монаха есть хороший друг, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит благородный восьмеричный путь. И каким образом монах, у которого есть хороший друг, развивает и взращивает благородный восьмеричный путь? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильное сосредоточение, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот так, монахи, монах, у которого есть хороший друг, развивает и взращивает благородный восьмеричный путь. Сутты СН-45-64-69. Все эти сутты идентичны СН-45-63, но вместо фразы «хорошие друзья» идет фраза «реализация нравственности». СН-45-64 – реализация желания. СН-45-65 – реализация себя. СН-45-66 – реализация воззрений. СН-45-67 – реализация усердия. СН-45-68 – реализация мудрого внимания. СН-45-69. Сутты СН-45-70-76. Все эти сутты идентичны СН-45-63-69, соответственно, но вместо фразы «основывается на отречении», «бестрастие», «прекращении», «созревает выставление» и здесь идет фраза «имеет своей целью устранение жажды», «устранение злобы», «устранение заблуждения». Сутты СН-45-77-90. Все эти сутты идентичны СН-45-63-76, соответственно, но здесь немного меняется вводная часть. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой столь эффективной вещи, посредством которой возникал бы не возникший благородный восьмеричный путь, а возникший благородный восьмеричный путь полностью бы развивался. Починание на сутта, Рикаганг, на восток. СН-45-91. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как Рикаганг направляется, склоняется, устремляется к востоку, то точно так же монах, который развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, направляется, склоняется, устремляется к неббане. И как, монахи, монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, так что направляется, склоняется, устремляется к неббане? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в выставлении. Таким образом, монахи, монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, так что он оправляется, склоняется, устремляется к неббане. Сутты СН-45-92-102 Сн-45-97 Сутты СН-45-103-114 Все эти сутты в точности идентичны СН-45-91-102 соответственно, но здесь вместо фразы которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставление идет фраза имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Сутты СН-45-115-126 Все эти сутты в точности идентичны СН-45-91-102 соответственно, но здесь вместо фразы которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставление идет фраза которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Сутты СН-45-127-138 Все эти сутты в точности идентичны СН-45-91-102 соответственно, но здесь вместо фразы которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставление идет фраза которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Татхагата Сутта, Татхагата СН-45-139 Благословенный сказал, монахи, среди каких бы то ни было существ, безногих, двуногих, четвероногих, многоногих, состоящих из формы или бесформенных, с восприятием, без восприятия, ни с восприятием, ни без восприятия, Татхагата, Арахант, полностью просветленный считается наивысшим из них. Точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастет благородный восьмеричный путь. Монахи, и как усердный монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в оставлении. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые имеют свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилий, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилий, осознанность, правильное сосредоточение, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Вот так, монахи, усердный монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь. Сутты СН 45 140-148 Сутты идентичны СН 45 139 за исключением водной части, благословенный сказал, «Монахи, подобно тому, как след слона покрывает след любого ходячего животного, и след слона считается величайшим среди них по размеру, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастет благородный восьмеричный путь». СН 45 140 Пада Сутта – следы Благословенный сказал, «Монахи, подобно тому, как все стропила в доме с остроконечной крышей направлены к острию крыши, сливаются в острее крыши, и острее крыши считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастет благородный восьмеричный путь». СН 45 141 Кута Сутта – острия крыши Благословенный сказал, «Монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих корней черный фиалковый корень считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастет благородный восьмеричный путь». СН 45 142 Мула Сутта – корни Благословенный сказал, «Монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих сердцевин деревьев сердцевина красного сандалового дерева считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастет благородный восьмеричный путь». СН 45 143 Сара Сутта – сердцевина Благословенный сказал, «Монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих цветов жасмин считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них». Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастет благородный восьмеричный путь. СН 45 144 Вассика Сутта – Жасмин Благословенный сказал, «Монахи, подобно тому, как все князья являются вассалами царя и миродержца, а царь миродержец считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них». Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастет благородный восьмеричный путь. СН 45 145 Раджа Сутта – Царь Благословенный сказал, «Монахи, подобно тому, как сияние всех звезд не составляет и одной шестнадцатой сияния луны, и сияние луны считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них». Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастет благородный восьмеричный путь. СН 45 146 Чандима Сутта – Луна Благословенный сказал, «Монахи, подобно тому, как осенью, когда небо чистое и безоблачное, восходящее солнце рассеивает всю темноту пространства по мере того, как оно сияет, лучится, сверкает, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них». Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастет благородный восьмеричный путь. СН 45 147 Сурия Сутта – Солнце Благословенный сказал, «Монахи, подобно тому, как среди всех сотканных тканей кассианская ткань считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них». Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастет благородный восьмеричный путь. СН 45 148 Ватха Сутта – Ткань Бала Сутта – Усилии СН 45 149 В Саваттхе Благословенный сказал, «Монахи, подобно тому, как любые поступки, требующие усилия, основываются на земле, опираются на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает благородный восьмеричный путь. И как, монахи, монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает благородный восьмеричный путь? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в выставлении. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает благородный восьмеричный путь. Биджи Сутта, Семена. СН 45-150. В Саватхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как любые виды семян и растений достигают роста, увеличения, разрастания, основываясь на земле, опираясь на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает благородный восьмеричный путь, и, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в оставлении. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает благородный восьмеричный путь, и, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. Нага сутта, Наги. СН 45-151. Благословенный сказал, монахи, основываясь на Гималаях, царе всех гор, Наги насыщают свои тела и обретают силу. Когда они насытили свои тела и обрели силу, они входят в водоемы. Из водоемов они входят в озера, а затем в ручьи, а затем в реки, и, в конечном счете, они входят в океан. Там они достигают величия и разрастания тела. Точно так же, монахи, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, и, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в оставлении. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые имеют свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилий, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, и, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. Рукхасута – Дерево СН 45-152 Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы дерево сгибалось, склонялось и устремлялось к востоку. Если бы его срубили у основания, то в каком направлении оно бы упало? В том направлении, учитель, в котором оно сгибалось, склонялось и устремлялось. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, то он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастие, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые основываются на отречении, бесстрастие, прекращении, созревают в выставлении. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые имеют свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые имеют бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. Кумбха Сутта, Горшок. СН 45-153. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как перевернутый горшок отдает свою воду и не забирает ее обратно, то точно так же монах, который развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в выставлении. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые имеют свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Таким образом, монахи, монах, который развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. Сука сутта «Острая щепка» СН 45-154 Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы острая щепка Атрисы Ильич меня торчала бы в нужную сторону и ее придавили бы ногой или рукой. Могло бы произойти так, что она поранила бы руку или ногу, и выступила бы кровь. Почему? Потому что острая щепка торчала в нужную сторону. Точно так же, монахи, может произойти так, что с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием, пути, монах пронизит невежество, породит истинные знания, реализует неббану. И почему? Потому что его воззрение правильно направлено. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастие, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильное сосредоточение, которое основывается на отречении, бесстрастие, прекращение, созревает в выставлении. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильное сосредоточение, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, пронзает невежество, порождает истинные знания, реализует ниббану. Акаса сутта «Небо». СН 45-155. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как разные ветра дуют в небе, восточные ветра, западные ветра, северные ветра, южные ветра, пыльные ветра и непыльные ветра, холодные ветра и теплые ветра, слабые ветра и сильные ветра, то точно так же, когда монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, то в нем развиваются до полноты четыре основы осознанности, развиваются до полноты четыре правильных усилия. Развиваются до полноты четыре основы сверхъестественных сил, развиваются до полноты пять качеств, развиваются до полноты благородный восьмеричный путь, развиваются до полноты семь факторов просветления. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилий, осознанность, правильные сосредоточения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в оставлении. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилий, осознанность, правильные сосредоточения, которые имеют свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилий, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилий, осознанность, правильное сосредоточение, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, то в нем развиваются до полноты четыре основы. Семь факторов просветления. Патхама Мекха Сутта, Дождевое облако 1. СН 45-156. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как в последний месяц жаркого сезона, когда поднимается груда пыли и грязи, не по сезону Большое Дождевое облако растворяет ее и подавляет прямо на том самом месте, то точно так же, когда монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, какие бы вредоносные неблагие состояния ни возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в выставлении. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые имеют свои окончательные цели устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилий, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилий, осознанность, правильные сосредоточения, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, какие бы вредоносные неблагие состояния ни возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. Дутия Мекха Сутта, Дождевое облако 2. С.Н. 45.157 Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как когда возникает большое дождевое облако, сильный ветер перехватывает его, чтобы растворить и подавить его, то точно так же, когда монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, какие бы вредоносные неблагие состояния ни возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в вставлении. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилие, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилий, осознанность, правильные сосредоточения, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, какие бы вредоносные неблагие состояния не возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. Нава сутта, корабль. СН 45-158 Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы морской корабль был бы оснащен такелажем, который бы изнашивался в воде в течение шести месяцев. Его бы вытащили на сушу во время холодного сезона, и его такелаж далее подвергался бы атакам ветра и солнца. Затопленный дождем из дождевого облака такелаж легко бы обвалился и прогнил. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, его оковы легко обваливаются и прогнивают. И каким образом? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастие, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильное устремление, речь, действие, средство к жизни, усилий, осознанность, правильное сосредоточение, которое основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилий, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилий, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилий, осознанность, правильное сосредоточение, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, его оковы легко обваливаются и прогнивают. Агантука сутта «Гостевой дом». СН 45-159 Благословенный сказал, «Монахи, представьте гостевой дом. Люди идут с востока, с запада, с севера, с юга и поселяются там. Кхаттия, брахманы, весы, и судды приходят и поселяются там». Точно так же, когда монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Он отбрасывает прямым знанием те вещи, которые следует отбросить прямым знанием. Он реализует прямым знанием те вещи, которые следует реализовать прямым знанием. Он развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Один, и что это, монахи, за вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания? Следует ответить так, пять совокупностей, которым происходит цепляние. Какие пять? К совокупности формы происходит цепляние, к совокупности чувства происходит цепляние, к совокупности восприятия происходит цепляние, к совокупности формации ума происходит цепляние, к совокупности сознания происходит цепляние. Эти вещи следует полностью понять посредством прямого знания. 2. Монахи, и какие вещи следует отбросить прямым знанием? Невежество и жажду к существованию. Эти вещи следует отбросить прямым знанием. 3. Монахи, и какие вещи следует реализовать прямым знанием? Истинные знания и освобождение. Эти вещи следует реализовать прямым знанием. 4. Монахи, и какие вещи следует развить прямым знанием? Успокоение и прозрение. Эти вещи следует развить прямым знанием. Монахи, и каким образом, когда монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильное устремление, речь, действие, средство к жизни, усилий, осознанность, правильное сосредоточение, которое основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилий, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилий, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилий, осознанность, правильное сосредоточение, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Нади сутта, река. СН 45-160. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы когда река Ганг направлялась, склонялась, устремлялась на восток, пришла бы огромная толпа людей с ведрами и лопатами, думая, мы сделаем так, что эта река Ганг направится, склонится, устремится на запад. Как вы думаете, монахи, могла бы эта огромная толпа людей сделать так, чтобы река Ганг направилась бы, склонилась, устремилась на запад? Нет, учитель. И почему? Потому что река Ганг направляется, склоняется, устремляется на восток, и не просто сделать так, чтобы она направилась бы, склонилась, устремилась на запад. Эту огромную толпу людей ожидали бы только усталость и досада. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, царь или царские министры, близкие и родня, могли бы пригласить его принять богатство, сказав, ну же, дорогой, ради чего эти желтые монашеские одежды обременяют тебя? Зачем странствовать туда и сюда с обритой головой чаши для сбора подаяний? Ну же, вернувшись к низшей жизни мирянина, наслаждаясь богатством и совершая благие дела. В самом деле, монахи, когда этот монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь, не может случиться так, чтобы он оставил практику и вернулся к низшей жизни. Почему? Потому что долгое время его ум направлялся, склонялся, устремлялся к отречению. Не может быть такого, чтобы он вернулся к низшей жизни. И как, монахи, этот монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь. Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в оставлении. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые имеют свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усилий, осознанность, правильное сосредоточение, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Таким образом, монахи, монах развивает и взращивает благородный восьмеричный путь. Ясана сутта, поиски. СН 45.161. В Саваттхе. Один, благословенный сказал, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Этот благородный восьмеричный путь следует развить ради прямого знания этих трех поисков. И каков этот благородный восьмеричный путь? Вот, монахи, монах развивает правильные воззрения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в освобождении. Он развивает правильные устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые основываются на отречении, бесстрастии, прекращении, созревают в выставлении. Вот, монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые имеют свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые имеют бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот, монах развивает правильные воззрения, устремления, речь, действия, средства к жизни, усилия, осознанность, правильные сосредоточения, которые направляются, склоняются, устремляются к неббане. Этот благородный восьмеричный путь следует развить ради прямого знания этих трех поисков. 2. Монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Этот благородный восьмеричный путь следует развить ради полного понимания этих трех поисков. 3. Монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Этот благородный восьмеричный путь следует развить ради полного уничтожения этих трех поисков. 4. Монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Этот благородный восьмеричный путь следует развить ради полного оставления этих трех поисков. Этот благородный восьмеричный путь следует развить ради полного оставления этих трех поисков. Сутты СН-45-162-170 Сутты в точности аналогичны СН-45-161, за исключением вводной части, вариации которой приведены ниже, Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида суждений». Какие три? Суждение Я – лучше, суждение Я – такое же, суждение Я – хуже. Таковы три суждения. Этот благородный восьмеричный путь следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех суждений. СН-45-162, Витха Сутта – суждение. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида пятен умственных загрязнений». Какие три? Пятно чувственности, пятно существования, пятно невежества. Этот благородный восьмеричный путь следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех пятен. СН-45-163, Асава Сутта – пятна. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида существований». Какие три? Существование в чувственной сфере, существование в сфере форм, существование в сфере бесформенной. Таковы три вида существования. Этот благородный восьмеричный путь следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех существований. СН-45-164, Асава Сутта – существование. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида страданий». Какие три? Страдания из-за боли, страдания из-за формации, страдания из-за перемен. Таковы три вида страданий. Этот благородный восьмеричный путь следует развить ради ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех страданий. СН 45.165 Дукхата сутта «Страданий». Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида бесполезностей». Какие три? Бесполезность жажды, бесполезность злобы, бесполезность заблуждения. Таковы три бесполезности. Этот благородный восьмеричный путь следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех бесполезностей. СН 45.166 Дхила сутта «Бесполезность». Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида запятненностей». Какие три? Запятненность жажды, запятненность злобы, запятненность заблуждения. Таковы три запятненности. Этот благородный восьмеричный путь следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех запятненностей. СН 45.167 Мала сутта «Запятненность». Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида проблем». Какие три? Проблемы жажды, проблема злобы, проблема заблуждения. Таковы три проблемы. Этот благородный восьмеричный путь следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех проблем. СН 45.168 Мала сутта «Проблемы». Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида чувств». Какие три? Приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Таковы три чувства. Этот благородный восьмеричный путь следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех чувств. СН 45.169 Мала сутта «Проблемы». Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида жажды». Какие три? Жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Таковы три жажды. Этот благородный восьмеричный путь следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех видов жажды. СН 45.170 Танха сутта «Жажда». Сутты СН 45.171.180 Сутты в точности аналогичны СН 45.161, за исключением вводной части, вариации которой приведены ниже. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре наводнения». Какие четыре? Наводнение чувственности, наводнение существования, наводнение воззрений, наводнение и невежества. Таковы четыре наводнения. Этот благородный восьмеричный путь следует развивать ради прямого знания этих четырех наводнений, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 45.171, окха сутта «Наводнение». Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре вида оков». Какие четыре? Оковы чувственности, оковы существования, оковы воззрений, оковы невежества. Таковы четыре оковы. Этот благородный восьмеричный путь следует развивать ради прямого знания этих четырех оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 45.172, йога сутта, оковы. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре цепляния». Какие четыре? Цепляния к чувственным удовольствиям, цепляния к воззрениям, цепляния к правилам и предписаниям, цепляния к доктрине существования «Я». Таковы четыре цепляния. Этот благородный восьмеричный путь следует развивать ради прямого знания этих четырех цепляний, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 45.173, упадана сутта, цепляния. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре узла». Какие четыре? Телесный узел жадности, телесный узел недоброжелательности, телесный узел привязанности к правилам и предписаниям, телесный узел привязанности к догматическому утверждению об истинном. Таковы четыре узла. Этот благородный восьмеричный путь следует развивать ради прямого знания этих четырех узлов, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 45.174, гантха сутта, узлы. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти семь скрытых склонностей». Какие семь? Скрытая склонность к чувственной жажде, скрытая склонность к отвращению, скрытая склонность к воззрениям, скрытая склонность к сомнению, скрытая склонность к самомнению, скрытая склонность к жажде существовать, скрытая склонность к невежеству. Таковы семь скрытых склонностей. Этот благородный восьмеричный путь следует развивать ради прямого знания этих семи скрытых склонностей, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 45175 Анусая сутта, скрытые склонности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять нити чувственности. Какие пять? Формы, воспринимаемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, воспринимаемые ухом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Запахи, воспринимаемые носом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Вкусы, воспринимаемые языком, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Таковы пять нитей чувственности. Этот благородный восьмеричный путь следует развивать ради прямого знания этих пяти нитей чувственности, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 45176, Камагуна сутта, нитей чувственности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять помех. Какие пять? Помеха чувственного желания, помеха недоброжелательности, помеха лени и апатии, помеха неугомонности и сожаления, помеха сомнения. Таковы пять помех. Этот благородный восьмеричный путь следует развивать ради прямого знания этих пяти помех, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 45177, Неварана сутта, помехи. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совокупностей, которым происходит цепляние. Какие пять? Форма как совокупность, которой происходит цепляние, чувство как совокупность, которой происходит цепляние, восприятие как совокупность, которой происходит цепляние, волевые формирователи как совокупность, которой происходит цепляние, сознание как совокупность, которой происходит цепляние. Таковы пять совокупностей, которым происходит цепляние. Этот благородный восьмеричный путь следует развивать ради прямого знания этих пяти совокупностей, которым происходит цепляние, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 45178, Упадана Кхандха Сутта, в совокупности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять нижних оков. Какие пять? Воззрение существования я, сомнений, чувственное желание, недоброжелательность. Таковы пять нижних оков. Этот благородный восьмеричный путь следует развивать ради прямого знания этих пяти нижних оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 45179, Арамбхаги Сыниджана Сутта, пять нижних оков. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять высших оков. Какие пять? Жажда к формам, жажда к бесформенности, самомнений, неугомонность, невежество. Таковы пять высших оков. Этот благородный восьмеричный путь следует развивать ради прямого знания этих пяти высших оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 45180, Уттхамбхаги Сыниджана Сутта, пять высших оков. Химаванта Сутта, Гималая. СН 46.1. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, основываясь на Гималаях, цари всех гор, наги насыщают свои тела и обретают силу. Когда они насытили свои тела и обрели силу, они входят в водоемы. Из водоемов они входят в озера, а затем в ручьи, а затем в реки, и, в конечном счете, они входят в океан. Там они достигают величия и разрастания тела. Точно так же, монахи, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает и взращивает семь факторов просветления, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. И как монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает семь факторов просветления. Один, вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Два, он развивает исследование феноменов как фактор просветления. Три, он развивает усердие как фактор просветления. Четыре, он развивает восторг как фактор просветления. Пять, он развивает безмятежность как фактор просветления. 6. Он развивает сосредоточение как фактор просветления. 7. Он развивает невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Вот так, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает семь факторов просветления, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. Кая сутта, тело. СН 46.2. В Саватхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как это тело, поддерживаемое питанием, продолжает существовать в зависимости от питания и не продолжает существовать без питания, то точно так же пять помех, поддерживаемые питанием, продолжают существовать в зависимости от питания и не продолжают существовать без питания. Пища для пяти помех. 1. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшего чувственного желания и для увеличения и разрастания возникшего чувственного желания. Существует, монахи, образ красивого. 1. Частые направления немудрого внимания. 2. На этот образ является питанием для возникновения невозникшего чувственного желания и для увеличения и разрастания возникшего чувственного желания. 2. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшей недоброжелательности и для увеличения и разрастания возникшей недоброжелательности? Существует, монахи, образ отвратительного. Частые направления немудрого внимания на этот образ является питанием для возникновения невозникшей недоброжелательности и для увеличения и разрастания возникшей недоброжелательности. 3. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшей лени и апатии и для увеличения и разрастания возникшей лени и апатии? Существуют, монахи, недовольство, вялость, ленивые подтягивания, сонливость после принятия пищи, апатичность ума. Частые направления немудрого внимания на них является питанием для возникновения невозникшей лени и апатии для увеличения и разрастания возникшей лени и апатии. 4. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшей неугомонности и сожаления и для увеличения и разрастания возникшей неугомонности и сожаления? Существует, монахи, беспокойность ума. Частые направления немудрого внимания на нее являются питанием для возникновения невозникшей неугомонности и сожаления и для увеличения и разрастания возникшей неугомонности и сожаления. 5. и каково питание, монахи, для возникновения невозникшего сомнения и для увеличения и разрастания возникшего сомнения? Существуют, монахи, вещи, на основе которых возникает сомнение. Частые направления немудрого внимания на них являются питанием для возникновения невозникшего сомнения и для увеличения и разрастания возникшего сомнения. Пища для факторов просветления. Монахи, подобно тому, как это тело, поддерживаемое питанием, продолжает существовать в зависимости от питания не продолжает существовать без питания, то точно так же семь факторов просветления, поддерживаемых питанием, продолжают существовать в зависимости от питания и не продолжают существовать без питания. 1. И каково питание, монахи, для возникновения не возникшей осознанности как факторы просветления и для совершенствования за счет развития возникшей осознанности как факторы просветления? Существуют, монахи, вещи, на основе которых возникает осознанность как фактор просветления. 3. Частые направления мудрого внимания на них являются питанием для возникновения невозникшей осознанности как факторы просветления и для совершенствования за счет развития возникшей осознанности как факторы просветления. 2. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшего исследования феноменов как факторы просветления и для совершенствования за счет развития возникшего исследования феноменов как факторы просветления? Существуют, монахи, благие и неблагие состояния ума, порицаемые и безупречные состояния ума, низшие и возвышенные состояния ума, мрачные и яркие состояния ума с их противоположностями. 4. Частые направления мудрого внимания на них являются питанием для возникновения невозникшего исследования феноменов как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшего исследования феноменов как фактора просветления. 3. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшего усердия как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшего усердия как фактора просветления? Существует, монахи, элемент побуждения, элемент стремления, элемент старания. 5. Частые направления мудрого внимания на них являются питанием для возникновения невозникшего усердия как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшего усердия как фактора просветления. 4. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшего восторга как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшего восторга как фактора просветления? Существуют, монахи, вещи, на основе которых возникает восторг как фактор просветления. 6. Частые направления мудрого внимания на них является питанием для возникновения невозникшего восторга как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшего восторга как фактора просветления. 5. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшей безмятежности как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшей безмятежности как фактора просветления? Существует, монахи, безмятежность тела и безмятежность ума. Частые направления мудрого внимания на них являются питанием для возникновения невозникшей безмятежности как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшей безмятежности как фактора просветления. 6. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшего сосредоточения как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшего сосредоточения как фактора просветления? Существует, монахи, образ умиротворения, образ нераспыления. 7. Частые направления мудрого внимания на них являются питанием для возникновения невозникшего сосредоточения как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшего сосредоточения как фактора просветления. 7. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшей невозмутимости как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшей невозмутимости как фактора просветления? Существуют, монахи, вещи, на основе которых возникает невозмутимость как фактор просветления. Частые направления мудрого внимания на них являются питанием для возникновения невозникшей невозмутимости как факторы просветления и для совершенствования за счет развития возникшей невозмутимости как факторы просветления. Подобно тому, монахи, как это тело, поддерживаемое питанием, продолжает существовать в зависимости от питания и не продолжает существовать без питания, то точно так же семь факторов просветления, поддерживаемое питанием, продолжают существовать в зависимости от питания и не продолжают существовать без питания. 1. Субханимитта. Это привлекательный для органов чувств объект, в частности, объект, вызывающий сексуальные желания. Слово «нимитта» трудно перевести так, чтобы перевод удачно подходил бы во все контексты. Здесь я перевел это как образ Саин. В других контекстах это слово может обозначать основу, причину, условий, как например в СН-48-40 и других суттах. 2. Примечание переводчика СВ, а не самонасикара. В узком смысле этот термин означает «внимание», при котором ум не видит трех характеристик существования объектов – безличности, изменчивости, страдательности или неудовлетворительности. В более общем смысле это может быть любое неправильное или немудрое внимание, которое приводит к возникновению всевозможных неумелых и плохих качеств в уме. 3. Согласно комментарию, имеются в виду объекты осознанности, например, четыре сатипаттханы. 4. Пример описания таких состояний с их противоположностями можно найти в МН-8. 5. Согласно комментарию, элемент побуждения – арамбхатхату – это начальная фаза усердия. Элемент стремления – никаматхату – это срединное усердие. Элемент старания – паракаматхату – это усердие в фазе его полной интенсивности. 6. Примечание переводчика СВ – достопочтенный Бодхи не делает здесь какой-либо сноски при переводе сутты. Однако, можно отметить, что для возникновения восторга, как фактора просветления, подходят такие медитации как памятование о Будде, Дхаме, Сангхе, рассмотрение и чтение сутты и прочие вещи, которые могут вызвать восторг. В первой джхане, согласно суттам, восторг вызывается по причине отбрасывания неумелых умственных качеств. Бывает также и неумелый вид восторга, вызываемый наслаждениями объектов чувств, приятными звуками, видами, запахами и т.д. 7. Согласно комментарию, образ умиротворения, саматханимита – это само состояние умиротворенности, а также его объект. Образ нераспыления, объект ганимита, является синонимом первого. Сила сутта – нравственность. СН 46.3. Благословенный сказал, монахи, в отношении тех монахов, что совершенны в нравственности, совершенны в сосредоточении, совершенны в мудрости, совершенны в освобождении, совершенны в знании и видении освобождения, то, даже только увидеть таких монахов крайне полезно, я говорю вам. Даже услышать таких монахов крайне полезно, я говорю вам. Даже подойти к таким монахам крайне полезно, я говорю вам. Даже прислуживать таким монахам крайне полезно, я говорю вам. Даже памятовать о таких монахах крайне полезно, я говорю вам. Даже следовать за такими монахами крайне полезно, я говорю вам. И почему? Потому что тот, кто услышал Дхамму от таких монахов, тот пребывает в двояком уединении, то есть, в уединении телом и умом. 1. Пребывая в таком уединении, он вспоминает и размышляет над Дхаммой. Монахи, когда монах, пребывая в таком уединении, вспоминает Дхамму, обдумывает ее, то в этом случае в нем возникает фактор просветления и осознанность. Итак, по мере того как он пребывает в таком уединении, вспоминая и обдумывает Дхамму, фактор осознанности полностью развивается в уме монаха. 2. Пребывая столь осознанным, он распознает Дхамму, изучает ее, тщательно исследует ее. 11. Монахи, когда монах, пребывая столь осознанным, распознает Дхамму, изучает ее, тщательно исследует ее, то в этом случае в нем возникает фактор просветления и исследования Дхамму. Итак, фактор исследования Дхамму полностью развивается в уме монаха. 3. Когда монах распознает мудростью Дхамму, изучает ее, исследует ее, то в этом случае в нем возникает неослабевающее усердие. Монахи, когда монах распознает мудростью Дхамму, изучает ее, исследует ее, порождая неослабевающее усердие, то в этом случае в нем возникает фактор просветления усердия. Так фактор усердия полностью развивается в уме монаха. 4. Когда возникло усердие, то неплодский восторг, 2. Возникает в нем. Монахи, когда неплотский восторг возникает в зародившем усердии монахи, то в этом случае в нем возникает фактор просветления восторг. Так фактор восторга полностью развивается в уме монаха. 5. У того монаха, чей ум пропитан восторгом, тело успокаивается, ум успокаивается. Монахи, когда у монаха, чей ум пропитан восторгом, тело успокаивается, ум успокаивается, то в этом случае в нем возникает фактор просветления безмятежность. Так фактор безмятежности полностью развивается в уме монаха. 6 – У того монаха, чье тело безмятежно, возникает счастье. У того, кто счастлив, ум становится сосредоточенным. Монахи, когда у монаха, чье тело безмятежно, возникает счастье и потому ум сосредоточивается, то в этом случае в нем возникает фактор просветления сосредоточения. Так фактор сосредоточения полностью развивается в уме монаха. 7 – Он пристально, с невозмутимостью рассматривает такой сосредоточенный ум. Монахи, когда монах пристально, с невозмутимостью, рассматривает такой сосредоточенный ум, то в этом случае в нем возникает фактор просветления невозмутимость. Так фактор невозмутимости полностью развивается в уме монаха. Монахи, когда эти семь факторов просветления возделывались и часто развивались таким способом, то можно ожидать созревания этих семи плодов преимуществ. Каких семи плодов преимуществ? 1. Монах обретает конечную цель уже в этой самой жизни. 2. Если он не достигает конечной цели уже в этой самой жизни, то он достигает ее в момент смерти. Три, если он не достигает конечной цели не уже в этой самой жизни, не в момент смерти, то с полным уничтожением пяти нижних оков он становится тем, кто обретает нигбану в промежутке. Четыре, если он не достигает конечной цели не уже в этой самой жизни, не в момент смерти, не в промежутке, то с полным уничтожением пяти нижних оков он становится тем, кто обретает нигбану на месте приземления. Пять, если он не достигает конечной цели ни уже в этой самой жизни, ни в момент смерти, ни в промежутке, ни на месте приземления, то с полным уничтожением пяти нижних окофон становится тем, кто обретает нигбану без приложения усилий. 6. Если он не достигает конечной цели ни уже в этой самой жизни, ни в момент смерти, ни в промежутке, ни на месте приземления, ни без приложения усилий, то с полным уничтожением пяти нижних окофон становится тем, кто обретает нигбану с приложением усилий. 7. Если он не достигает конечной цели не уже в этой самой жизни, ни в момент смерти, ни в промежутке, ни на месте приземления, ни без приложения усилий, ни с приложением усилий, то с полным уничтожением пяти нижних оков он становится тем, кто будет продвигаться вверх, направляясь к миру аконитха. 1. Уединение телом, имеется в виду затворничество. Уединение умом, имеется в виду обретение и пребывание в состоянии джханы. 2. Имеется в виду джхановый фактор восторга, пяти. Этот восторг возникает не от наслаждения какими-либо чувственными объектами и не от мысли о чувственных объектах, а благодаря полному устранению пяти умственных помех, в которые входит чувственное желание. Поэтому и говорится, что это не плотский восторг, то есть, грубо говоря, он никоим образом не связан с плотскими утехами. Ваттха сутта, одежда. СН 46.4. Однажды Достопочтенный Сарипутта пребывал в Саваттхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. И там Достопочтенный Сарипутта обратился к монахам так, друзья монахи. Друг. Ответили они. Достопочтенный Сарипутта сказал, друзья, есть эти семь факторов просветления. Какие семь? Осознанность как фактор просветления. Исследование феноменов как фактор просветления. Усердие как фактор просветления. Восторг как фактор просветления. Безмятежность как фактор просветления. Сосредоточение как фактор просветления. Невозмутимость как фактор просветления. Таковы семь факторов просветления. В каком бы из этих факторов просветления я не захотел бы пребывать утром, я вхожу и пребываю в этом факторе просветления в течение утра. В каком бы из этих факторов просветления я не захотел бы пребывать днем. я вхожу и пребываю в этом факторе просветления в течение дня. В каком бы из этих факторов просветления я не захотел бы пребывать вечером, я вхожу и пребываю в этом факторе просветления в течение вечера. Друзья, мысль приходит ко мне, осознанность как фактор просветления, мысль приходит ко мне, она безмерна, мысль приходит ко мне, она всецело совершенна. Пока она наличествует, я понимаю, она наличествует. Если она ослабевает, я понимаю, она ослабла во мне по определенной причине. Друзья, мысль приходит ко мне, исследование феноменов как фактор просветления. Друзья, мысль приходит ко мне, усердие как фактор просветления. Друзья, мысль приходит ко мне, восторг как фактор просветления. Друзья, мысль приходит ко мне, безмятежность как фактор просветления. Друзья, мысль приходит ко мне, сосредоточение как фактор просветления. Друзья, мысль приходит ко мне, невозмутимость как фактор просветления. «Мысль приходит ко мне, она безмерна, мысль приходит ко мне, она всецело-совершенна. Пока она наличествует, я понимаю, она наличествует. Если она ослабевает, я понимаю, она ослабла во мне по определенной причине». Представьте, друзья, как если бы у царского министра был бы гардероб, полный разноцветных одежд. Какое бы платье он не захотел носить утром, он бы носил его утром. Какое бы платье он не захотел носить днем, он носил бы его днем. Какое бы платье он не захотел носить вечером, он носил бы его вечером. Точно так же, друзья, в каком бы из этих факторов просветления я не захотел бы пребывать утром, пребывать днем, пребывать вечером, я вхожу и пребываю в этом факторе просветления в течение вечера. Друзья, мысль приходит ко мне, осознанность как фактор просветления. Тхикху сутта, монах. СН 46.5. В Саваттхе. И тогда некий монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, факторы просветления, факторы просветления, так говорят. В каком смысле они называются факторами просветления? Они ведут к просветлению, монах, поэтому они и называются факторами просветления. Вот, монах, человек развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердий, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. По мере того, как он развивает эти семь факторов просветления, его ум освобождается от пятна загрязнения чувственности, пятна существования, пятна невежества. Когда он освободился, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Они ведут к просветлению, монах, поэтому они и называются факторами просветления. Кундалия сутта, Кундалия. СН 46.6. Однажды Благословенный пребывал в Сакете в Оленьем парке в Роще Анджаны. И тогда странник Кундалия подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Благословенному, «Мастер Гатама, я тот, кто гостит в монашеских парках и в различных собраниях. После принятия пищи, после завтрака, я обычно слоняюсь и скитаюсь из парка в парк, из сада в сад. Там я встречаю неких жрецов и отшельников, занятых беседами с целью отстоять свои тезисы и опровергнуть тезисы других. Но какова цель, ради которой живет Мастер Гатама? Кундалия, Татхагата живет ради принесения другим пользы и плода истинного знания и освобождения. Но, Мастер Гатама, что же нужно развить и взрастить, чтобы исполнить истинные знания и освобождение? Семь факторов просветления, Кундалия, будучи развитыми и взращенными, исполняют истинные знания и освобождение. Но, Мастер Гатама, что же нужно развить и взрастить, чтобы исполнить семь факторов просветления? Четыре основы осознанности, Кундалия, будучи развитыми и взращенными, исполняют семь факторов просветления. Но, Мастер Гатама, что же нужно развить и взрастить, чтобы исполнить четыре основы осознанности? Три вида благого поведения, Кундалия, будучи развитыми и взращенными, исполняют четыре основы осознанности. Но, мастер Гатама, что же нужно развить и взрастить, чтобы исполнить три вида благого поведения? Сдержанность органов чувств, кундалия, будучи развитой и взращенной, исполняет три вида благого поведения. И как, кундалия, сдержанность чувств, будучи развитой и взращенной, исполняет три вида благого поведения? Вот, кундалия, увидев приятную форму глазом, монах не жаждет ее, не становится возбужденным ею, не порождает к ней жажду. Его тело устойчиво, его ум устойчив, тщательно внутренне собран и хорошо освобожден. Увидев неприятную форму глазом, его не одолевает смятение, недовольство, угнетенность, недоброжелательность. Его тело устойчиво, его ум устойчив, тщательно внутренне собран и хорошо освобожден. Далее, кундалья, услышав приятный звук ухом. Далее, кундалья, унюхав приятный запах носом. Далее, кундалья, ощутив приятный вкус языком. Далее, Кундалия, почувствовав приятные тактильные ощущения телом. Далее, Кундалия, познав приятный ментальный феномен умом, монах не жаждет его, не становится возбужденным им, не порождает к нему жажду. Его тело устойчиво, его ум устойчив, тщательно внутренне собран и хорошо освобожден. Познав неприятный ментальный феномен умом, его не одолевает смятение, недовольство, угнетенность, недоброжелательность. Его тело устойчиво, его ум устойчив, тщательно внутренне собран и хорошо освобожден. И как, Кундалия, три вида благого поведения, будучи развитыми и взращенными, исполняют четыре основы осознанности? Вот, Кундалия, отбросив неблагое поведение телом, монах развивает благое поведение телом. Отбросив неблагое поведение речью, монах развивает благое поведение речью. Отбросив неблагое поведение умом, монах развивает благое поведение умом. Вот так три вида благого поведения, будучи развитыми и взращенными, исполняют четыре основы осознанности. И как, кундалия, четыре основы осознанности, будучи развитыми и взращенными, исполняют семь факторов просветления? Вот, кундалия, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Вот так четыре основы осознанности, будучи развитыми и взращенными, исполняют семь факторов просветления. И как, кундалия, семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, исполняют истинные знания и освобождение? Вот, кундалия, монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердий, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот так семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, исполняют истинные знания о освобождении. Когда так было сказано, странник Кундалио обратился к благословенному «Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме и прибежище в сангхе монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». Куттагара сутта «Дом со строконечной крышей». СН 46.7 «Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как все стропилы в Доме со строконечной крышей направляются, склоняются, устремляются к острию крыша, то точно так же, когда монах развивает и взращивает семь факторов просветления, он направляется, склоняется, устремляется к неббане». И каким образом? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Он развивает исследование феноменов как фактор просветления. Он развивает усердие как фактор просветления. Он развивает восторг как фактор просветления. Он развивает безмятежность как фактор просветления. Он развивает сосредоточение как фактор просветления. Он развивает невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот так этот монах направляется, склоняется, устремляется к небуане. Упована сутта, Упована. СН 46.8. Однажды достопочтенный Упована и достопочтенный Сарипутта пребывали в Касамбе в парке Кхаситы. И тогда, вечером, достопочтенный Сарипутта вышел из затворничества и отправился к достопочтенному Уповане. Он обменялся с достопочтенным Упованой вежливыми приветствиями, и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, друг Упована, может ли монах знать это сам напрямую, благодаря мудрому вниманию семь факторов просветления были доведены мной до полного совершенства таким образом, что они ведут к приятному пребыванию? Монах может так знать это сам, друг Сарипутта. Задействовав осознанность как фактор просветления, друг, монах понимает, мой ум хорошо освобожден. Я искоренил рянеапатию, тщательно устранил неугомонность и сожаление. Я зародил усердие. Я созерцаю так, как если бы это было делом жизни и смерти, а не апатично. Задействовав исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, он понимает, мой ум хорошо освобожден. Я искоренил рянеапатию, тщательно устранил неугомонность и сожаление. Я зародил усердие. Я созерцаю так, как если бы это было делом жизни и смерти, а не апатично. Вот так, друг, может этот монах знать это сам, благодаря мудрому вниманию семь факторов просветления были доведены мной до полного совершенства таким образом, что они ведут к приятному пребыванию. Патхамаупада сутта, возникновение 1. СН 46.9. Благословенный сказал, монахи, эти семь факторов просветления, развитые и взращенные, будучи невозникшими, не возникают без появления в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. Эти семь факторов просветления, развитые и взращенные, будучи невозникшими, не возникают без появления в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Дутия Упада сутта «Возникновение 2» СН 46.10 Сутта аналогична СН 46.9, но вместо фразы не возникают без появления в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного идет фразу «Не возникают без учения счастливого». Пана сутта «Живые существа» СН 46.11 Благословенный сказал «Монахи, любые существа, принимающие четыре позы, которые иногда ходят, иногда стоят, иногда сидят, иногда лежат, все они принимают четыре позы, основываясь на земле, опираясь на землю. Точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает и взращивает семь факторов просветления. И каким образом? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов как фактор просветления. Он развивает усердие как фактор просветления. Он развивает восторг как фактор просветления. Он развивает безмятежность как фактор просветления. Он развивает сосредоточение как фактор просветления. Он развивает невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот так, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает и взращивает семь факторов просветления. Патхама Сурия Памасутта, пример с Солнцем 1. СН 46.12. Благословенный сказал, монахи, такова предтеча, таков предвестник восхождения Солнца, то есть, рассвет. Точно так же, монахи, у монаха это является предтечей, предвестником возникновения семи факторов просветления, то есть, хорошие друзья. Когда у монаха есть хороший друг, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит семь факторов просветления. И каким образом монах, у которого есть хороший друг, развивает и взращивает семь факторов просветления? Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Он развивает исследование феноменов как фактор просветления. Он развивает усердие как фактор просветления. Он развивает восторг как фактор просветления. Он развивает безмятежность как фактор просветления. Он развивает сосредоточение как фактор просветления. Он развивает невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот так, монахи, этот монах, у которого есть хороший друг, развивает и взращивает семь факторов просветления. Дутия Сурия Памасута, пример с Солнцем 2. СН 46.13. Благословенный сказал, монахи, такова предтеча, таков предвестник восхождения Солнца, то есть, рассвет. Точно так же, монахи, у монаха это является предтечей, предвестником возникновения семи факторов просветления, то есть, мудрое внимание. Когда монах совершенен в отношении мудрого внимания, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит семь факторов просветления. И каким образом монах, который совершенен в отношении мудрого внимания, развивает и взращивает семь факторов просветления? Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Он развивает исследование феноменов как фактор просветления. Он развивает усердие как фактор просветления. Он развивает восторг как фактор просветления. Он развивает безмятежность как фактор просветления. Он развивает сосредоточение как фактор просветления. Он развивает невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот так, монахи, этот монах, который совершенен в отношении мудрого внимания, развивает и взращивает семь факторов просветления. Патха Магилана Сутта, Болин 1. СН 46.14. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. 1. И тогда Достопочтенный Махакасапа пребывал в пещере Пипхали. Он был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И тогда, вечером, благословенный вышел из затворничества и отправился к Достопочтенному Махакасапе. Он сел на подготовленное сидение и сказал Достопочтенному Махакасапе, «Я надеюсь, ты поправляешься, Кассапа, я надеюсь, тебе становится лучше. Я надеюсь, твои болезненные ощущения спадают, они возрастают, и что можно увидеть их спад, а не увеличение». Достопочтенный, я не поправляюсь, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. Эти семь факторов просветления, Кассапа, были праведно разъяснены мной. Будучи развитыми и взращенными, они ведут к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Какие семь? Осознанность как фактор просветления была праведно разъяснена мной. Будучи развитой и взращенной, она ведет к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Исследование феноменов. Усердие. Восторг. Безмятежность. Сосредоточение. Невозмутимость как фактор просветления была праведно разъяснена мной. Будучи развитой и взращенной, она ведет к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Вне сомнений, благословенный, таковы факторы просветления. Вне сомнений, а счастливый, таковы факторы просветления. Так сказал благословенный. Вдохновленный, достопочтенный Махакасапа восхитился словами благословенного. И достопочтенный Махакасапа исцелился от той болезни. Вот таким образом достопочтенный Махакасапа вылечился от своей болезни. Два. Один, это сутта, а также две следующих, входят в сборник защитных сутт, паритт, в сингальской версии. Монахи часто читают их тем, кто заболел. Два, комментарий поясняет это так, достопочтенный пристально выслушал это наставление и к нему пришла мысль, когда я постиг истину на седьмой день после моего посвящения в монахе, эти факторы просветления проявились. Думая, в самом деле учение учителя освобождающее. Его кровь стала чистой, телесные ветра стали чистыми и болезнь покинула тело подобно капле воды, стекающей по лотосовому листу. Дутия Гиллана сутта, Болин 2. СН 46.15. Сутта идентична СН 46.14, но только вместо Махакасапы здесь, Махамагалана. Кроме того, действие происходит не в пещере Пхипалы, а на Гаре и Утес Ястребов. Татья Гиллана сутта, Болин 3. СН 46.16. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И тогда Благословенный был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Достопочтенный Махачунда отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный сказал Достопочтенному Махачунде, Чунда, продекламируй факторы просветления. Таковы эти семь факторов просветления, учитель, который праведно разъяснил Благословенные и которые, будучи развитыми и взращенными, ведут к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, которая была праведно разъяснена Благословенным. Будучи развитой и взращенной, она ведет к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Исследование феноменов. Усердие. Восторг. Безмятежность. Сосредоточение. Невозмутимость как фактор просветления, которая была праведно разъяснена Благословенным. Будучи развитой и взращенной, она ведет к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Вне сомнений, Чунда, таковы факторы просветления. Вне сомнений, Чунда, таковы факторы просветления. Так сказал достопочтенный Махачунда. Учитель это одобрил. И благословенный исцелился от той болезни. Вот таким образом благословенный вылечился от своей болезни. 1.1, смотри заметку к СН 46-14. Парангама сутта, переправляют. СН 46-17. Благословенный сказал, монахи, эти семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, переправляют с ближнего берега на берег дальний. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. Эти семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, переправляют с ближнего берега на берег Далей. И Далей добавил, как мало тех среди людей, кто перебрался на тот берег, а остальные мечутся на этом ближнем берегу. И когда Дхама праведно разъяснена, все те, кто практикуют с ней, покинут царство смерти рубежи, что сделать очень нелегко. Темные качества искорени в уме, мудрец стремится яркий развить. Покинув дом и жизнь бездомную приняв, в которой трудно радость получить, в уединении эту радость должен он искать, отбросив все у сладых чувств. Мудрец, который не имеет ничего, должен стереть все загрязнения ума. Чельюм столь развит хорошо в тех факторах, ведущих к просветлению, кто, не цепляясь, восторгается от брасы в нем всякого цепляния, тот, лучезарный, уничтожив загрязнение, угас всецело в этом мире. Вираттха сутта, пренебрегали. СН 46.18. Благословенный сказал, монахи, те, кто пренебрегали семью факторами просветления, пренебрегали путем, ведущим к полному уничтожению страданий. Те, кто стали развивать семь факторов просветления, стали развивать и путь, ведущий к полному уничтожению страданий. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. Монахи, те, кто пренебрегали этими семью факторами просветления, пренебрегали путем, ведущим к полному уничтожению страданий. Те, кто стали развивать эти семь факторов просветления, стали развивать и путь, ведущий к полному уничтожению страданий. Аре сутта, благородный. СН 46.19. Благословенный сказал, монахи, эти семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, являются благородными и освобождающими. Они ведут того, кто действует в соответствии с ними, к полному уничтожению страданий. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. Монахи, эти семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, являются благородными и освобождающими. Они ведут того, кто действует в соответствии с ними, к полному уничтожению страданий. НИББИДА СУТТА, УТРАТА ОЧАРОВНОСТИ СН 46.20 Благословенный сказал, «Монахи, эти семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, ведут к полной утрате очарованности, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. Монахи, эти семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, ведут к полной утрате очарованности, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. БОДХАЯ СУТТА, К ПРОСВЕТЛЕНИЮ СН 46.21 И тогда некий монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, «Учитель, факторы просветления, факторы просветления, так говорят». В каком смысле они называются факторами просветления? Они ведут к просветлению, монах, поэтому они и называются факторами просветления. Вот, монах, некий человек развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердий, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Они ведут к просветлению, монах, поэтому они и называются факторами просветления. Дисана сутта, учение. СН 46.22. Благословенный сказал, монахи, я научу вас всеми факторам просветления. Слушайте. И каковы, монахи, семь факторов просветления? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. Таковы семь факторов просветления. Тихана сутта, основа. СН 46.23. Благословенный сказал, монахи, за счет частого направления внимания на вещи, которые являются основой для чувственного желания, не возникшее чувственное желание возникает, а возникшее чувственное желание увеличивается и разрастается. За счет частого направления внимания на вещи, которые являются основой для недоброжелательности, не возникшая недоброжелательность возникает, а возникшая недоброжелательность увеличивается и разрастается. За счет частого направления внимания на вещи, которые являются основой для лени и апатии, не возникшие лени и апатии возникают, а возникшие лени и апатии увеличиваются и разрастаются. За счет частого направления внимания на вещи, которые являются основой для неугомонности и сожаления, не возникшие неугомонности и сожаления возникают, а возникшие неугомонности и сожаления увеличиваются и разрастаются. За счет частого направления внимания на вещи, которые являются основой для сомнения, невозникшее сомнение возникает, а возникшее сомнение увеличивается и разрастается. Монахи, за счет частого направления внимания на вещи, которые являются основой для осознанности как фактора просветления, невозникшая осознанность как фактор просветления возникает, а возникшая осознанность как фактор просветления совершенствуется по мере развития. За счет частого направления внимания на вещи, которые являются основой для исследования феноменов, усердия, восторга, безмятежности, сосредоточения, невозмутимости, невозникшая невозмутимость как фактор просветления возникает, а возникшая невозмутимость как фактор просветления совершенствуется по мере развития. Аинниса Монасикра Сутта, Немудрое Внимание. СН 46.24. Благословенный сказал, монахи, когда кто-либо уделяет внимание чему-либо немудро, то невозникшее чувственное желание возникает, а возникшее чувственное желание увеличивается и разрастается. Когда кто-либо уделяет внимание чему-либо немудро, то невозникшая недоброжелательность возникает, а возникшая недоброжелательность увеличивается и разрастается. Когда кто-либо уделяет внимание чему-либо немудро, то невозникшая лень и апатия возникают, а возникшие лень и апатии увеличиваются и разрастаются. Когда кто-либо уделяет внимание чему-либо немудро, то невозникшие неугомонности сожалений возникают, а возникшие неугомонности сожалений увеличиваются и разрастаются. Когда кто-либо уделяет внимание чему-либо не мудро, то невозникшее сомнение возникает, а возникшее сомнение увеличивается и разрастается. А также, невозникшая осознанность как фактор просветления не возникает, а возникшая осознанность как фактор просветления прекращается, невозникшее исследование феноменов, усердий, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления не возникает, а возникшая невозмутимость как фактор просветления прекращается. Когда кто-либо уделяет внимание чему-либо мудро, монахи, то невозникшее чувственное желание не возникает, а возникшее чувственное желание отбрасывается. Когда кто-либо уделяет внимание чему-либо мудро, то невозникшая недоброжелательность, лень и апатия, неугомонность и сожаление, сомнение не возникает, а возникшее сомнение отбрасывается. А также, невозникшая осознанность как фактор просветления возникает, а возникшая осознанность как фактор просветления совершенствуется по мере развития. Невозникшее исследовании феноменов, усердий, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления возникает, а возникшая невозмутимость как фактор просветления совершенствуется по мере развития. Опарихаание сутта, неупадок. СН 46.25. Благословенный сказал, монахи, я научу вас всеми вещам, которые ведут к неупадку. Слушайте. И каковы, монахи, семь вещей, что ведут к неупадку? Они таковы, семь факторов просветления. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. Таковы семь вещей, которые ведут к неупадку. Танхакхая сутта, уничтожение жажды. СН 46.26. Благословенный сказал, Монахи, развивайте путь, дорогу, которая ведет к уничтожению жажды. И каков путь, какова дорога, которая ведет к уничтожению жажды? Она такова, семь факторов просветления. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. Когда так было сказано, достопочтенный Удайя спросил благословенного, учитель, как развиваются семь факторов просветления, что они ведут к уничтожению жажды. Вот, Удайя, монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в оставлении, который является обширным, возвышенным, безмерным, не имеющим недоброжелательности. Когда он развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, не имеющем недоброжелательности, то жажда отбрасывается. С образованием жажды, камы отброшено. С образованием камы, страдание отброшено. Он развивает исследование феноменов как фактор просветления. Он развивает усердие как фактор просветления. Он развивает восторг как фактор просветления. Он развивает безмятежность как фактор просветления. Он развивает сосредоточение как фактор просветления. Он развивает невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении, которое является обширным, возвышенным, безмерным, не имеющим недоброжелательности. Когда он развивает невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, не имеющем недоброжелательности, то жажда отбрасывается. С отбросыванием жажды, кама отброшена. С отбрасыванием каммы, страдание отброшено. Вот так, у дая, с уничтожением жажды наступает уничтожение каммы. С уничтожением каммы наступает уничтожение страданий. Танханира Тхасутта, прекращение жажды. СН 46.27. Благословенный сказал, монахи, развивайте путь, дорогу, которая ведет к прекращению жажды. И каков путь, какова дорога, которая ведет к прекращению жажды? Она такова, семь факторов просветления. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. И каким образом, монахи, семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, ведут к прекращению жажды? Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Он развивает исследование феноменов как фактор просветления. Он развивает усердие как фактор просветления. Он развивает восторг как фактор просветления. Он развивает безмятежность как фактор просветления. Он развивает сосредоточение как фактор просветления. Он развивает невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот так семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, ведут к прекращению жажды. Ниббед Хабхагио Сутта, способствует проникновению. СН 46.28. Благословенный сказал, монахи, я научу вас пути, которые способствуют проникновению. Слушайте. И каков, монахи, путь, который способствует проникновению? Он таков, семь факторов просветления. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. Когда так было сказано, достопочтенный Удая спросил благословенного, учитель, как развиваются семь факторов просветления, что они ведут к проникновению? Вот, Удая, монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении, которое является обширным, возвышенным, безмерным, не имеющим недоброжелательности. С помощью Ума, который развил осознанность как фактор просветления, он проникает вовнутрь и разрывает груду жажды, в которую он прежде не проникал и которую прежде не разрывал. Он проникает вовнутрь и разрывает груду злобы, в которую он прежде не проникал и которую прежде не разрывал. Он проникает вовнутрь и разрывает груду заблуждения, в которую он прежде не проникал и которую прежде не разрывал. Он развивает исследование феноменов, усердий, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставление, которое является обширным, возвышенным, безмерным, не имеющим недоброжелательности. С помощью гума, который развил невозмутимость как фактор просветления, он проникает вовнутрь и разрывает груду жажды, в которую он прежде не проникал и которую прежде не разрывал. Он проникает вовнутрь и разрывает груду злобы, в которую он прежде не проникал и которую прежде не разрывал. Он проникает вовнутрь и разрывает груду заблуждения, в которую он прежде не проникал и которую прежде не разрывал. Вот так, у Дая, когда семь факторов просветления развиты и возвращены таким образом, они ведут к проникновению. Экадхама сутта, одна вещь. СН 46.29. Благословенный сказал, монахи, я не вижу ни одной другой вещи, которая, будучи развитой и возвращенной, столь эффективна как это вела бы к отбрасыванию вещей, которые опутывают. И таковая вещь, это семь факторов просветления. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. И как, монахи, семь факторов просветления, будучи развитыми и возвращенными, ведут к отбрасыванию вещей, которые опутывают. Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Когда эти семь факторов просветления развиты и возвращены таким образом, они ведут к отбрасыванию вещей, которые опутывают. И каковы, монахи, вещи, которые опутывают? Глаз – это вещь, которая опутывает. Именно здесь возникают эти путы, кандалы, зажимы. Ухо – это вещь, которая опутывает, нос, язык, тело, ум – это вещь, которая опутывает. Именно здесь возникают эти путы, кандалы, зажимы. Это называется вещами, которые опутывают. Удая сутта, Удая. СН 46.30. Однажды благословенный пребывал в стране Сумбхов, где был город Сумбхов под названием Седака. И тогда достопочтенный Удай подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, как удивительно, учитель. Как поразительно, учитель, насколько полезной была моя преданность и почтение к благословенному, а также и мое чувство стыда и боязни совершить проступок. В прошлом, учитель, когда я все еще был домохозяином, меня не особо заботила Дхамма или Сангха. Но когда я обдумал свою преданность и почтение к благословенному, как и чувство стыда и боязни совершить проступок, я оставил жизнь домохозяина и ушел жить жизнью бездомной. Благословенный обучил меня Дхамме так, такова форма, таково ее происхождение, таково ее исчезновение, таково чувство, таково восприятие, таковы формации ума, таково сознание, таково его происхождение, таково его исчезновение. И тогда, учитель, по мере того, как я пребывал в пустой хижине, наблюдая подъем и упадок пяти совокупностей, подверженных цеплянию, я напрямую познал в соответствии с действительностью, это – страдание. Я напрямую познал в соответствии с действительностью, это – источник страдания. Я напрямую познал в соответствии с действительностью, это – прекращение страдания. Я напрямую познал в соответствии с действительностью, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Я постиг Дхамму, учитель, и обрел путь, который, будучи развитым и возвращенным, приведет меня, по мере того как я пребываю должным образом, к такому состоянию, что я пойму, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Я обрел осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который, будучи развитым и возвращенным, приведет меня, по мере того как я пребываю должным образом, к такому состоянию, что я пойму, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Таков, учитель, путь, который я обрел, и который, будучи развитым и возвращенным, приведет меня, по мере того как я пребываю должным образом, к такому состоянию, что я пойму, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Хорошо, хорошо, Удайя. В самом деле, Удайя, таков путь, который ты обрел и который, будучи развитым и возвращенным, приведет тебя, по мере того как ты пребываешь должным образом, к такому состоянию, что ты поймешь, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Патхама кусала сутта, благое 1. СН 46.31. Благословенный сказал, монахи, любые благие качества, способствующие благому, относящиеся к благому, все они коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, можно ожидать, что он разовьет семь факторов просветления. И как, монахи, монах, который усерден, развивает и взращивает семь факторов просветления? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов как фактор просветления. Он развивает усердие как фактор просветления. Он развивает восторг как фактор просветления. Он развивает безмятежность как фактор просветления. Он развивает сосредоточение как фактор просветления. Он развивает невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастия, прекращений, созревает в выставлении. Вот так, монахи, монах, который усерден, развивает и взращивает семь факторов просветления. Дутия Кусала Сутта, Благое 2. СН 46.32. Благословенный сказал, монахи, любые благие качества, способствующие благому, относящиеся к благому, все они коренятся в мудром внимании, сливаются в мудром внимании, и мудрое внимание считается наивысшим из днях. Когда монах совершенен в отношении мудрого внимания, то можно ожидать, что он разовьет семь факторов просветления. И как, монахи, монах, который совершенен в отношении мудрого внимания, развивает и взращивает семь факторов просветления? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Он развивает исследование феноменов как фактор просветления. Он развивает усердие как фактор просветления. Он развивает восторг как фактор просветления. Он развивает безмятежность как фактор просветления. Он развивает сосредоточение как фактор просветления. Он развивает невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот так, монахи, монах, который совершенен в отношении мудрого внимания, развивает и взращивает семь факторов просветления. Упакилиса сутта – загрязнение. СН 46.33 Благословенный сказал, монахи, есть эти пять загрязнений золота, имеющие которые – золото неподатливое, непослушное, несияющее, но ломкое не особенно хорошо подходит для обработки. Какие пять? Премись железа является загрязнением золота, имеющие которые – золото неподатливое. Примесь меди является загрязнением золота. Примесь олова является загрязнением золота. Примесь свинца является загрязнением золота. Примесь серебра является загрязнением золота, имеющие которые золото неподатливое, непослушное, несияющее, но ломкое не особенно хорошо подходит для обработки. Точно так же, монахи, есть эти пять загрязнений ума, имеющие которые умнее и податливый, непослушный, несияющий, но ломкие не сосредоточиваются правильным образом для уничтожения пятен умственных загрязнений. Какие пять? Чувственное желание является загрязнением ума, имеющий которые, умный и податлив. Недоброжелательность является загрязнением ума. Лень и апатия являются загрязнениями ума. Неугомонность и сожаление являются загрязнениями ума. Сомнение является загрязнением ума, имеющий которые, умный и податливый, непослушный, несияющий, неломкий и не сосредоточивается правильным образом для уничтожения пятен. Один. 1. Удивительно, но в этой сутте нет упоминания 7 факторов просветления, что указывает на тот факт, что раньше эта сутта была единым целым соследующей по счету, как, кстати, сохранилась до сих пор в некоторых текстовых традициях. Анупакилиса сутта «Незагрязнение» СН 46.34. Благословенный сказал, «Монахи, эти семь факторов просветления являются не препятствиями, не помехами, не загрязнениями ума. Будучи развитыми и взращенными, они ведут к реализации плода истинного знания и освобождения. Какие семь? Осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, монахи, является непосредственно. Непрепятствием, непомехой, незагрязнением ума. Будучи развитой и взращенной, она ведет к реализации плода истинного знания и освобождения. Таковы семь факторов просветления, которые являются непрепятствиями, непомехами, незагрязнениями ума. Будучи развитыми и взращенными, они ведут к реализации плода истинного знания и освобождения». Ениса Монасикара сутта «Мудрое внимание». СН 46.35. Благословенный сказал, «Монахи, у того, кто уделяет, внимание чему-либо немудро, невозникшее чувственное желание возникает, а возникшее чувственное желание увеличивается и разрастается, невозникшая недоброжелательность возникает, а возникшая недоброжелательность увеличивается и разрастается, невозникшие лениапатии возникают, а возникшие лениапатии увеличиваются и разрастаются, невозникшие неугомонности сожаления возникают, а возникшие неугомонности сожаления увеличиваются и разрастаются, невозникшее сомнение возникает, а возникшее сомнение увеличивается и разрастается. Монахи, у того, кто уделяет внимание чему-либо мудро, невозникшая осознанность как фактор просветления возникает, а возникшая осознанность как фактор просветления совершенствуется по мере развития, невозникшее исследование феноменов, усердий, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозникшая невозмутимость как фактор просветления возникает, а возникшая невозмутимость как фактор просветления совершенствуется по мере развития. Буддхи сутта «Возрастание» СН 46.36 Благословенный сказал, «Монахи, эти семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, ведут к возрастанию, к неупадку. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. Эти семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, ведут к возрастанию, к неупадку. Аварана сутта «Препятствия». СН 46.37 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять препятствий – помех, загрязнение ума, ослабители мудрости». Какие пять? Чувственные желания – это препятствий, ослабитель мудрости, недоброжелательность – это препятствий, ослабитель мудрости, лень и апатия – это препятствий, ослабитель мудрости, неугомонность и сожаление – это препятствий, ослабитель мудрости, сомнение – это препятствий, ослабитель мудрости. Таковы пять препятствий – помех, загрязнение ума, ослабители мудрости. Есть, монахи, эти семь факторов просветления, которые являются не препятствиями, не помехами, не загрязнениями ума, не ослабителями мудрости. Какие семь? Осознанность как фактор просветления – это не препятствий. Исследование феноменов как фактор просветления, это не препятствие Усердие как фактор просветления, это не препятствие Восторг как фактор просветления, это не препятствие Безмятежность как фактор просветления, это не препятствие Сосредоточение как фактор просветления, это не препятствие Невозмутимость как фактор просветления, это не препятствие Таковы семь факторов просветления, которые являются не препятствиями, не помехами, не загрязнениями ума не ослабителями мудрости. Будучи развитыми и взращенными, они ведут к реализации плода истинного знания и освобождения. Аниварана сутта, без помех. СН 46.38. Благословенный сказал, монахи, когда ученик благородных слушает Дхамму, склоняя к ней уха, относясь к этому как к вопросу жизни и смерти, направляя на это весь свой ум целиком, то в этом случае пять помех не присутствуют в нем. В этом случае семь факторов просветления совершенствуются по мере развития. И каковы пять помех, которые не присутствуют в этом случае? Помеха чувственного желания не присутствует в этом случае. Помеха недоброжелательности не присутствует в этом случае. Помеха лени и апатии не присутствуют в этом случае. Помеха неугомонности и сожаления не присутствуют в этом случае. Помеха сомнения не присутствуют в этом случае. Таковы пять помех, которые не присутствуют в этом случае. И каковы семь факторов просветления, которые совершенствуются по мере развития в этом случае? Осознанность как фактор просветления совершенствуется. Исследование феноменов как фактор просветления совершенствуется. Усердие как фактор просветления совершенствуется. Восторг как фактор просветления совершенствуется. Безмятежность как фактор просветления совершенствуется. Сосредоточение как фактор просветления совершенствуется. Невозмутимость как фактор просветления совершенствуется по мере развития в этом случае. Таковы семь факторов просветления, которые совершенствуются по мере развития в этом случае. Когда, монахи, ученик благородных слушает Дхамму, склоняя к ней ухо, относясь к этому как к вопросу жизни и смерти, направляя на это весь свой ум целиком, то в этом случае пять помех не присутствуют в нем. В этом случае семь факторов просветления совершенствуются по мере развития. Рукхасута, деревья. СН 4639. Благословенный сказал, монахи, бывают огромные, огромные деревья с крошечными семенами и огромными стволами, оплетающие своими корнями другие деревья, и те деревья, которые оплетены ими, сгибаются, искривляются, расщепляются. И что это за огромные деревья с крошечными семенами и огромными стволами? Асаддха, Банин, Пилакха, Удумбара, Качхака, Капиттхана являются огромными деревьями с крошечными семенами и огромными стволами, оплетающие своими корнями другие деревья, и те деревья, которые оплетены ими, сгибаются, искривляются, расщепляются. Точно так же, монахи, бывает так, что некий человек оставил чувственные удовольствия, покинул жизнь домохозяина, и ушел жить жизнью бездомной, но он сгибается, искривляется, и расщепляется из-за тех же самых чувственных удовольствий, или из-за других, еще более худших. Есть, монахи, пять препятствий, помех, загрязнение ума, ослабители мудрости. Какие пять? Чувственные желания – это препятствий, ослабитель мудрости, недоброжелательность – это препятствий, ослабитель мудрости, лень и апатия – это препятствий, ослабитель мудрости, неугомонность и сожаление – это препятствий, ослабитель мудрости, сомнение – это препятствий, ослабитель мудрости. Таковы пять препятствий – помех, загрязнение ума, ослабители мудрости. Таковы, монахи, эти семь факторов просветления, которые являются ни препятствиями, ни помехами, ни загрязнениями ума, ни ослабителями мудрости. Будучи развитыми и взращенными, они ведут к реализации плода истинного знания и освобождения. Какие семь? Осознанность как фактор просветления – это не препятствие. Исследование феноменов как фактор просветления – это не препятствие. Усердие как фактор просветления – это не препятствие. Восторг как фактор просветления – это не препятствие. Безмятежность как фактор просветления – это не препятствий. Сосредоточение как фактор просветления, это не препятствий. Невозмутимость как фактор просветления, это не препятствий. Таковы семь факторов просветления, которые являются не препятствиями, не помехами, не загрязнениями ума, не ослабителями мудрости. Будучи развитыми и взращенными, они ведут к реализации плода истинного знания и освобождения. Неварана сутта, помехи. СН 4640. Благословенный сказал, «Монахи, эти пять помех являются создателями слепоты, причиной недостатка виденью, они пагубны для мудрости, имеют тенденцию отягощать, уводят от них баны». Какие пять? Помеха чувственного желания является создателем слепоты. Помеха недоброжелательности является создателем слепоты. Помеха лень и апатия является создателем слепоты. Помеха неугомонности и сожаления является создателем слепоты. Помеха сомнения является создателем слепоты, причиной недостатка виденью, пагубна для мудрости, имеет тенденцию отягощать, уводит от неббаны. Эти пять помех являются создателями слепоты, причиной недостатка видения, они пагубны для мудрости, имеют тенденцию отягощать, уводит от неббаны. Монахи, эти семь факторов просветления являются создателями видения, творцами знания, способствуют росту мудрости, свободны от отягощения, ведут к неббане. Какие семь? Осознанность как фактор просветления является создателем видения. Исследование феноменов как фактор просветления является создателем видения. Усердие как фактор просветления является создателем видения. Восторг как фактор просветления является создателем видения. Безмятежность как фактор просветления является создателем видения. Сосредоточение как фактор просветления является создателем видения. Невозмутимость как фактор просветления является создателем видения, творцом знания, способствует росту мудрости, свободен от отягощения, ведет к неббане. Эти семь факторов просветления являются создателями видения, творцами знания, способствуют росту мудрости, свободны от отягощения, ведут к неббане. Витха Сутта, Развлечения. СН 46-41. Благословенный сказал, монахи, какие бы жрецы и отшельники в прошлом не оставили бы трех развлечений, один, все они сделали так потому, что развили и взрастили семь факторов просветления. Какие бы жрецы и отшельники в будущем не оставят трех развлечений, все они сделают так потому, что разовьют и взрастят семь факторов просветления. Какие бы жрецы и отшельники в настоящем не оставляют трех развлечений, все они делают так потому, что развили и взрастили семь факторов просветления. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. Какие бы жрецы и отшельники в прошлом, будущем, настоящем не оставляют трех развлечений, все они делают так потому, что развили и взрастили семь факторов просветления. Один, три развлечения, Витха, я лучше, я такой же, я хуже. Чикаватти сутта, царь мира держится. СН 46-42. Благословенный сказал, монахи, с появлением царя миродержца в мире появляются и семь сокровищ. Какие семь? Появляются, колесо сокровища, слон сокровища, конь сокровища, самоцвет сокровища, жена сокровища, домовладыка сокровища, военачальник сокровища. Монахи, с появлением в мире татхагаты, араханта, полностью просветленного, появляются и семь факторов просветления. Какие семь? Появляются, осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. С появлением в мире Татхагаты, Араханта, полностью просветленного, появляются эти семь факторов просветления. Мара Сутта, Мара. СН 46-43. Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас пути к сокрушению армии Мары. Слушайте! И каков, монахи, путь к сокрушению армии Мары?» Это семь факторов просветления. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. Таков путь к сокрушению армии Мары. Дупанья сутта, тупой. СН 46-44. И тогда один монах подошёл к благословенному, поклонился сему, сел рядом и сказал, учитель, так говорят, тупой болван, тупой болван. В каком смысле, учитель, кого-либо называют тупым болваном? Монах, поскольку некий человек не развил и не взрастил семь факторов просветления, его называют тупым болваном. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. Поскольку некий человек не развил и не взрастил эти семь факторов просветления, его называют тупым болваном. Паниванта сутта, мудрый. СН 46-45. Некий монах сказал благословенному, учитель, так говорят, мудрый и бдительный, мудрый и бдительный. В каком смысле, учитель, кого-либо называют мудрым и бдительным? Монах, поскольку некий человек развил и взрастил семь факторов просветления, его называют мудрым и бдительным. Какие семь? Осознанность как фактор просветления, исследование феноменов как фактор просветления, усердие как фактор просветления, Восторг как фактор просветления, безмятежность как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, невозмутимость как фактор просветления. Поскольку некий человек развил и взрастил эти семь факторов просветления, его называют мудрым и бдительным. Далидда сутта – нищий. СН 46.46. Сутта идентична СН 46.44, но здесь вместо фразы «тупой болван» идет слово «нищий». А Далидда сутта – процветающий. СН 46.47. Сутта идентична СН 46.45, но здесь вместо фразы «мудрый» и «бдительный» идет фраза «процветающий». А Дича сутта – солнце. СН 46.48. Сутта в точности идентична СН 46.12. Аджхатти Канга сутта – внутренний фактор. СН 46.49. Благословенный сказал, монахи, что касается внутренних факторов, то я не вижу какого-либо иного фактора, более полезного для возникновения семи факторов просветления, чем этот – мудрое внимание. Когда монах совершенен в отношении мудрого внимания, то можно ожидать, что он разовьет и взрастет семь факторов просветления. И каким образом монах, который совершенен в отношении мудрого внимания, развивает и взращивает семь факторов просветления? Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов как фактор просветления. Он развивает усердие как фактор просветления. Он развивает восторг как фактор просветления. Он развивает безмятежность как фактор просветления. Он развивает сосредоточение как фактор просветления. Он развивает невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот так, монахи, этот монах, который совершенен в отношении мудрого внимания, развивает и взращивает семь факторов просветления. Бахиранга сутта, внешний фактор. СН 4650. Благословенный сказал, монахи, что касается внешних факторов, то я не вижу какого-либо иного фактора, более полезного для возникновения семи факторов просветления, чем этот, хорошие друзья. Когда у монаха есть хороший друг, то можно ожидать, что он разовьет и взрастет семь факторов просветления. И каким образом монах, у которого есть хороший друг, развивает и взращивает семь факторов просветления? Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Он развивает исследование феноменов как фактор просветления. Он развивает усердие как фактор просветления. Он развивает восторг как фактор просветления. Он развивает безмятежность как фактор просветления. Он развивает сосредоточение как фактор просветления. Он развивает невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Вот так, монахи, этот монах, у которого есть хороший друг, развивает и взращивает семь факторов просветления. Ахара сутта, питание. СН 46.51. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас питанию и голоданию в отношении пяти помех и семи факторов просветления. Слушайте. Пища для пяти помех. 1. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшего чувственного желания и для увеличения и разрастания возникшего чувственного желания? Существует, монахи, образ красивого. Частые направления немудрого внимания на этот образ являются питанием для возникновения невозникшего чувственного желания и для увеличения и разрастания возникшего чувственного желания. 2. И каково питание, монахи, для возникновения и невозникшей недоброжелательности и для увеличения и разрастания возникшей недоброжелательности? Существует, монахи, образ отвратительного. Частые направления немудрого внимания на этот образ являются питанием для возникновения и невозникшей недоброжелательности и для увеличения и разрастания возникшей недоброжелательности. 3. И каково питание, монахи, для возникновения и невозникшей лениапатии и для увеличения и разрастания возникшей и апатии? Существуют, монахи, недовольство, вялость, ленивые подтягивания, сонливость после принятия пищи, апатичность ума. Частые направления немудрого внимания на них является питанием для возникновения невозникшей лени и апатии для увеличения и разрастания возникшей лени и апатии. 4. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшей неугомонности и сожаления и для увеличения и разрастания возникшей неугомонности и сожаления? Существует, монахи, беспокойность ума. Частые направления немудрого внимания на нее являются питанием для возникновения невозникшей неугомонности и сожаления и для увеличения и разрастания возникшей неугомонности и сожаления. 5. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшего сомнения и для увеличения и разрастания возникшего сомнения? Существуют, монахи, вещи, на основе которых возникает сомнение. Частые направления немудрого внимания на них являются питанием для возникновения невозникшего сомнения и для увеличения и разрастания возникшего сомнения. Пища для факторов просветления. 1. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшей осознанности как факторы просветления и для совершенствования за счет развития возникшей осознанности как факторы просветления? Существуют, монахи, вещи, на основе которых возникает осознанность как фактор просветления. Частые направления мудрого внимания на них являются питанием для возникновения невозникшей осознанности как факторы просветления и для совершенствования за счет развития возникшей осознанности как факторы просветления. 1. 2. И каково питание, монахи, для возникновения и невозникшего исследования феноменов как факторы просветления и для совершенствования за счет развития возникшего исследования феноменов как факторы просветления? Существуют, монахи, благие и неблагие состояния ума, порицаемые и безупречные состояния ума, низшие и возвышенные состояния ума, мрачные и яркие состояния ума с их противоположностями. Частые направления мудрого внимания на них являются питанием для возникновения невозникшего исследования феноменов как факторы просветления и для совершенствования за счет развития возникшего исследования феноменов как факторы просветления. 2. 3. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшего усердия как факторы просветления и для совершенствования за счет развития возникшего усердия как факторы просветления? Существует, монахи, элемент побуждения, элемент стремления, – элемент старания. Частые направления мудрого внимания на них являются питанием для возникновения невозникшего усердия как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшего усердия как фактора просветления. 3. 4. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшего восторга как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшего восторга как фактора просветления? Существуют, монахи, вещи, на основе которых возникает восторг как фактор просветления. Частые направления мудрого внимания на них являются питанием для возникновения невозникшего восторга как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшего восторга как фактора просветления. 4. 5. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшей безмятежности как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшей безмятежности как фактора просветления? Существует, монахи, безмятежность тела и безмятежность ума. Частое направление мудрого внимания на них является питанием для возникновения невозникшей безмятежности как факторы просветления и для совершенствования за счет развития возникшей безмятежности как факторы просветления. 5. 6. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшего сосредоточения как факторы просветления и для совершенствования за счет развития возникшего сосредоточения как факторы просветления? Существует, монахи, образ умиротворения, образ нераспыления. Частые направления мудрого внимания на них являются питанием для возникновения невозникшего сосредоточения как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшего сосредоточения как фактора просветления. 6. 7. И каково питание, монахи, для возникновения невозникшей невозмутимости как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшей невозмутимости как фактора просветления? Существуют, монахи, вещи, на основе которых возникает невозмутимость как фактор просветления. Частое направление мудрого внимания на них является питанием для возникновения невозникшей невозмутимости как фактора просветления и для совершенствования за счет развития возникшей невозмутимости как фактора просветления. 7. Голодание и помех. Один, и каково, монахи, голодание, которое не позволяет невозникшему чувственному желанию возникнуть, а возникшему чувственному желанию увеличиться и разрастись? Существует, монахи, образ отвратительного. Частое направление мудрого внимания на него является голоданием, которое не позволяет не возникшему чувственному желанию возникнуть, а возникшему чувственному желанию увеличиться и разрастись. 8. 2. И каково, монахи, голодание, которое не позволяет не возникшей недоброжелательности возникнуть, а возникшей недоброжелательности увеличиться и разрастись? Существует, монахи, освобождение ума посредством доброжелательности. Частое направление мудрого внимания на него является голоданием, которое не позволяет невозникшей недоброжелательности возникнуть, а возникшей недоброжелательности увеличиться и разрастись. 9. 3. И каково, монахи, голодании, которое не позволяет невозникшей лени и апатии возникнуть, а возникшей лени и апатии увеличиться и разрастись? Существует, монахи, элемент побуждения, элемент стремления, элемент старания. Частое направление мудрого внимания на них является голоданием, которое не позволяет не возникшей ления и апатии возникнуть, а возникшей ления и апатии, увеличиться и разрастись. 10. 4. И каково, монахи, голодание, которое не позволяет невозникшему угомонности и сожалению возникнуть, а возникшему угомонности и сожалению увеличиться и разрастись? Существует, монахи, умиротворение ума. Частое направление мудрого внимания на него является голоданием, которое не позволяет невозникшему угомонности и сожалению возникнуть, а возникшему угомонности и сожалению увеличиться и разрастись. 11.5. И каково, монахи, голодание, которое не позволяет невозникшему сомнению возникнуть, а возникшему сомнению, увеличиться и разрастись? Существуют, монахи, благие и неблагие состояния ума, порицаемые и безупречные состояния ума, низшие и возвышенные состояния ума, мрачные и яркие состояния ума с их противоположностями. Частые направления мудрого внимания на них являются голоданием, которое не позволяет невозникшему сомнению возникнуть, а возникшему сомнению, увеличиться и разрастись. 12. Голодание и факторов просветления. 1. И каково, монахи, голодание, которое не позволяет невозникшей осознанности как фактору просветления возникнуть, и достичь совершенства за счет развития осознанности как фактору просветления? Существуют, монахи, вещи, на основе которых возникает осознанность как фактор просветления. Не частое направление мудрого внимания на них является голоданием, которое не позволяет невозникшей осознанности как фактору просветления возникнуть и достичь совершенства за счет развития возникшей осознанности как фактору просветления. 2. И каково, монахи, голоданий, которые не позволяют невозникшему исследованию феноменов как фактору просветления возникнуть, и достичь совершенства за счет развития исследований феноменов как фактору просветления? Существуют, монахи, благие и неблагие состояния ума, порицаемые и безупречные состояния ума, низшие и возвышенные состояния ума, мрачные и яркие состояния ума с их противоположностями. 3. И каково, монахи, голоданий, которые не позволяют невозникшему исследованию феноменов как фактору просветления возникнуть, и достичь совершенства за счет развития исследований феноменов как фактору просветления? 4. И каково, монахи, голоданий, которые не позволяют невозникшему восторгу как фактору просветления возникнуть, и достичь совершенства за счет развития восторгу как фактору просветления? 5. И каково, монахи, голоданий, которые не позволяют невозникшей безмятежности как фактору просветления возникнуть, и достичь совершенства за счет развития безмятежности как фактору просветления? 6. И каково, монахи, голоданий, которые не позволяют невозникшему сосредоточению как фактору просветления возникнуть, и достичь совершенства за счет развития безмятежности как фактору просветления? 7. И каково, монахи, голоданий, которые не позволяют невозникшей невозмутимости как фактору просветления возникнуть, и достичь совершенства за счет развития невозмутимости как фактору просветления? 8. Существуют, монахи, вещи, на основе которых возникает невозмутимость как фактор просветления. 9. Нечастое направление мудрого внимания на них является голоданием, которое не позволяет невозникшей невозмутимости как фактору просветления возникнуть, и достичь совершенства за счет развития невозмутимости как фактору просветления. 1. Комментарий. Кроме того, есть четыре условия для возникновения осознанности как фактора просветления. 1. Осознанность и бдительность во всех повседневных действиях. 2. Избегание неосознанных людей 3. Общение с осознанными людьми 4. Правильная настройка ума, то есть это ум, который склоняется к утверждению осознанности 2. Комментарий Есть еще семенных условий для возникновения фактора исследования феноменов 1. Задавание вопросов под хами, о совокупностях, элементах и так далее 2. Личная чистоплотность 3. Баланс пяти сил качеств 4. Рассмотрение области глубоких знаний 5. Общение с мудрыми людьми 6. Правильная настройка ума 7. Избегание общения с немудрыми людьми 3. Комментарий Есть еще одиннадцать иных условий для возникновения усердия 1. Рассмотрение ужаса нижних миров 2. Видение выгоды в развитии усердия 3. Рассмотрение своего следования по пути, которым прошли все Будды прошлого и тому подобное 4. Рассмотрение необходимости чти делаемой тебе как монаху подаяния 5. Рассмотрение величия наследия Будды 6. Рассмотрение величия учителя 7. Рассмотрение величия линии передачи 8. Рассмотрение величия твоих монахов товарищей 9. Избегание общения с ленивыми людьми 10. Общение с усердными людьми 11. Правильная настройка ума 4. Комментарий Есть еще одиннадцать иных условий для возникновения восторга 1. Уметование о Будде 2. Уметование о Дхаме 3. Уметование о Санхе 4. Уметование о Щедрости 5. Уметование о Нравственности 6. Уметование о Дхах 7. Уметование о Покое 8. Избегание общения с грубыми людьми 9. Общение с утонченными людьми 10. Правильная настройка ума 5. Комментарий Есть еще семяных условий для возникновения безмятежности 1. Питательная еда 2. Мягкий климат 3. Правильная поза тела 4. Умеренные старания 5. Избегание общения с неугомонными людьми 6. Общение со спокойными людьми 7. Правильная настройка ума 6. Комментарий Есть еще десять иных условий для возникновения сосредоточения 1. Личная чистоплотность 2. Баланс пяти сил-качеств 3. Умение в обращении с объектом медитации 4. Приложение умственного усердия в должный момент 5. Приложение умственного сдерживания в должный момент 6. Радовни и ума в должный момент 7. Созерцание с невозмутимостью в должный момент 8. Избегание общения с рассеянными людьми 9. Общение с собранными людьми 10. Правильная настройка ума Комментарий к сатипаттхана сутти добавляет одиннадцатый фактор – рассмотрение джханы освобождений 7. Комментарий Еще пяти уными условиями для возникновения невозмутимости являются 1. Отстраненные отношения к другим живым существам 2. Отстраненные отношения к формациям Например, физическим предметам 3. Избегание общения с охваченными чем-либо людьми 4. Общение с невозмутимыми людьми 5. Правильная настройка ума 8. Образ отвратительного Согласно комментарию, это тот или иной объект из десяти отвратительных объектов, то есть труп в десяти стадиях разложения. В суттах, однако, восприятие отвратительности объясняется в рамках рассмотрения тридцати одной части тела, в комментариях увеличено до тридцати двух, с добавлением мозга. Кроме того, согласно комментарию, шесть вещей ведут к отбрасыванию чувственного желания. 1. Изучение объекта непривлекательности 2. Практика медитации на непривлекательности 3. Охрана дверей и чувств 4. Умеренность визия 5. Хорошие друзья 6. Уместные разговоры и беседы 9. Комментарий Освобождение ума посредством доброжелательности является джханой Шесть вещей ведут к отбрасыванию недоброжелательности 1. Изучение объекта доброжелательности 2. Практика медитации доброжелательности 3. Рассмотрение собственной ответственности за свои действия 4. Частые размышления 5. Хорошие друзья 6. Уместные разговоры и беседы 10. Что касается этих трех элементов усердия, то смотри примечание КСН 46-2 Согласно комментарию, есть шесть вещей, что ведут к отбрасыванию лени и апатии 1. Избегание переедания 2. Смена поза тела 3. Настройка ума на восприятии света 4. Пребывание на воздухе, а не в помещении 5. Хорошие друзья 6. Уместные разговоры и беседы 11. Комментарий Шесть вещей ведут к отбрасыванию неугомонности и сожаления 1. Обширная ученость 2. Исследования 3. Знакомство с Винаей 4. Общение со зрелыми людьми 5. Хорошие друзья 6. Уместные разговоры и беседы 12. Комментарий 6. Вещи ведут к отбрасыванию сомнений 1. Обширная ученость 2. Исследования 3. Знакомство с Винаей 4. Решительность 5. Хорошие друзья 6. Уместные разговоры и беседы Парияя сутта Метод изложения СН 46-52 И тогда, утром, группа монахов оделась и, взяв в чашь и одеяние, они вошли в саваттхи собирать подаяния. И мысль пришла к ним, слишком рано ходить по саваттхи в поисках подаяний. Что если мы отправимся в парк, где собираются странники-приверженцыных учений? И тогда те монахи отправились в парк, где собираются странники-приверженцыных учений. Они обменялись с теми странниками вежливыми приветствиями, после обмена вежливыми приветствиями и любезностями, сели рядом. Тогда странники обратились к ним, друзья, отшельник Гатама обучает Дхаме своих учеников так, ну же, монахи, отбросьте пять помех, загрязнений ума, что ослабляют мудрость, и развивайте правильным образом семь факторов просветления. Мы тоже обучаем Дхамме наших учеников так, ну же, друзья, отбросьте пять помех, загрязнений ума, что ослабляют мудрость, и развивайте правильным образом семь факторов просветления. Так что, друзья, в чем же разница, в чем же несоответствие, в чем же отличие между отшельником Гатамой и нами в отношении одного учения Дхаммы и другого, в отношении одного способа наставления и другого? Один, и тогда те монахи не возрадовались, не отвергли утверждений тех странников. Не возрадовавшись, не отвергнув их, они поднялись со своих сидений и ушли, думая так, мы узнаем суть этого утверждения в присутствии самого благословенного. И затем те монахи, собрав подаяние в Саваттхе, вернувшись с хождения за подаяниями, пообедав, отправились к благословенному. Поклонившись ему, они сели рядом и поведали ему обо всей беседе, что имело место между ними и теми странниками. Благословенный ответил, монахи, когда странники привержен с других учений говорят так, то их следует спросить, друзья, есть ли такой метод изложения, с помощью которого пять помех становятся десятью, а семь факторов просветления становятся четырнадцатью? Будучи спрошенными так, те странники не смогут ответить, и тогда их будет ожидать лишь недовольство. И почему? Потому что это находится в них сферы знаний. Я не вижу, монахи, никого в этом мире с его дэвами, Марой и Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей, кто мог бы удовлетворить ум ответом на эти вопросы, кроме Татхагата или ученика Татхагата или того, кто услышал об этом от них. Пять помех в виде десяти. И каков, монахи, метод изложения, посредством которого пять помех становятся десятью? Один, любое чувственное желание к внутреннему является помехой. Любое чувственное желание к внешнему также является помехой. Два. Так, то, о чем сказано кратко как о помехе чувственного желания, становится, посредством этого метода изложения, двухчастным. Два. Любая недоброжелательность к внутреннему является помехой. Любая недоброжелательность к внешнему также является помехой. Так, то, о чем сказано кратко как о помехе недоброжелательности, становится, посредством этого метода изложения, двухчастным. Три. Любая лениапатия к внутреннему является помехой. Любая лениапатия к внешнему также является помехой. Так, то, о чем сказано кратко как о помехе лениапатии, становится, посредством этого метода изложения, двухчастным. 4. Любая неугомонность и сожаление к внутреннему является помехой. Любая неугомонность и сожаление к внешнему также является помехой. Так, то, о чем сказано кратко как о помехе неугомонности и сожаления, становится, посредством этого метода изложения, двухчастным. 5. Любое сомнение к внутреннему является помехой. Любое сомнение к внешнему также является помехой. Так, то, о чем сказано кратко как о помехе сомнения, становится, посредством этого метода изложения, двухчастным. 7 факторов просветления в виде четырнадцати. И каков, монахи, метод изложения, посредством которого 7 факторов просветления становится четырнадцатью? 1. Любая осознанность к внутренним вещам является осознанностью как фактором просветления. Любая осознанность к внешним вещам также является осознанностью как фактором просветления. Так, то, о чем сказано кратко как об осознанности как факторе просветления, становится, посредством этого метода изложения, двухчастным. 2. Когда кто-либо распознает вещи внутренней своей мудростью, изучает их, исследует их, то это является исследованием феноменов как фактором просветления. Когда кто-либо распознает вещи внешне своей мудростью, изучает их, исследует их, то это также является исследованием феноменов как фактором просветления. Так, то, о чем сказано кратко как об исследовании феноменов как факторе просветления, становится, посредством этого метода изложения, двухчастным. 3. Любое телесное усердие является усердием как фактором просветления. Любое умственное усердие также является усердием как фактором просветления. Так, то, о чем сказано кратко как об усердии как факторе просветления, становится, посредством этого метода изложения, двухчастным. 4. Любой восторг, сопровождаемый направлением и удержанием ума на объекте является восторгом как фактором просветления. Любой восторг без направления и удержания ума на объекте также является восторгом как фактором просветления. 3. Так, то, о чем сказано кратко как о восторге как факторе просветления, становится, посредством этого метода изложения, двухчастным. 5. Любая телесная безмятежность является безмятежностью как фактором просветления. Любая безмятежность ума также является безмятежностью как фактором просветления. 4. Так, то, о чем сказано кратко как как о безмятежности как факторе просветления, становится, посредством этого метода изложения, двухчастным. 6. Любое сосредоточение, сопровождаемое направлением и удержанием ума на объекте является сосредоточением как фактором просветления. Любое сосредоточение без направления и удержания ума на объекте также является сосредоточением как фактором просветления. 5. Так, то, о чем сказано кратко как о сосредоточении как о факторе просветления, становится, посредством этого метода изложения, двухчастным. 7. Любая невозмутимость в отношении внутренних вещей является невозмутимостью как фактором просветления. Любая невозмутимость в отношении внешних вещей также является невозмутимостью как фактором просветления. Так, то, о чем сказано кратко как о невозмутимости как о факторе просветления, становится, посредством этого метода изложения, двухчастным. Таков, монахи, метод изложения, посредством которого семь факторов просветления становится четырнадцатью. 1. Согласно комментарию, у тех странников не было собственного учения о пяти помехах и учения о семи факторах просветления, но они лишь пытались скопировать учения Будды в этом отношении. Однако, как замечает Гетхин, сама сутта не делает таких далеко идущих выводов, но говорит лишь о разнице в методе обучения этим вещам. 2. Комментарий. Чувственное желание к внутреннему означает желание к собственным пяти совокупностям. Чувственное желание к внешнему – это желание к пяти совокупностям других, а также, вне сомнений, и ко внешним предметам. Аналогично можно понимать и дальнейшие помехи. Например, внутреннюю недоброжелательность можно понимать как злобу по отношению к себе, а внешнюю – к другим существам и предметам. Разница между ленью и апатия объясняется в Весуптхимаггитак, лень, тхина, имеет характеристику отсутствия движущей силы, она устраняет усердие и проявляется как тонущий ум. Апатия, метха, имеет характеристику неуклюжести у души и проявляется как клевание носом и как сонливость. Лень можно представить как умственную тупость, а апатию как сонливость. Неугомонность, у тхача, это отсутствие успокоения, это возбуждение. Сожаление, кукуча, является сожалением о проступках или ошибках. Сомнение к внутреннему, согласно комментарию, является неуверенностью в отношении собственных пяти совокупностей, являются ли они и вправду непостоянными и т.д., тогда как внешние сомнения являются великим сомнением, Махович и Кичха, о восьми вещах, трех драгоценностях, практике, а также о прошлом, настоящем, будущем и взаимозависимом возникновении. 3. Восторг с этими двумя факторами, это фактор первой джханы. Восторг без этих двух факторов, это фактор второй джханы. 4. Согласно комментарию, безмятежность тела, Кайпасадхе, является успокоением взволнованности совокупности чувства, восприятия, формаций. Безмятежность ума, Читтапасадхе, является успокоением беспокойности совокупности сознания. 5. Комментарии часто трактуют эту пару, тело и ум, с позиции Абхидхаммы, которая проводит разграничение между умом, Читтой, и телом умственных факторов, Читтасика, хотя в таких фрагментах как этот под телом, похоже, подразумевалось физическое тело, которое активно влияло на качественный тон переживаемого опыта. 5. С двумя факторами, это первая джхана, без двух факторов, все остальные, что выше. 6. Аггисута, Огонь. СН 46-53. И тогда, утром, группа монахов оделась, и, взяв в чашь и одеяние, они вошли в Саваттхи собирать подаяния. И мысль пришла к ним, слишком рано ходить по Саваттхи в поисках подаяний. Что если мы отправимся в парк, где собираются странники-приверженцыных учений? И тогда те монахи отправились в парк, где собираются странники-приверженцыных учений. Они обменялись с теми странниками вежливыми приветствиями, после обмена вежливыми приветствиями и любезностями, сели рядом. Тогда странники обратились к ним, друзья, отшельник Гатама обучает Дхаме своих учеников так, ну же, монахи, отбросьте пять помех, загрязнение ума, что ослабляют мудрость, и развивайте правильным образом семь факторов просветления. Мы тоже обучаем Дхаме наших учеников так, ну же, друзья, отбросьте пять помех, загрязнение ума, что ослабляют мудрость, и развивайте правильным образом семь факторов просветления. Так что, друзья, в чем же разница, в чем же несоответствие, в чем же отличие между отшельником Гатама и нами в отношении одного учения Дхаммы и другого, в отношении одного способа наставления и другого? И тогда те монахи не возрадовались, не отвергли утверждений тех странников. Не возрадовавшись, не отвергнув их, они поднялись со своих сидений и ушли, думая так, мы узнаем суть этого утверждения в присутствии самого Благословенного. И затем те монахи, собрав подаяние в Саваттхе, вернувшись с хождения за подаяниями, пообедав, отправились к Благословенному. Поклонившись ему, они сели рядом и поведали ему обо всей беседе, что имело место между ними и теми странниками. Благословенный ответил, монахи, когда странники привержен с других учений говорят так, то их следует спросить, друзья, когда ум становится вялым, то какие факторы просветления неуместно развивать в этот момент, и какие факторы просветления развивать уместно в этот момент? Затем, друзья, когда ум становится возбужденным, то какие факторы просветления неуместно развивать в этот момент, и какие факторы просветления развивать уместно в этот момент? Будучи спрошенными так, те странники не смогут ответить, и тогда их будет ожидать лишь недовольство. И почему? Потому что это находится в них сфера знаний. Я не вижу, монахи, никого в этом мире с его дэвами, Марой и Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей, кто мог бы удовлетворить ум ответом на эти вопросы, кроме Татхагата или ученика Татхагата или того, кто услышал об этом от них. Вялый ум. Монахи, когда ум вялый, то это неподходящий момент для развития таких факторов просветления, как безмятежность, сосредоточение, невозмутимость. И почему? Вялый ум трудно расшевелить этими факторами. Представьте, как если бы человек захотел сделать так, чтобы небольшое пламя вспыхнуло. Если он будет подкладывать в огонь сырую траву, сырой навоз, сырые палки, если он будет прыскать на него водой и посыпать его землей, сможет ли он сделать так, чтобы это небольшое пламя вспыхнуло? Нет, учитель. Точно так же и когда ум вялый, это неподходящий момент для развития таких факторов просветления, как безмятежность, сосредоточение, невозмутимость. И почему? Вялый ум трудно взбодрить этими факторами. Но, монахи, когда ум вялый, это подходящее время для развития таких факторов просветления, как исследование феноменов, усердие, восторг. И почему? Вялый ум легко взбодрить этими факторами. Представьте, как если бы человек захотел сделать так, чтобы небольшое пламя вспыхнуло. Если он будет подкладывать сухую траву, сухой навоз, сухие палки, если он будет раздувать пламя, не будет посыпать его землей, сможет ли он сделать так, чтобы это небольшое пламя вспыхнуло? Да, учитель. Точно так же и когда ум вялый, это подходящее время для развития таких факторов просветления, как исследование феноменов, усердие, восторг. И почему? Вялый ум легко расшевелить этими факторами. Возбужденный ум. Монахи, когда ум возбужден, то это неподходящий момент для развития таких факторов просветления, как исследование феноменов, усердие, восторг. И почему? Возбужденный ум трудно успокоить этими факторами. Представьте, как если бы человек захотел погасить большое пламя. Если он будет подкладывать сухую траву, сухой навоз, и сухие палки, будет раздувать пламя, и не будет посыпать его землей, сможет ли он погасить это большое пламя? Точно так же и когда ум возбужден, это неподходящий момент для развития таких факторов просветления, как исследование феноменов, усердие, восторг. И почему? Возбужденный ум трудно успокоить этими факторами. Но когда ум возбужден, это подходящее время для развития таких факторов просветления, как безмятежность, сосредоточение, невозмутимость. И почему? Потому что возбужденный ум легко успокоить этими факторами. Представьте, как если бы человек захотел погасить большое пламя. Если он будет подкладывать сырую траву, сырой навоз, сырые палки, если он будет прыскать на него водой и посыпать его землей, сможет ли он погасить это большое пламя? Точно так же и когда ум возбужден, это подходящее время для развития факторов просветления как безмятежность, сосредоточение, невозмутимость. И почему? Потому что возбужденный ум легко успокоить этими факторами. Но что касается осознанности, монахи, то я утверждаю, что она всегда полезна. Метта Сахагата Сутта, сопровождаемый доброжелательностью. СН 46-54. Однажды благословенный пребывал в стране Калиев, где был город Калиев под названием Халиддавасана. И тогда, утром, группа монахов, одевшись и взяв чашь и одеяние, вошла в Халиддавасану собирать подаяния. Мысль пришла к ним, слишком рано ходить по Халиддавасане в поисках подаяний. Что если мы отправимся в парк, где собираются странники-приверженцы иных учений? И тогда те монахи отправились в парк, где собираются странники-приверженцы иных учений. Они обменялись с теми странниками-вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сели рядом. Тогда странники обратились к ним, друзья, отшельник Гатама обучает Дхаме своих учеников так, «Ну же, монахи, отбросьте пять помех, загрязнений ума, что ослабляют мудрость, и пребывайте, наполняя первую сторону света умом, наполненным доброжелательностью, как и вторую сторону, третью сторону и четвертую сторону. Вверх, вниз, вокруг и всюду ко всем как к самому себе наполняйте весь мир умом, наделенным доброжелательностью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вверх, вниз, вокруг и всюду ко всем как к самому себе наполняйте весь мир умом, наделенным состраданием, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вверх, вниз, вокруг и всюду ко всем как к самому себе наполняйте весь мир умом, наделенным состраданием, обильным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вверх, вниз, вокруг и всюду ко всем как к самому себе наполняйте весь мир умом, наделенным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Мы тоже, друзья, обучаем Дхамме наших учеников так, ну же, друзья, отбросьте пять помех, загрязнений ума, что ослабляют мудрость, наполняя первую сторону света умом, наполненным доброжелательностью, состраданием, срадованием, невозмутимостью, как и вторую сторону, третью сторону и четвертую сторону. Вверх, вниз, вокруг и всюду ко всем как к самому себе наполняйте весь мир умом, наделенным невозмутимостью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Так что, друзья, в чем же разница, в чем же несоответствие, в чем же отличие между отшельником Готама и нами в отношении одного учения Дхаммы и другого, в отношении одного способа наставления и другого? И тогда те монахи не возрадовались, не отвергли утверждений тех странников. Не возрадовавшись, не отвергнув их, они поднялись со своих сидений и ушли, думая так, мы узнаем суть этого утверждения в присутствии самого Благословенного. И затем те монахи, собрав подаяние в Халиддавасыне, вернувшись с хождения за подаяниями, пообедав, отправились к Благословенному. Поклонившись ему, они сели рядом и поведали ему обо всей беседе, что имело место между ними и теми странниками. Благословенный ответил, монахи, когда странники приверженцы других учений говорят так, то их следует спросить, друзья, как нужно развивать освобождение ума доброжелательностью? Каково его назначение, его кульминация, его плод, его конечная цель? Как нужно развивать освобождение ума со страданием? Каково его назначение, его кульминация, его плод, его конечная цель? Как нужно развивать освобождение ума с радованием? Каково его назначение, его кульминация, его плод, его конечная цель? Как нужно развивать освобождение ума невозмутимостью? Каково его назначение, его кульминация, его плод, его конечная цель? Будучи спрошенными так, те странники не смогут ответить, и тогда их будет ожидать лишь недовольство. И почему? Потому что это находится в них сфера знаний. Я не вижу, монахи, кого-либо в этом мире с его дэвами, Марой и Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей, кто мог бы удовлетворить ум ответом на эти вопросы, кроме Татхагата или ученика Татхагата или того, кто услышал об этом от них. Один, и как, монахи, нужно развивать освобождение ума доброжелательностью? Каково его назначение, его кульминация, его плод, его конечная цель? Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления, сопровождаемый доброжелательностью, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, сопровождаемый доброжелательностью, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в представлении. Если он пожелает, пусть я буду пребывать в восприятии отвратительного в неотвратительном, он пребывает, воспринимая отвратительное в этом. Если он пожелает, пусть я буду пребывать в восприятии неотвратительного в отвратительном, он пребывает, воспринимая неотвратительное в этом. Если он пожелает, пусть я буду пребывать в восприятии отвратительного и в неотвратительном и в отвратительном, он пребывает, воспринимая отвратительное в этом. Если он пожелает, пусть я буду пребывать в восприятии неотвратительного и в неотвратительном и в отвратительном, он пребывает, воспринимая неотвратительное в этом. Если он пожелает, избегая неотвратительного и отвратительного, пусть я буду пребывать в невозмутимости, осознанным и бдительным, он пребывает в этом, будучи невозмутимым, осознанным и бдительным. Один. Или же он входит и пребывает в освобождение красивым. Монахи, я говорю вам, освобождение ума доброжелательностью имеет красивой своей кульминации для мудрого монаха, который не достиг более высокого освобождения. 2. И как, монахи, нужно развивать освобождение ума состраданием? Каково его назначение, его кульминация, его плод, его конечная цель? Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления, сопровождаемый состраданием, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, сопровождаемый состраданием, которое основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в оставлении. Если он пожелает, пусть я буду пребывать в восприятии отвратительного. Если он пожелает, избегая неотвратительного и отвратительного, пусть я буду пребывать в невозмутимости, осознанном и бдительном, он пребывает в этом, будучи невозмутимым, осознанным и бдительным. Или же с полным преодолением восприятий форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимание на восприятие множественности, воспринимая «безграничное пространство», он входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Монахи, я говорю вам, освобождение ума со страданием имеет сферу безграничного пространства своей кульминации для мудрого монаха, который не достиг более высокого освобождения. Три, и как, монахи, нужно развивать освобождение ума с орадованием? Каково его назначение, его кульминация, его плод, его конечная цель? Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления, сопровождаемый с орадованием, исследовании феноменов, усердии, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, сопровождаемый с орадованием, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Или же с полным преодолением сферы безграничного пространства, осознавая, что сознание безграничное, он входит и пребывает в сфере безграничного сознания. Монахи, я говорю вам, освобождение ума с радованием имеет сферу безграничного сознания своей кульминации для мудрого монаха, который не достиг более высокого освобождения. 4. И как, монахи, нужно развивать освобождение ума невозмутимостью? Каково его назначение, его кульминация, его плод, его конечная цель? Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления, сопровождаемый невозмутимостью, исследовании феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, сопровождаемый невозмутимостью, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в оставлении. Или же с полным преодолением сферы безграничного сознания, осознавая, что здесь ничего нет, он входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Монахи, я говорю вам, освобождение ума невозмутимостью имеет сферу отсутствия всего своей кульминации для мудрого монаха, который не достиг более высокого освобождения. 1. Комментарий 1. Чтобы воспринимать отвратительное в неотвратительном, следует наполнять привлекательный объект идеей непривлекательности и загрязненности, либо же рассматривать его как непостоянный. 2. Чтобы воспринимать неотвратительное в отвратительном, следует наполнять неприятный объект доброжелательностью или же рассматривать его как состоящий из элементов. 3. И 4. Аналогичным образом, но к обоим видам объектов совместно, пять, так, как это и объясняется в тексте сутты. Два, согласно комментариям, четыре безмерных, брахмавихары, ведут только к миру форм. В суттах же, хотя в ряде мест описывается, что эта практика приводит к рождению в мире брахм, все же, не проводятся параллели между тем или иным безмерным состоянием и уровнем джханы. Таким образом, к данной сутте комментарию приходится давать натянутые объяснения на предмет верхней границы каждой из брахмавихар, особенно в отношении бесформенных достижений. Если кратко, то комментарий поясняет это так. Один, тот, кто пребывает в доброжелательности, тот может легко направить ум на цветную косину и достичь освобождения красивого, то есть джханы, основанной на косине цвета. Два, тот, кто пребывает в сострадании, тот видит опасность в форме, таким образом, развивает основу безграничного пространства, которое является спасением от форм. Три, тот, кто пребывает в сорадовании, постигает радостный ум существ и легко входит в сферу безграничного сознания. Четыре, тот, кто пребывает в невозмутимости, тот обладает умением отводить ум от удовольствия и боли, и потому может легко направить его на отсутствие любой конкретной сущности в сфере отсутствия всего. Примечание переводчика С.В. Об элементе красоты в контексте медитативных достижений говорится также в С.Н. 14.11. Сангарава сутта, Сангарава. С.Н. 46.55. В Саваттхе. И тогда Брахман Сангарава отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Благословенному, мастер Гатама, в чем условии, в чем причина, из-за чего бывает так, что те гимны, которые долгое время декламировались для заучивания вслух, не вспоминаются, уж не говоря о тех, которые не декламировались. В чем условии, в чем причина, из-за чего бывает так, что те гимны, которые долгое время не декламировались для заучивания вслух, вспоминаются, уж не говоря о тех, которые декламировались. Чувственные желания. Брахман, когда кто-либо пребывает с умом, охваченным чувственной жаждой, переполненным чувственной жаждой, и не понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшей чувственной жажды, то в этом случае он не знает и не видит в соответствии с действительностью собственного блага, блага других, блага обоих. И тогда даже те гимны, которые долгое время декламировались вслух, не вспоминаются, уж не говоря о тех, которые не декламировались. Представь, брахман, чашу с водой, которая смешана с лаком, куркумой, синей краской или кармазином. Если бы человек с хорошим зрением стал бы изучать отражение своего лица в ней, то он бы не смог не узнать, не увидеть его в соответствии с действительностью. Точно так же, брахман, когда кто-либо пребывает с умом, охваченным чувственной жаждой, переполненным чувственной жаждой, и не понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшей чувственной жажды, то в этом случае он не знает и не видит в соответствии с действительностью собственного блага, блага других, блага обоих. И тогда даже те гимны, которые долгое время декламировались вслух, не вспоминаются, уж не говоря о тех, которые не декламировались. Недоброжелательность. Далее, Брахман, когда кто-либо пребывает с умом, охваченным недоброжелательностью, переполненным недоброжелательностью, и не понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшей недоброжелательности, то в этом случае он не знает и не видит в соответствии с действительностью собственного блага, блага других, блага обоих. И тогда даже те гимны, которые долгое время декламировались вслух, не вспоминаются, уж не говоря о тех, которые не декламировались. Представь, брахман, чашу с водой, которая нагревается на огне, так что вода в ней кипит и пузырится. Если бы человек с хорошим зрением стал бы изучать отражение своего лица в ней, то он бы не смог не узнать, не увидеть его в соответствии с действительностью. Точно так же, брахман, когда кто-либо пребывает с умом, охваченным недоброжелательностью. Не декламировались. Лень и апатия. Далее, брахман, когда кто-либо пребывает с умом, охваченным ленью и апатией, переполненным ленью и апатией, и не понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшей лень и апатии, то в этом случае он не знает и не видит в соответствии с действительностью собственного блага, блага других, блага обоих. И тогда даже те гимны, которые долгое время декламировались вслух, не вспоминаются, уж не говоря о тех, которые не декламировались. Представь, брахман, чашу с водой, которая заросла водорослями. Если бы человек с хорошим зрением стал бы изучать отражение своего лица в ней, то он бы не смог не узнать, не увидеть его в соответствии с действительностью. Точно так же, брахман, когда кто-либо пребывает с умом, охваченным ленью и апатией. Не декламировались. Неугомонность и сожаление. Далее, брахман, когда кто-либо пребывает с умом, охваченным неугомонностью и сожалением, переполненным неугомонностью и сожалением, и не понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшей неугомонности и сожаления, то в этом случае он не знает и не видит в соответствии с действительностью собственного блага, благо других, благо обоих. И тогда даже те гимны, которые долгое время декламировались вслух, не вспоминаются, уж не говоря о тех, которые не декламировались. Представь, брахман, чашу с водой, что обдувается ветром, и по поверхности воды идет рябь, образуется завихрение волны. Если бы человек с хорошим зрением стал бы изучать отражение своего лица в ней, то он бы не смог не узнать, не увидеть его в соответствии с действительностью. Точно так же, брахман, когда кто-либо пребывает с умом, охваченным неугомонностью и сожалением, не декламировались сомнения. Далее, брахман, когда кто-либо пребывает с умом, охваченным сомнением, переполненным сомнением, и не понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшего сомнения, то в этом случае он не знает и не видит в соответствии с действительностью собственного блага, благо других, благо обоих. И тогда даже те гимны, которые долгое время декламировались вслух, не вспоминаются, уж не говоря о тех, которые не декламировались. Представь, брахман, чашу смутной грязной взболтанной водой, которую поставили бы в темное место. Если бы человек с хорошим зрением стал бы изучать отражение своего лица в ней, то он бы не смог не узнать, не увидеть его в соответствии с действительностью. Точно также, брахман, когда кто-либо пребывает с умом, охваченным сомнением. Не декламировались. Вот в чем, брахман, условий, причина, из-за чего бывает так, что те гимны, которые долгое время декламировались для заучивания вслух, не вспоминаются, уж не говоря о тех, которые не декламировались. Отсутствие пяти помех. Брахман, когда кто-либо пребывает с умом, не охваченным чувственной жаждой, не переполненным чувственной жаждой, и понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшей чувственной жажды, то в этом случае он знает и видит в соответствии с действительностью собственные блага, блага других, блага обоих. И даже те гимны, которые долгое время не декламировались для заучивания вслух, вспоминаются, уж не говоря о тех, которые декламировались. Представь, брахман, чашу с водой, которая не смешана с лаком, куркумой, синей краской или кармазином. Если бы человек с хорошим зрением стал бы изучать отражение своего лица в ней, то он бы смог узнать и увидеть его в соответствии с действительностью. Точно так же, брахман, когда кто-либо пребывает с умом, неохваченным чувственной жаждой. Декламировались. Далее, брахман, когда кто-либо пребывает с умом, неохваченным недоброжелательностью, не переполненным недоброжелательностью, и понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшей недоброжелательности, то в этом случае он знает и видит в соответствии с действительностью собственные блага, блага других, блага обоих. И даже те гимны, которые долгое время не декламировались для заучивания вслух, вспоминаются, уж не говоря о тех, которые декламировались. Представь, брахман, чашу с водой, которая не нагревается на огне, так что вода в ней не кипит и не пузырится. Если бы человек с хорошим зрением стал бы изучать отражение своего лица в ней, то он бы смог узнать и увидеть его в соответствии с действительностью. Точно так же, брахман, когда кто-либо пребывает с умом, неохваченным недоброжелательностью. Декламировались. Далее, брахман, когда кто-либо пребывает с умом, неохваченным ленью и апатией, непереполненным ленью и апатией, и понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшей леньи и апатии, то в этом случае он знает и видит в соответствии с действительностью собственные блага, блага других, блага обоих. И даже те гимны, которые долгое время не декламировались для заучивания вслух, вспоминаются, уж не говоря о тех, которые декламировались. Представь, Брахман, чашу с водой, которая не заросла водорослями. Если бы человек с хорошим зрением стал бы изучать отражение своего лица в ней, то он бы смог узнать и увидеть его в соответствии с действительностью. Точно так же, Брахман, когда кто-либо пребывает с умом, неохваченным ленью и апатией. Декламировались. Далее, Брахман, когда кто-либо пребывает с умом, неохваченным неугомонностью и сожалением, не переполненным неугомонностью и сожалением, и понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшей неугомонности и сожаления, то в этом случае он знает и видит в соответствии с действительностью собственное благо, благо других, благо обоих. И даже те гимны, которые долгое время не декламировались для заучивания вслух, вспоминаются, уж не говоря о тех, которые декламировались. Представь, Брахман, чашу с водой, что не обдувается ветром, и по поверхности воды не идет рябь, не образуется завихрение волны. Если бы человек с хорошим зрением стал бы изучать отражение своего лица в ней, то он бы смог узнать и увидеть его в соответствии с действительностью. Точно так же, Брахман, когда кто-либо пребывает с умом, неохваченным неугомонностью и сожалением. Декламировались. Далее, Брахман, когда кто-либо пребывает с умом, неохваченным сомнением, не переполненным сомнением, и понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшего сомнения, то в этом случае он знает и видит в соответствии с действительностью собственное благо, благо других, благо обоих. И даже те гимны, которые долгое время не декламировались для заучивания вслух, вспоминаются, уж не говоря о тех, которые декламировались. Представь, Брахман, чашу с чистой, ясной, прозрачной водой, которую поставили бы на свет. Если бы человек с хорошим зрением стал бы изучать отражение своего лица в ней, то он бы смог узнать и увидеть его в соответствии с действительностью. Точно так же, Брахман, когда кто-либо пребывает с умом, неохваченным сомнением, декламировались. Вот в чем, Брахман, условий, в чем причина, из-за чего бывает так, что те гимны, которые долгое время не декламировались для заучивания вслух, вспоминаются, уж не говоря о тех, которые декламировались. Семь факторов просветления. Эти семь факторов просветления, Брахман, являются ни препятствиями, ни помехами, ни загрязнениями ума. Будучи развитыми и взращенными, они ведут к реализации плода истинного знания и освобождения. Какие семь? Осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления является ни препятствием, ни помехой, ни загрязнением ума. Эти семь факторов просветления являются ни препятствиями, ни помехами, ни загрязнениями ума. Будучи развитыми и взращенными, они ведут к реализации плода истинного знания и освобождения. Когда так было сказано, Брахман Сынгарава обратился к благословенному «Великолепно, мастер Гатама!» «Великолепно, мастер Гатама!» Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. «Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхе-монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». Абхая сутта, Абхая. СН. 46.56. «Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на гаре «Утес ястребов». И тогда принц Абхая отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Господин, Пуранакасапа говорит так, нет условия и причины для отсутствия знания и видения. Отсутствие знания и видения не имеет условия и причины. Нет условия и причины знания и видения. Знания и видения возникают без условий и беспричинно. Что благословенный скажет на это? Принц, есть условия и причины для отсутствия знания и видения. Отсутствие знания и видения имеет условия и причину. Есть условия и причина знания и видения. Знания и видения возникают благодаря условию и причине. Но, господин, каковы условия и причины для отсутствия знания и видения? Каким образом отсутствие знания и видения имеет условия и причину? Бывает так, принц, когда кто-либо пребывает с умом, охваченным чувственной жаждой, переполненным чувственной жаждой, и не понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшей чувственной жажды, то в этом заключается условие и причина для отсутствия знания и видения. Вот таким образом отсутствие знания и видения имеет условие и причину. Далее, принц, бывает так, когда кто-либо пребывает с умом, охваченным недоброжелательностью, ленью и апатией, неугомонностью и сожалением, сомнением, переполненным сомнением, и не понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшего сомнения, то в этом также заключается условие и причина для отсутствия знания и видения. Вот таким образом отсутствие знания и видения имеет условие и причину. Как называется это изложение Дхаммы, господин? Оно называется помехами, принц. Вне сомнений, таковы помехи, благословенный. Вне сомнений, это помехи, а счастливый. Будучи охваченным даже лишь одной из помех, человек не будет знать и видеть вещи в соответствии с действительностью, не говоря уже о том, если он охвачен всеми пятью помехами. Но, господин, каковы условия и причины для знания и видения? Каким образом знание и видение имеет условие и причину? Принц, вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. С умом, который развил осознанность как фактор просветления, он знает и видит вещи в соответствии с действительностью. Таковы условия и причины знания и видения. Вот таким образом знания и видения имеют условие и причину. Далее, принц, монах развивает исследование феноменов. Далее, принц-монах развивает усердие. Далее, принц-монах развивает восторг. Далее, принц-монах развивает безмятежность. Далее, принц-монах развивает сосредоточение. Далее, принц-монах развивает невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. С умом, который развил невозмутимость как фактор просветления, он знает и видит вещи в соответствии с действительностью. Это тоже условие и причина знания и видения. Вот таким образом знания и видения имеют условие и причину. Оно называется факторами просветления, принцип. Вне сомнений, таковы факторы просветления, благословенный. Вне сомнений, это факторы просветления, а счастливый. Тот, кто имеет лишь один фактор просветления, будет знать и видеть вещи в соответствии с действительностью, не говоря уже о том, кто имеет все семь факторов просветления. Та телесная усталость и умственная усталость, которые я испытывал из-за восхождения на гору утес ястребов, исчезли. Я постиг Дхамму. Один. Один, такое утверждение о постижении Дхаммы в текстах обычно означает достижение и вступление в поток. Адхика сутта, скелет. СН 46.57. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, когда восприятие скелета развито и возвращено, это приносит великий плод и благо. И как, монахи, восприятие скелета развито и возвращено, что это приносит великий плод и благо? Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления, сопровождаемый восприятием скелета, основанный на отречении, бесстрастии, прекращении, созревающего освобождении. Он развивает исследование феноменов, усердий, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, сопровождаемый восприятием скелета, основанный на отречение, бесстрастие, прекращении, созревающее в освобождении. Вот так восприятие скелета, будучи развитым и возвращенным, приносит великий плод и благо. Монахи, когда восприятие скелета развито и возвращено, то можно ожидать одного из этих двух плодов, либо окончательного знания в этой самой жизни, либо, если еще осталось цепляние, плода невозвращения. И как, монахи, восприятие скелета развито и возвращено, что можно ожидать одного из этих двух плодов, либо окончательного знания в этой самой жизни, либо, если еще осталось цепляние, плода невозвращения? Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления, сопровождаемый восприятием скелета, основанный на отречении, бесстрастии, прекращении, созревающего освобождении. Он развивает исследование феноменов усердий, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, сопровождаемый восприятием скелета, основанный на отречении, бесстрастии, прекращении, созревающего освобождении. Вот так развивается и взращивается восприятие скелета, что можно ожидать одного из этих двух плодов, либо окончательного знания в этой самой жизни, либо, если еще осталось цепляние, плода невозвращения. Монахи, когда восприятие скелета развито и взращено, оно ведет к великой благости. И как, монахи, восприятие скелета развито и взращено, что оно ведет к великой благости? Вот, монахи, монах развивает осознанность созревающего освобождения. Вот так восприятие скелета, будучи развитым и взращенным, ведет к великой благости. Монахи, когда восприятие скелета развито и взращено, оно ведет к непревзойденной защите от подневольности. И как, монахи, восприятие скелета развито и взращено, что оно ведет к непревзойденной защите от подневольности? Вот, монахи, монах развивает осознанность созревающего освобождения. Вот так восприятие скелета, будучи развитым и возвращенным, ведет к непревзойденной защите от подневольности. Монахи, когда восприятие скелета развито и возвращено, оно ведет к величайшему ощущению срочности покинуть сансару. И как, монахи, восприятие скелета развито и возвращено, что оно ведет к величайшему ощущению срочности? Вот, монахи, монах развивает осознанность созревающего освобождения. Вот так восприятие скелета, будучи развитым и взращенным, ведет к величайшему ощущению срочности. Монахи, когда восприятие скелета развито и взращено, оно ведет к приятному пребыванию. Один. И как, монахи, восприятие скелета развито и взращено, что оно ведет к приятному пребыванию? Вот, монахи, монах развивает осознанность созревающего освобождения. Вот так восприятие скелета, будучи развитым и взращенным, ведет к приятному пребыванию. Один, в суттах под достижением приятного пребывания подразумевается достижение джханы. Сутты СН 46-58-76. Сутты идентичны СН 46-57, но в каждой меняется объект медитации, монахи, когда восприятие червивого трупа развита. СН 46-58, монахи, когда восприятие синевато-бледного трупа развита. СН 46-59, монахи, когда восприятие расчлененного трупа развита. СН 46-60, монахи, когда восприятие вздувшегося трупа развита. СН 46-61, монахи, когда доброжелательность развита. СН 46-62, монахи, когда сострадание развита. СН 46-63, монахи, когда срадование развита. СН 46-64, монахи, когда невозмутимость развита. СН-46-65, монахи, когда осознанность к дыханию развита. СН-46-66, монахи, когда восприятие нечистот тела развита. СН-46-67, монахи, когда восприятие смерти развита. СН-46-68, монахи, когда восприятие отвратительности пищи развита. СН-46-69, монахи, когда восприятие разочарование во всем мире развито. СН 4670, монахи, когда восприятие непостоянства развито. СН 4671, монахи, когда восприятие страдательности в непостоянном развито. СН 4672, монахи, когда восприятие безличности в непостоянном развито. СН 4673, монахи, когда восприятие оставления развито. СН 4674, монахи, когда восприятие бесстрастия развито. СН 46.75 Монахи, когда восприятие прекращения развито. СН 46.76 Починание на сутта, Рикаганг, на восток. СН 46.77 Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как Рикаганг направляется, склоняется, устремляется к востоку, то точно так же монах, который развивает и взращивает семь факторов просветления, направляется, склоняется, устремляется к неббане. И как, монахи, монах развивает и взращивает семь факторов просветления, так что он направляется, склоняется, устремляется к неббане? Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Он развивает исследование феноменов, усердий, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращение, созревает в выставлении. Вот так, монахи, монах развивает и взращивает семь факторов просветления, так что он оправляется, склоняется, устремляется к неббане. Сутты СН 46.78.88 Все эти сутты в точности идентичны СН 46.77, но вместо реки Ганг здесь идет, река Емуна, СН 46.78, река Ачаравати, СН 46.79, река Сарабху, СН 46.80, река Махе, СН 46.81, все великие реки Ганг, Емуна, Ачаравати, Сарабху, Махе, СН 46.82. И далее, вместо склоняется на восток идет фраза склоняется к океану, река Ганг, склоняется к океану, СН 46.83, река Емуна, склоняется к океану, СН 46.84, река Ачаравати, склоняется к океану . Река Сарабху, склоняется к океану . Река Махи, склоняется к океану . Все великие реки , склоняются к океану . Татхагата сутта, Татхагата. СН 46.89. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, среди каких бы то ни было существ, безногих, двуногих, четвероногих, многоногих, состоящих из формы или бесформенных, с восприятием, без восприятия, ни с восприятием ни без восприятия, Татхагата, Арахант, полностью просветленный считается наивысшим измених. Точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим измених. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит семь факторов просветления. Монахи, и как монах развивает и взращивает семь факторов просветления? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, основанный на отречении, бесстрастие, прекращении, созревающее выставлении. Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, исследование феноменов, – усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Вот так, монахи, усердный монах развивает и взращивает семь факторов просветления. Сутты СН 46-90-98 Сутты идентичны СН 46-89 за исключением вступительной части, варианты которой приведены ниже. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как след слона покрывает след любого ходячего животного, и след слона считается величайшим среди них по размеру, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит семь факторов просветления. СН 46-90, Пада Сутта, следы. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как все стропила в доме с остроконечной крыши направлены к острию крыши, сливаются в острие крыши, и острие крыши считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит семь факторов просветления. СН 46-91, Кута Сутта, острия крыша. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих корней и черный фиалковый корень считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит семь факторов просветления. СН 46-92, Мула Сутта, корни. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих сердцевин деревьев сердцевина красного сандалового дерева считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит семь факторов просветления. СН 46-93, Сара Сутта, сердцевина. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих цветов жасмин считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит семь факторов просветления. СН 46-94, Вассика Сутта, Жасмин. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как все князья являются вассалами царя миродержца, а царь миродержца считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит семь факторов просветления. СН 46-95, Раджа Сутта, Царь. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как сияние всех звезд не составляет и одной шестнадцатой сияния луны, и сияние луны считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит семь факторов просветления. СН 46-96, Чандима Сутта, Луна. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как осенью, когда небо чистое и безоблачное, восходящее солнце рассеивает всю темноту и пространство по мере того, как оно сияет, лучится, сверкает, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит семь факторов просветления. СН 46-97, Сурия Сутта, Солнце. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех сотканных тканей кассианская ткань считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим изменях. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит семь факторов просветления. СН 4698, Ватха-сутта, ткань. Бала-сутта, усилий. СН 4699. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как любые поступки, требующие усилия, основываются на земле, опираются на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает семь факторов просветления. И как, монахи, монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивают семь факторов просветления? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердий, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивают семь факторов просветления. Биджи-сутта, семена. СН 46-100. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как любые виды семян и растений достигают роста, увеличения, разрастания, основываясь на земле, опираясь на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает семь факторов просветления, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердий, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердий, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает семь факторов просветления, и, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. Нага сутта, Наги. СН 46.101 Благословенный сказал, монахи, основываясь на Гималаях, царе всех гор, Наги насыщают свои тела и обретают силу. Когда они насытили свои тела и обрели силу, они входят в водоемы. Из водоемов они входят в озера, а затем в ручьи, а затем в реки, и, в конечном счете, они входят в океан. Там они достигают величия и разрастания тела. Точно так же, монахи, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает и взращивает семь факторов просветления, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает и взращивает семь факторов просветления, и, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. Рукхасута, Дерево. СН 46.102 Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы дерево сгибалось, склонялось и устремлялось к востоку. Если бы его срубили у основания, то в каком направлении оно бы упало? В том направлении, учитель, в котором оно сгибалось, склонялось и устремлялось. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает семь факторов просветления, то он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает семь факторов просветления, он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. Кумбха сутта, горшок. СН 46.103. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как перевернутый горшок отдает свою воду и не забирает ее обратно, то точно так же монах, который развивает и взращивает семь факторов просветления, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах, который развивает и взращивает семь факторов просветления, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. Сука-сутта «Острая щепка» СН 46-104 Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы острая щепка от риса или ячменя торчала бы в нужную сторону и ее придавили бы ногой или рукой. Могло бы произойти так, что она поранила бы руку или ногу, и выступила бы кровь. Почему? Потому что острая щепка торчала в нужную сторону. Точно так же, монахи, может произойти так, что с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, монах пронизит невежество, породит истинные знания, реализует неббану. И почему? Потому что его воззрение правильно направлено. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, пронзает невежество, порождает истинные знания, реализует неббану. Акаса сутта «Небо» СН 46.105 Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как разные ветра дуют в небе, восточные ветра, западные ветра, северные ветра, южные ветра, пыльные ветра и непыльные ветра, холодные ветра и теплые ветра, слабые ветра и сильные ветра, то точно так же, когда монах развивает и взращивает семь факторов просветления, то в нем развиваются до полноты четыре основы осознанности, развиваются до полноты четыре правильных усилия, развиваются до полноты четыре основы сверхъестественных сил, развиваются до полноты пять качеств, развиваются до полноты пять сил, развиваются до полноты семь факторов просветления. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращение, созревает выставление. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает семь факторов просветления, то в нем развиваются до полноты четыре основы. СЕМЬ ФАКТОРОВ ПРОСВЕТЛЕНИЯ ПАТХАМА МЕКХА СУТТА, ДОЖДЕВОЕ ОБЛАКО 1. СН 46106 Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как в последний месяц жаркого сезона, когда поднимается груда пыли и грязи, не по сезону большое дождевое облако растворяет ее и подавляет прямо на том самом месте, то точно так же, когда монах развивает и взращивает семь факторов просветления, какие бы вредоносные неблагие состояния не возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертной своей окончательной целью. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает семь факторов просветления, какие бы вредоносные неблагие состояния не возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. ДУТИЯ МЕКХА СУТТА, ДОЖДЕВОЕ ОБЛАКО 2 СН 46-107 Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как когда возникает большое дождевое облако, сильный ветер перехватывает его, чтобы растворить и подавить его, то точно так же, когда монах развивает и взращивает семь факторов просветления, какие бы вредоносные неблагие состояния не возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает семь факторов просветления, какие бы вредоносные неблагие состояния не возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. Нава-сутта, корабль. СН 46-108 Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы морской корабль был бы оснащен такелажем, который бы изнашивался в воде в течение шести месяцев. Его бы вытащили на сушу во время холодного сезона, и его такелаж далее подвергался бы атакам ветра и солнца. Затопленный дождем из дождевого облака такелаж легко бы обвалился и прогнил. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает семь факторов просветления, его оковы легко обваливаются и прогнивают. И каким образом? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как как фактор просветления, который имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает семь факторов просветления, его оковы легко обваливаются и прогнивают. Агантукха сутта «Гостевой дом» СН 46109 Благословенный сказал, монахи, представьте гостевой дом. Люди идут с востока, с запада, с севера, с юга и поселяются там. Кхаттия, Брахманы, Весы и Судды приходят и поселяются там. Точно так же, когда монах развивает и взращивает семь факторов просветления, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Он отбрасывает прямым знанием те вещи, которые следует отбросить прямым знанием. Он реализует прямым знанием те вещи, которые следует реализовать прямым знанием. Он развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Один, и что это, монахи, завещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания? Следует ответить так, пять совокупностей, которым происходит цепляние. Какие пять? К совокупности формы происходит цепляние, к совокупности чувства происходит цепляние, к совокупности восприятия происходит цепляние, к совокупности формации ума происходит цепляние, к совокупности сознания происходит цепляние. Эти вещи следует полностью понять посредством прямого знания. 2. Монахи, и какие вещи следует отбросить прямым знанием? Невежество и жажду к существованию. Эти вещи следует отбросить прямым знанием. 3. Монахи, и какие вещи следует реализовать прямым знанием? Истинные знания и освобождение. Эти вещи следует реализовать прямым знанием. 4. Монахи, и какие вещи следует развить прямым знанием успокоение и прозрение эти вещи следует развить прямым знанием монахи и каким образом когда монах развивает и взращивает семь факторов просветления он полностью понимает посредством прямого знания те вещи которые следует полностью понять посредством прямого знания развивает прямым знанием те вещи которые следует развить прямым знанием вот монах развивает осознанность как как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, в сосредоточении, невозмутимость как фактор просветления, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает семь факторов просветления, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Нади Сутта, Река. СН 46-110. Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы когда Рикоганг направлялась, склонялась, устремлялась на восток, пришла бы огромная толпа людей с ведрами и лопатами, думая, мы сделаем так, что это Рикоганг направится, склонится, устремится на запад. Как вы думаете, монахи, могла бы эта огромная толпа людей сделать так, чтобы Рикоганг направилась бы, склонилась, устремилась на запад? Нет, учитель. И почему? Потому что Рикоганг направляется, склоняется, устремляется на восток, и не просто сделать так, чтобы она направилась бы, склонилась, устремилась на запад. Эту огромную толпу людей ожидали бы только усталости досада. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает семь факторов просветления, царь или царские министры, близкие родня, могли бы пригласить его принять богатство, сказав, «Ну же, дорогой, ради чего эти желтые монашеские одежды обременяют тебя? Зачем странствовать туда и сюда с обритой головой и чашей для сбора подаяний? Ну же, вернувшись к низшей жизни мирянина, наслаждаясь богатством и совершая благие дела». В самом деле, монахи, когда этот монах развивает и взращивает семь факторов просветления, не может случиться так, чтобы он оставил практику и вернулся к низшей жизни. Почему? Потому что долгое время его ум направлялся, склонялся, устремлялся к отречению. Не может быть такого, чтобы он вернулся к низшей жизни. И как, монахи, этот монах развивает и взращивает семь факторов просветления? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов усердия, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах развивает и взращивает семь факторов просветления. Ясана сутта, поиски. СН 4611. В Саваттхе. Один, благословенный сказал, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Один. Таковы три вида поисков. Эти семь факторов просветления следует развить ради прямого знания этих трех поисков. И каковы эти семь факторов просветления? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает осознанность, исследование феноменов, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Эти семь факторов просветления следует развить ради прямого знания этих трех поисков. Два, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти семь факторов просветления следует развить ради полного понимания этих трех поисков. Три, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти семь факторов просветления следует развить ради полного уничтожения этих трех поисков. Четыре, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти семь факторов просветления следует развить ради полного оставления этих трех поисков. Эти семь факторов просветления следует развить ради полного оставления этих трех поисков. Один, согласно комментарию, здесь речь идет о поисках святой жизни, основанной на неправильных воззрениях. Сутты СН 46-112-120 Сутты в точности аналогичны СН 46-111, за исключением вводной части, вариации которой приведены ниже, Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида суждений. Какие три? Суждение Я – лучше, суждение Я – такое же, суждение Я – хуже. Таковы три суждения. Эти семь факторов просветления следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех суждений. СН 46-112-120 Витха сутта – суждение. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида пятен умственных загрязнений. Какие три? Пятно чувственности, пятно существования, пятно невежества. Эти семь факторов просветления следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех пятен». СН 46-113 Асава сутта – пятна. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида существований. Какие три? Существования в чувственной сфере, существования в сфере форм, существования в сфере бесформенной. Таковы три вида существования. Эти семь факторов просветления следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех существований». СН 46-114 Асава сутта – существования. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида страданий. Какие три? Страдания из-за боли, страдания из-за формации, страдания из-за перемен. Таковы три вида страданий. Эти семь факторов просветления следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех страданий». СН 46-115 Асава сутта – страданий. СН 46-115 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида бесполезностей. Какие три? Бесполезность жажды, бесполезность злобы, бесполезность заблуждения. Таковы три бесполезности. Эти семь факторов просветления следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех бесполезностей». СН 46-116 Тхила сутта – бесполезность. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида запятненностей. Какие три? Запятненность жажды, запятненность злобы, запятненность заблуждения. Таковы три запятненности. Эти семь факторов просветления следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех запятненностей». СН 46-117 Мала сутта – запятненность. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида проблем. Какие три? Проблемы жажды, проблема злобы, проблема заблуждения. Таковы три проблемы. Эти семь факторов просветления следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех проблем». СН 46-118 Никха сутта – проблемы. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида чувств. Какие три? Приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Таковы три чувства. Эти семь факторов просветления следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех чувств». СН 46-119 Ведана сутта – чувства. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида жажды. Какие три? Жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Таковы три жажды. Эти семь факторов просветления следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех видов жажды». СН 46-120 Танха сутта – жажда. Сутты СН 46-121-130 Сутты в точности аналогичны СН 46-111, за исключением вводной части, вариации которой приведены ниже. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре наводнения. Какие четыре? Наводнения и чувственности наводнения и существования наводнения и воззрения наводнения и невежества. Таковы четыре наводнения. Эти семь факторов просветления следует развивать ради прямого знания этих четырех наводнений, ради полного их понимания. понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания». СН 46-122, йога сутта – «Оковы». Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре вида оков. Какие четыре? Оковы чувственности, оковы существования, оковы воззрений, оковы невежества. Таковы четыре оковы. Эти семь факторов просветления следует развивать ради прямого знания этих четырех оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания». СН 46-122, йога сутта – «Оковы». Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре цепляния. Какие четыре? Цепляния к чувственным удовольствиям, цепляния к воззрениям, цепляния к правилам и предписаниям, цепляния к доктрине существования и я. Таковы четыре цепляния. Эти семь факторов просветления следует развивать ради прямого знания этих четырех цепляний, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания». СН 46-123, упадана сутта – «Цепляния». Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре узла. Какие четыре? Телесный, один, узел жадности, телесный узел недоброжелательности, телесный узел привязанности к правилам и предписаниям, телесный узел привязанности к догматическому утверждению об истинном. Таковы четыре узла. Эти семь факторов просветления следует развивать ради прямого знания этих четырех узлов, ради полного их понимания, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания». СН 46-124, гандха сутта – «Узлы». Благословенный сказал, «Монахи, есть эти семь скрытых склонностей». Какие семь? Скрытая склонность к чувственной жажде, скрытая склонность к отвращению, скрытая склонность к воззрениям, скрытая склонность к сомнению, скрытая склонность к самомнению, скрытая склонность к жажде существовать, скрытая склонность к невежеству. Таковы семь скрытых склонностей. Эти семь факторов просветления следует развивать ради прямого знания этих семи скрытых склонностей, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 46-125, Анусая Сутта, скрытые склонности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять нити чувственности. Какие пять? Формы, воспринимаемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, воспринимаемые ухом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Запахи, воспринимаемые носом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Вкусы, воспринимаемые языком, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Таковы пять нитечувственности. Эти семь факторов просветления следует развивать ради прямого знания этих пяти нитечувственности, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 46-126, Камагуна сутта, нитечувственности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять помех. Какие пять? Помеха чувственного желания, помеха недоброжелательности, помеха лени и апатии, помеха неугомонности и сожаления, помеха сомнения. Таковы пять помех. Эти семь факторов просветления следует развивать ради прямого знания этих пяти помех, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 46-127, Неварана сутта, помехи. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совокупностей, которым происходит цепляние. Какие пять? Форма как совокупность, которой происходит цепляние, чувство как совокупность, которой происходит цепляние, восприятие как совокупность, которой происходит цепляние, волевые формирователи как совокупность, которой происходит цепляние, сознание как совокупность, которой происходит цепляние. Таковы пять совокупностей, которым происходит цепляние. Эти семь факторов просветления следует развивать ради прямого знания этих пяти совокупностей, которым происходит цепляние, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 46-128, Упадана Кхандха-сутта, в совокупности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять нижних оков. Какие пять? Воззрение существования я, сомнений, цепляние к правилам и предписаниям, чувственное желание, недоброжелательность. Таковы пять нижних оков. Эти семь факторов просветления следует развивать ради прямого знания этих пяти нижних оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 46-129, Арамбхаги-сини-джана-сутта, пять нижних оков. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять высших оков. Какие пять? Жажда к формам, жажда к бесформенности, самомнений, неугомонность, невежество. Таковы пять высших оков. Эти семь факторов просветления следует развивать ради прямого знания этих пяти высших оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 46-130, Уттхамбхаги-сини-джана-сутта, пять высших оков. Один, Кайгантха. Комментарий поясняет это как узел в наморупе, теле и сознании. Сутты СН 46-131-184. Все эти сутты в точности аналогичны суттам СН 46-77-130, но только фраза основана на отречении, бесстрастие, прекращении созревает в освобождении, что встречается во всех этих суттах, замещается на такую, имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Амбапали сутта, Амбапали. СН 47-1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Весале в роще Амбапали. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Да, учитель, отвечали монахи. Благословенный сказал так, монахи, таков прямой путь к очищению существ, к преодолению печали и стенания, к прекращению боли и недовольства, к достижению метода, к реализации нигбаны, то есть, четыре основы осознанности. Какие четыре? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Таков, монахи, прямой путь к очищению существ, к преодолению печали и истинания, к прекращению боли и недовольства, к достижению метода, к реализации нигбаны, то есть, четыре основы осознанности. Так сказал благословенный. Водушевленные, те монахи восхитились словами благословенного. Сати сутта, осознанность. СН 47-2. Однажды благословенный пребывал в Висале в роще Мбапали. Там благословенный обратился к монахам, монахи. Да, учитель, отвечали монахи. Благословенный сказал так, монахи, монах должен пребывать осознанным и бдительным, таково наше наставление вам. И как, монахи, монах осознан? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным. Устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Вот так, монахи, монах осознан. И как, монахи, монах тренирует бдительность? Вот, монахи, монах действует с бдительностью, когда идет вперед и возвращается, когда смотрит вперед и смотрит в сторону, когда сгибает и разгибает свои члены, когда несет одежду и верхние одежды. деянии, в свою чашу, когда ест, пьет, жует, распробывает, когда мочится и испражняется, когда идет, стоит, сидит, засыпает, просыпается, разговаривает и молчит. Вот так этот монах тренирует бдительность. Монахи, монах должен пребывать осознанным и бдительным, таково наше наставление вам. Тхикху Сутта, Монах. СН 47.3. Однажды благословенный пребывал в Саввадь-Тхи в роще Джеты в монастыре Анатхай-Пиндике. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, было бы хорошо, если бы благословенный вкратце научил бы меня Дхаме так, чтобы я пребывал бы один, в уединении, будучи прилежным, старательным, решительным. Благословенный ответил, вот так и бывает, когда некие глупцы обращаются ко мне с вопросами, но когда им была поведана Дхама, они думают только о том, чтобы бегать за мной по пятам. Один. Пусть благословенный вкратце объяснит мне Дхаму. Пусть счастливый вкратце объяснит мне Дхаму. Быть может, я смогу понять смысл сказанного благословенным. Быть может, я стану преемником утверждения благословенного. Что же, монах, в таком случае очистить отправную точку благих состояний. И какова отправная точка благих состояний? Это хорошо очищенная нравственность и выправленные воззрения. Затем, монах, когда твоя нравственность будет хорошо очищена, а воззрение выправлено, то, опираясь на нравственность, основываясь на нравственности, тебе следует развивать четыре основы осознанности тройственным способом. Какие четыре? Монах, пребывай в созерцании тела в теле внутреннее, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Пребывай в созерцании тела в теле внешне, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Пребывай в созерцании тела в теле внутреннее и внешне, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Пребывай в созерцании чувств в чувствах. Пребывай в созерцании умовыми. Пребывай в созерцании феноменов в феноменах внутреннее, внешнее, внутреннее и внешне, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Когда, монах, опираясь на нравственность, основываясь на нравственности, ты так развиваешь эти четыре основы осознанности тройственным способом, то тогда, будь то день или ночь, ты можешь ожидать только лишь возрастания благих состояний, а не их уменьшения. И тогда тот монах, восхитившись и возрадовавшись словам благословенного, поднялся со своего сиденья и, поклонившись благословенному, ушел, обойдя его с правой стороны. И затем, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, тот монах, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так тот монах стал одним из арахантов. Один, согласно комментарию, этот монах получил наставление от Будды, но не практиковал, ослонялся туда и сюда. САЛА СУТТА, САЛА СН 47.4 Однажды Благословенный пребывал в стране Касау в брахманской деревне Сала. Там Благословенный обратился к монахам так, монахи, тех монахов, которые только что получили посвящение, которые недавно ушли в бездомную жизнь, недавно пришли к этой Дхамме Винае, вам следует наставлять, укоренять, и утверждать в развитии четырех основ осознанности. Каких четырех? В этих четырех, говоря так, ну же, друзья, пребывайте в созерцании тела в теле, будучи старательными, бдительными, собранными, с ясным умом, сосредоточенными, с однонаправленным умом, чтобы знать тело в соответствии с действительностью. Пребывайте в созерцании чувств в чувствах, чтобы знать их в соответствии с действительностью. Пребывайте в созерцании ума в уме, чтобы знать его в соответствии с действительностью. Пребывайте в созерцании феномена в феноменах, чтобы знать их в соответствии с действительностью. Монахи, те монахи, которые еще ученики, не достигшие идеала своего ума, которые пребывают в устремлении к непревзойденной защите от подневольности, они тоже пребывают в созерцании тела в теле, будучи старательными, бдительными, собранными, с ясным умом, сосредоточенными, с однонаправленным умом, чтобы полностью понять его в соответствии с действительностью. Они тоже пребывают в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, чтобы полностью понять их в соответствии с действительностью. Монахи, которые араханты, чьи пять наумственных загрязнений уничтожены, которые прожили святую жизнь, сделали то, что следовало сделать, сбросили тяжкий груз, достигли своей цели, полностью уничтожили оковы существования, полностью освободились посредством окончательного знания, они тоже пребывают в созерцании тела в теле, будучи старательными, бдительными, собранными, с ясным умом, сосредоточенными, с однонаправленным умом, отсоединенные от тела. Они тоже пребывают в созерцании чувств в чувствах, отсоединенные от чувств, ума в уме, отсоединенные от ума, феномена в феноменах, отсоединенные от феноменов. Монахи, тех монахов, которые только что получили посвящение, которые недавно ушли в бездомную жизнь, недавно пришли к этой Дхамме Винае, вам следует наставлять, укоренять, и утверждать в развитии этих четырех основ осознанности. Куселарасы сутта «Куча благого» СН 47.5 В Саваттхе. Там Благословенный сказал так, «Монахи, если бы кто-либо назвал бы что-либо кучей неблагого, то он правдиво бы так сказал о пяти помехах. Поскольку это полнейшая куча неблагого, то есть, пять помех. Какие пять? Помеха чувственного желания, помеха недоброжелательности, помеха лени и апатии, помеха неугомонности и сожаления, помеха сомнений. Если бы кто-либо назвал бы что-либо кучей неблагого, то он правдиво бы так сказал о пяти помехах. Поскольку это полнейшая куча неблагого, то есть, пять помех. Если, монахи, кто-либо назвал бы что-либо кучей благого, то он правдиво бы так сказал о четырех основах осознанности. Поскольку это полнейшая куча благого, то есть, четыре основы осознанности. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Два, он пребывает в созерцании чувств в чувствах. Три, он пребывает в созерцании умовыми. Четыре, он пребывает в созерцании феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Если кто-либо назвал бы что-либо кучу благого, то он правдиво бы так сказал о четырех основах осознанности. Поскольку это полнейшая куча благого, то есть, четыре основы осознанности. Саквнахкхи сутта, Ястреб. СН 47.6. Благословенный сказал, монахи, как-то раз Ястреб внезапно спикировал вниз и схватил перепела. И пока Ястреб нес перепела, тот расплакался, какие же мы неудачливые, как слабы наши заслуги. Мы вышли за пределы своего обиталища и попали в чужие владения. Если бы сегодня мы остались в пределах своего обиталища, в наших родных владениях, то у этого Ястреба не было бы ни единого шанса против меня в схватке. Ястреб ответил, и каково же, перепел, это твое обиталище, каковы твои родные владения? Свежевспаханное поле с комками почвы. И тогда Ястреб, уверенный в своей силе, не хвастаясь своей силой, отпустил перепела и сказал, лети, перепел, но даже там ты не убежишь от меня. И тогда, монахи, перепел полетел к свежевспаханному полю, покрытому комками почвы. Взобравшись на большой ком, он сел там и сказал Ястребу, давай, Ястреб, поймай меня. Давай, Ястреб, поймай меня. И тогда Ястреб, уверенный в своей силе, не хвастаясь своей силой, сложил свои крылья и спикировал на перепела. Но когда перепел понял, этот Ястреб уже близко, то он юркнул внутрь комка, а Ястреб разбил себе грудь на этом самом месте. Вот так оно, монахи, когда кто-либо выходит за пределы своего обиталища и попадает в чужие владения. Поэтому, монахи, не выходите за пределы своего обиталища в чужие владения. Мара схватит того, кто вышел за пределы своего обиталища в чужие владения. Мара сможет схватить его. И что не является обиталищем монаха, но является чужими владениями, это пять нити чувственного удовольствия. Какие пять? Формы, воспринимаемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, воспринимаемые ухом. Запахи, воспринимаемые носом. Вкусы, воспринимаемые языком. Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Таковы пять нити чувственного удовольствия. Это то, что не является обиталищем монаха, но является чужими владениями. Отправляйтесь, монахи, в свои собственные родные владения. Мара не схватит того, кто ушел в свое собственное обиталище, в свои родные владения. Мара не сможет схватить его. И что является обиталищем монаха, его родными владениями? Это четыре основы осознанности. Какие четыре? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств, в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Таково, монахи, обиталище монаха, его родные владения. Макката сутта, обезьяна. СН 47.7. Благословенный сказал, монахи, в Гималаях, царе всех гор, есть неровные и труднопроходимые места, куда не могут добраться ни обезьяны, ни люди, есть неровные и труднопроходимые места, куда могут добраться обезьяны, но не люди, есть ровные и восхитительные места, куда могут добраться и обезьяны люди. И там, вдоль путей, по которым ходят обезьяны, охотник ставит смоленую ловушку, чтобы ловить обезьян. Те обезьяны, которые не глупы и не легкомысленны, увидев смолу, держатся от нее подальше. Но глупая легкомысленная обезьяна подходит к смоле, хватает ее своей рукой и тут же оказывается пойманной. Думая, я освобожу свою руку, она хватает ее другой рукой и тут же оказывается пойманной. Думая, я освобожу обе руки, она хватает ее ногой и тут же оказывается пойманной. Думая, я освобожу обе руки и ногу, она хватает ее другой ногой и тут же оказывается пойманной. Думая, я освобожу ее руки и ноги, она тычет туда своей мордой и тут же оказывается пойманной. Так, монахи, эта обезьяна, пойманная в пяти местах, лежит там и лежит. Она повстречала свою беду и несчастье, и охотник может делать с ней что пожелает. Охотник пронзает ее, укрепляя на той же самой доске с ловушкой и идет куда захочет. Вот так оно, монахи, когда кто-либо выходит за пределы своего обиталища и попадает в чужие владения. Поэтому, монахи, не выходите за пределы своего обиталища в чужие владения. Мара схватит того, кто вышел за пределы своего обиталища в чужие владения. Мара сможет схватить его. И что не является обиталищем монаха, но является чужими владениями, Это пять нити чувственного удовольствия. Какие пять? Формы, воспринимаемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, воспринимаемые ухом. Запахи, воспринимаемые носом. Вкусы, воспринимаемые языком. Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Таковы пять нити чувственного удовольствия. Это то, что не является обиталищем монаха, но является чужими владениями. Отправляйтесь, монахи, в свои собственные родные владения. Мара не схватит того, кто ушел в свое собственное обиталище, в свои родные владения. Мара не сможет схватить его. И что является обиталищем монаха, его родными владениями? Это четыре основы осознанности. Какие четыре? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Таково, монахи, обиталище монаха, его родные владения. Суда сутта, повар. С.Н. 47.8. Благословенный сказал, монахи, представьте глупого, не обученного, неумелого повара, который приготовил бы для теряя или царского министра различные виды карри, кислой, горькой, острой, сладкой, едкой, неострой, соленой, умеренной. И этот глупый, не обученный, неумелый повар не уловил бы предмета предпочтения своего хозяина, сегодня такое-то карри порадовало моего хозяина, или же он чаще брал именно такое-то карри, или же он брал много такого-то карри, или же он хвалил вот это карри, или же кислый карри порадовало моего хозяина сегодня, или же он чаще брал именно кислый, или же он брал много кислого, или же он хвалил кислый карри, или же горькой, острой, сладкой, едкой, неострой, соленой, умеренной. карри порадовала моего хозяина сегодня, или же он чаще брал именно умеренные, или же он брал много умеренного, или же он хвалил умеренные карри. Этот глупый, необученный, неумелый повар не добился приобретения подарков в виде одежд, прибавки, премий. И почему? Потому что этот глупый, необученный, неумелый повар не уловил предмета предпочтения своего хозяина. Точно так же, монахи, некий глупый, необученный, неумелый монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. По мере того, как он пребывает в созерцании тела в теле, его ум не становится сосредоточенным, его загрязнения ума не обрасываются, он не улавливает этого образа. 1. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. По мере того, как он пребывает в созерцании феномена в феноменах, его ум не становится сосредоточенным, его загрязнения ума не отбрасываются, он не улавливает этого образа. Этот глупый, необученный, неумелый монах не достигает приятных пребываний в этой самой жизни, и не обретает осознанности и бдительности. И почему? Потому что, монахи, этот глупый, необученный, неумелый монах не улавливает образа своего ума. Представьте, монахи, мудрого, обученного, умелого повара, который приготовил бы для теряя или царского министра различные виды карри – кислой, горькой, острой, сладкой, едкой, неострой, соленой, умеренной. И этот мудрый, обученный, умелый повар уловил бы предмет предпочтения своего хозяина, сегодня такой эту карри порадовала моего хозяина. Этот мудрый, обученный, умелый повар добился приобретения подарков в виде одежд, прибавки, премий. И почему? Потому что этот мудрый, обученный, умелый повар уловил предмет предпочтения своего хозяина. Точно так же, монахи, некий мудрый, обученный, умелый монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. По мере того, как он пребывает в созерцании тела в теле, его ум становится сосредоточенным, его загрязнения ума отбрасываются, он улавливает этот образ. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. По мере того, как он пребывает в созерцании феномена в феноменах, его ум становится сосредоточенным, его загрязнения ума отбрасываются, он улавливает этот образ. Этот мудрый, обученный, умелый монах достигает приятных пребываний в этой самой жизни и обретает осознанность и бдительность. И почему? Потому что, монахи, этот мудрый, обученный, умелый монах улавливает образ своего ума. Один, комментарий поясняет, что речь идет об улавливании образа, немиты, ума, на которой происходит вхождение в джхану. По мнению достопочтенного Тханиссара, здесь идет речь о том, что монах не обращает внимания, не замечает сам тот факт, что его ум, по мере медитации, не сосредоточивается, что помехи не исчезают. Гелана Сутта, Болин. СН 47.9. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Весале в Белу-Вагамаке. Там Благословенный обратился к монахам так, ну же, монахи, проводите сезон дождей там, где у вас есть друзья, знакомые, товарищи в округе Весале. Сам я проведу сезон дождей здесь, в Белу-Вагамаке. Да, учитель, ответили те монахи и отправились проводить сезон дождей там, где у них были друзья, знакомые, товарищи в округе Весале, тогда как Благословенный стал проводить сезон дождей прямо здесь, в Белу-Вагамаке. И затем, когда Благословенный только начал проводить сезон дождей, в нем возникла тяжелая болезнь, его охватили ужасающие смертоносные боли. Но Благословенный терпел их, будучи осознанным и бдительным, не становясь обеспокоенным. И тогда мысль пришла к Благословенному, не подобает не обрести окончательную ниббану, не обратившись прежде к моим прислужникам и не сообщив о своем уходе сангхимонахов. Почему бы мне не подавить эту болезнь посредством усилия и жить дальше, настроившись на формацию жизни? Один. И тогда Благословенный подавил эту болезнь посредством усилия и стал жить дальше, настроившись на формацию жизни. И затем Благословенный выздоровел. И вскоре после выздоровления он вышел из своего жилища и сел на подготовленное сидение в тени хижины. И тогда достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Удивительно, учитель, что Благословенный так стойко держится, чудесно, что он выздоровел. Но, учитель, когда Благословенный был болен, то мое тело было как будто заторможенным, я потерялся, учения боли мне не были ясны». И все же, меня утешало вот что, то, что Благословенный не обретет окончательно Ниббаны, не сделав заявлений насчет сангхи монахов. Чего же еще хочет сейчас от меня сангха монахов, Ананда? Я научил Дхаме, Ананда, не делая разделения на внутренние и внешние. У Татхагаты нет ничего в сжатом кулаке учителя в отношении учений. Если, Ананда, кто-либо думает так, я возглавлю сангху монахов или сангха монахов перейдет под мое руководство, то вот он и должен делать какие-либо заявления. Но, Ананда, не приходит к Татхагате такой мысли, я возглавлю сангху монахов или сангха монахов перейдет под мое руководство, так зачем же Татхагате делать некие заявления насчет сангхи монахов? Я стар, Ананда, отягощен годами, много прожил, мои дни подходят к концу. Мне идет 80-й год. Подобно тому, как старая телега еще едет лишь потому, что скреплена связками из ремней, то точно так же, кажется, что и тело Татхагаты держится лишь на связке из ремней. Каждый раз, когда, не обращая внимания на все объекты, посредством прекращения определенных чувств, Татхагата входит и пребывает в беспредметном сосредоточении ума, то тогда, Ананда, тело Татхагаты ощущается более комфортным. Поэтому, Ананда, будьте сами себе островом, сами себе прибежищем, не имея иного прибежища, живите с Тхаммой в качестве острова, с Тхаммой в качестве прибежища, не имея иного прибежища. И как, Ананда, монах пребывает, являясь сам себе островом, не имея иного прибежища? Вот, Ананда, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Те монахи, Ананда, что есть сейчас или появятся, когда я уйду, которые пребывают, являясь сами себе островом, не имея иного прибежища, именно эти монахи, Ананда, будут для меня наивысшими среди тех, кто занимается практикой. 1. Джавитосангхара Согласно комментарию, это сама жизнь как таковая. Примечание переводчика СВ, данный термин отличается от формирователей жизненной силы, аюсангхара, о которых, к примеру, идет речь в сутте о том, как Будда отпустил формирователи жизненной силы за три месяца до окончательной Ниббаны, СН-5410, или ЖВМН-43, где объясняется значение формирователей жизненной силы. 2. Согласно комментарию, здесь идет речь о том, что у Ананды были сомнения и вопросы в отношении четырех основ осознанности. По мнению достопочтенного Бодхи, здесь, скорее, идет речь о том, что у Ананды не были ясны вещи в целом, возможно, в отношении Сангхи, после кончины Будды. Не безинтересно отметить Ан-556, которая выстроена на этой же самой формулировке. Там Будда объясняет, почему такое происходит с монахом. Хикхуну пасовая сутта «Хижины монахинь» СН-4710. И тогда, утром, достопочтенный Ананда оделся, взял чаш в верхнее одеяние и отправился к хижинам монахинь, где сел на подготовленное сидение. И тогда несколько монахинь подошли к достопочтенному Ананде, поклонились ему, сели рядом, и сказали ему, достопочтенный Ананда, некоторые монахини, пребывая с умами, хорошо утвержденными в четырех основах осознанности, последовательно постигают высшие стадии развлечения. 1. Так оно, сестры, так оно. Так может произойти с кем-либо, сестры, монахом или монахиней, которая пребывает с умом, хорошо утвержденным в четырех основах осознанности, что она последовательно постигнет высшие стадии развлечения. И тогда достопочтенный Ананда наставлял, утверждал, вдохновлял, и радовал тех монахинь беседой от хами, после чего поднялся со своего сидения и ушел. Затем достопочтенный Ананда отправился собирать подаяния в Саваттхе. Когда он вернулся с хождения за подаяниями, то, после принятия пищи, он подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом, и рассказал о произошедшем. Благословенный ответил, так оно, Ананда, так оно. Так может произойти с кем-либо, Ананда, монахом или монахиней, которая пребывает с умом, хорошо утвержденным в четырех основах осознанности, что она последовательно постигнет высшие стадии развлечения. Каких четырех? Вот, Ананда, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. По мере того, как он пребывает в созерцании тела в теле, в нем, основываясь на теле, возникает либо возбуждение в теле, либо вялость в уме, либо его ум отвлекается вовне. В таком случае этому монаху следует перенаправить свой ум на некий вдохновляющий образ. 2. Когда он перенаправляет свой ум на некий вдохновляющий образ, то возникает радость. Когда он рад, то появляется восторг. Когда ум насыщен восторгом, тело успокаивается. Когда тело успокаивается, он ощущает счастье. Ум того, кто счастлив, сосредоточивается. Он рассуждает так, цель, ради которой я перенаправил свой ум, была достигнута. Теперь я его верну на прежний объект. 3. Так он возвращает ум и боли и не направляет его и не удерживает на объекте медитации. Он понимает, без направления и удержания, внутренне осознанный, я счастлив. 4. Далее, монах пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. По мере того, как он пребывает в созерцании феномена в феноменах, в нем, основываясь на феноменах, возникает либо возбуждение в теле, либо вялость в уме, либо его ум отвлекается вовне. В таком случае этому монаху следует перенаправить свой ум на некий вдохновляющий образ. Когда он перенаправляет свой ум на некий вдохновляющий образ, то возникает радость. Когда он рад, то появляется восторг. Когда ум насыщен восторгом, тело успокаивается. Когда тело успокаивается, он ощущает счастье. Ум того, кто счастлив, сосредоточивается. Он рассуждает так, цель, ради которой я перенаправил свой ум, была достигнута. Теперь я его верну на прежний объект. Так он возвращает ум и более не направляет его и не удерживает на объекте медитации. Он понимает, без направления и удержания, внутренне осознанный, я счастлив. Вот так, Ананда, происходит развитие посредством перенаправления. 5. И как, Ананда, происходит развитие без перенаправления? Не перенаправляя ум вовне, монах понимает, мой ум не перенаправлен вовне. Затем он понимает, он не сужен после и прежде, освобожден, не перенаправлен. 6. Затем он понимает, я пребываю в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным. Я счастлив. Не перенаправляя ум вовне, монах понимает, мой ум не перенаправлен вовне. Затем он понимает, он не сужен после и прежде, освобожден, не перенаправлен. Затем он понимает, я пребываю в созерцании чувств в чувствах, будучи старательным, бдительным, осознанным. Я счастлив. Не перенаправляя ум вовне, монах понимает, мой ум не перенаправлен вовне. Затем он понимает, он не сужен после и прежде, освобожден, не перенаправлен. Затем он понимает, я пребываю в созерцании ума в уме, будучи старательным, бдительным, осознанным. Я счастлив. Не перенаправляя ум вовне, монах понимает, мой ум не перенаправлен вовне. Затем он понимает, он не сужен после и прежде, освобожден, не перенаправлен. Затем он понимает, я пребываю в созерцании феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным. Я счастлив. Вот так, Ананда, происходит развитие без перенаправления. Так, Ананда, я научил развитию посредством перенаправления, я научил развитию без перенаправления. Ананда, все, что должен сделать сострадательный учитель с состраданием к своим ученикам и с желанием благополучия, это я сделал для вас. Вон там, подножья деревьев, Ананда. Там, пустые жилища. Медитируйте, Ананда, не будьте беспечными, не впадайте потом в сожаление. Таково наше наставление вам. Так сказал благословенный. Вдохновленный, достопочтенный Ананда восхитился словами благословенного. Один, комментарий поясняет эту фразу как все более возрастающую мудрость, достигаемую с этапа различения четырех элементов материи вплоть до полного видения у трех характеристик всех формаций непостоянства, безличности, страдательности. Два, согласно комментарию, имеется в виду пометование о буддии и подобные рассмотрения. Три, согласно комментарию, когда эта цель достигнута, ум следует вернуть на основной объект медитации. Четыре, по мнению достопочтенного Бодхи, здесь речь идет о второй джхане, где нет джханов их факторов и такие вечары, о которых в данном случае идет речь. Пять, понедхая Бхавана. Комментарий поясняет это фразой дхапетва Бхавана, то есть развитие путем отложения в сторону. Развитие посредством данного метода происходит путем перенаправления ума с основного объекта на другой объект. Комментарий сравнивает это с человеком, который несет груз сахарного тростника на выработку сахара. Иногда он останавливается передохнуть, кладет груз на землю, ест сахарный тростник, а затем поднимает груз опять и продолжает путь. 6. Комментарий поясняет после и прежде так, это следует понимать, а, в отношении учения, б, в отношении объекта медитации. В первом случае следует осознать, что объект медитации идет прежде, а араханство, после. Монах, который после осознания своего главного объекта медитации не позволяет ему впадать в неблагие условия, чрезмерную расслабленность и так далее, продвигается к араханству. И таким образом он обозначается как тот, кто пребывает как прежде, так и после. Во втором случае имеется в виду, что волосы головы идут прежде, а мозг идет после, среди всех органов при медитации на тридцать два частях тела. Монах, который развивает эту медитацию от начала и до конца, не впадая при этом в четыре неблагих условия, обозначается как тот, кто пребывает как прежде, так и после. По замечанию достопочтенного Бодхи, это объяснение выглядит несколько притянутым за уши. По его мнению, фраза просто лишь обозначает то, что нужно на протяжении всей сессии медитации находиться в настоящем моменте, напрямую видя объект медитации во всех его аспектах. Похожая фраза используется в Ан-4, 87, 2-3, где объясняется медитация при ходьбе, и звучит так, воспринимая то, что находится позади и впереди, тебе следует настроиться на хождение вперед-назад. Махапуриса сутта, великий человек. СН 47, 11 В Саваттхе. И тогда достопочтенный Сарипута отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, великий человек, великий человек, так говорят. В каком смысле, учитель, говорят о ком-либо, как о великом человеке? Тот, у кого ум освобожден, я говорю тебе, является великим человеком, Сарипута. Тот, у кого ум не освобожден, я говорю тебе, не является великим человеком. И как, Сарипутта, у кого-либо ум освобожден? Вот, Сарипутта, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. По мере того, как он пребывает в созерцании тела в теле, его ум становится беспристрастным и освобождается от пятен загрязнения ума посредством отсутствия цепляния. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. По мере того, как он пребывает в созерцании феномена в феноменах, его ум становится беспристрастным и освобождается от пятен загрязнения ума посредством отсутствия цепляния. Вот так, Сарипутта, у этого человека ум освобожден. Тот, у кого ум освобожден, я говорю тебе, является великим человеком, Сарипутта. Тот, у кого ум не освобожден, я говорю тебе, не является великим человеком. Наланда сутта, Наланда. С.Н. 47.12 Однажды Благословенный пребывал в Наланде в Манговой Роще Поварики. И тогда достопочтенный сарепута отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, «Учитель, у меня такое доверие к Благословенному, что я верю, что прежде никогда не было, не будет в будущем, и нет в настоящем какого-либо иного жреца или отшельника, более знающего, чем Благословенный, в отношении просветления. Высокомерно, в самом деле, это твое громкое заявление, сарепута, столь однозначный и категоричный львиный рык, учитель, у меня такое доверие к Благословенному, что я верю, что прежде никогда не было, не будет в будущем, и нет в настоящем какого-либо иного жреца или отшельника, более знающего, чем Благословенный, в отношении просветления. Неужели, сарепута, ты охватил своим умом и умы всех арахантов, полностью просветленных буд, что появлялись в прошлом, и узнал так, те Благословенные имели такие-то добродетели, такие-то качества, такую-то мудрость, такие-то пребывания, такое-то освобождение? Нет, учитель. В таком случае, сарепута, охватил ли ты своим умом и умы всех арахантов, полностью просветленных буд, что появится в будущем, и узнал так, те Благословенные будут иметь такие-то добродетели, такие-то качества, такую-то мудрость, такие-то пребывания, такое-то освобождение? В таком случае, сарепута, охватил ли ты своим умом и собственный ум, ведь я в настоящее время являюсь арахантом, полностью просветленным Буддой, и узнал так, благословенно имея такие-то добродетели, такие-то качества, такую-то мудрость, такие-то пребывания, такое-то освобождение. Сарепута, когда у тебя нет каких-либо знаний охвата умов арахантов, полностью просветленных прошлого, будущего, настоящего, почему же ты произносишь это громкое заявление, столь однозначный и категоричный львиный рык, учитель, у меня такое доверие к благословенному, что я верю, что прежде никогда не было, не будет в будущем, и нет в настоящем какого-либо иного жреца или отшельника, более знающего, чем благословенный, в отношении просветления, у меня нет каких-либо знаний охвата умов арахантов, полностью просветленных прошлого, будущего, настоящего, но все же я понял это путем умозаключений Стхаммы. Представьте, учитель, как если бы у церя был бы приграничный город с прочными бастионами, стенами, арками, и лишь с единственными воротами. И туда поставили бы привратника, мудрого, умелого, умного, того, кто не впускает чужаков, а впускает только знакомых. И совершая обход вокруг города, он не увидел бы в городской стене ни трещины, ни проема такого размера, чтобы в него смогла бы пролезть кошка. Он бы подумал, какие бы большие существа не входили и не покидали город, все они входят или покидают его через эти единственные врата. Точно так же, учитель, я понял это путем умозаключений Стхаммы. Любые араханты, полностью просветленные Будды, которые появлялись в прошлом, все эти благословенные вначале обросили пять помех, загрязнений ума, ослабителей мудрости. Затем, с умами, хорошо утвержденными в четырех основах осознанности, они правильно развили семь факторов просветления, и, таким образом, пробудились в непревзойденные совершенные просветления. И, учитель, любые араханты, полностью просветленные Будды, которые появятся в будущем, все эти благословенные вначале отбросят пять помех, загрязнений ума, ослабителей мудрости. Затем, с умами, хорошо утвержденными в четырех основах осознанности, они правильно разовьют семь факторов просветления, и, таким образом, пробудятся в непревзойденные совершенные просветления. И, учитель, благословенный, который в настоящее время является арахантом, полностью просветленным Буддой, вначале отбросил пять помех, загрязнений ума, ослабителей мудрости. Затем, с умом, хорошо утвержденным в четырех основах осознанности, он правильно развил семь факторов просветления, и, таким образом, пробудился в непревзойденные совершенные просветления. Хорошо, хорошо, Сарипутта. В таком случае, Сарипутта, тебе следует часто повторять это изложение дхаммы монахам, монахиням, мирянам, и мирянкам. Даже если у неких глупых людей может быть замешательство и неуверенность в отношении татхагаты, когда они услышат это изложение дхаммы, их замешательство и неуверенность в отношении татхагаты будет отброшено. Чунда-сутта, Чунда. С.Н. 47.13. Однажды благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И в то время достопочтенный Сарипутта пребывал в стране Магадхов в Налакагами. Он был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И в то время монах-послушник Чунда был его прислужником. Тогда из-за этой болезни достопочтенный Сарипутта достиг окончательной небыбаны. Монах-послушник Чунда, взяв в чашу и одежду достопочтенного Сарипутта, отправился в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он подошел к достопочтенному Ананде, поклонился ему, сел рядом, и сказал, достопочтенный Сарипутта достиг окончательной небыбаны. Вот его чаши и одеяния, достопочтенный. Друг Чунда, с такими известиями нужно пойти к благословенному. Идем, друг Чунда, пойдем к благословенному и сообщим ему об этом. Да, достопочтенный, ответил монах-послушник Чунда. И тогда достопочтенный Ананда и монах-послушник Чунда отправились к благословенному, поклонились ему, и сели рядом. Достопочтенный Ананда сказал благословенному, этот монах-послушник Чунда, учитель, говорит, что достопочтенный Сарипутта достиг окончательной небыбаны, а это его чаши и одеяния. Учитель, как только я услышал о том, что достопочтенный Сарипутта достиг окончательной небыбаны, то мое тело стало как будто заторможенным, я потерялся, учения более мне не были ясны. Ананда, когда Сарипутта достиг окончательной Ниббаны, забрал ли он твою совокупность нравственности, или твою совокупность сосредоточения, или твою совокупность мудрости, или твою совокупность освобождения, или твою совокупность знаний, видений и освобождения? Один. Нет, учитель. Но для меня достопочтенный Сарипутта был советником и наставником, тем, кто наставлял, призывал, воодушевлял и радовал меня. Он был неутомим в обучении Дхамме. Он был полезен своим братьям по святой жизни. Мы вспоминаем пищу Дхаммы, богатство Дхаммы, помощь Дхаммы, которыми одарил нас достопочтенный Сурипута. Но не говорил ли я уже, Ананда, что мы должны будем расстаться, разлучиться, отделиться от всех, кто нам дорог и приятен? Разве можно заполучить что-то с таким требованием, пусть рожденный, возникшее, обусловленное, подверженное разрушению, не разрушается? Нет такой возможности. Подобно тому, как самая крупная ветка отломилась бы от большого дерева с сердцевиной, то точно так же, Ананда, великий сангхимонахов с сердцевиной Сурипута достиг окончательной небыбаны. Разве можно заполучить что-то с таким требованием, пусть рожденный, возникшее, обусловленное, подверженное разрушению, не разрушается? Нет такой возможности. Поэтому, Ананда, будьте сами себе островом, сами себе прибежищем, не имея иного прибежища, живите с Дхаммой в качестве острова, с Дхаммой в качестве прибежища, не имея иного прибежища. И как, Ананда, монах пребывает, являясь сам себе островом, не имея иного прибежища? Вот, Ананда, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Те монахи, Ананда, что есть сейчас, или появятся, когда я уйду, которые пребывают, являясь сами себе островом, не имея иного прибежища, именно эти монахи, Ананда, будут для меня наивысшими среди тех, кто занимается практикой. Один, это пять совокупностей Дхаммы, Дхаммакхандха, которыми целиком владеют только араханты. Приписывание Ананди двух последних из них, освобождение знания и видения освобождения, выглядит довольно странным, поскольку в данный момент он был все еще учеником, Секха, а не арахантом. Подобные аномалии, однако, иногда встречаются в текстах. Например, в СН 55-26, где эти же две совокупности, которые являются уникальными чертами араханта, приписываются вступившему в поток Анадхайпиндике. Уккачела сутта, Уккачела. СН 47-14. Однажды благословенный пребывал в стране Ваджи в Уккачеле на берегу реки Ганг вместе с Большой Сангхой монахов вскоре после того, как Сарипутта и Макгаулана достигли окончательной небыбаны. Благословенный сидел на открытой местности в окружении Сангхи монахов. И тогда благословенный, обозрев молчаливую Сангху монахов, обратился к монахам так, «Монахи, это собрание монахов видится мне пустым после того, как Сарипутта и Макгаулана достигли окончательной небыбаны. Это собрание не виделось мне ранее пустым, и у меня не было беспокойства о том, в какой стороне света пребывают Сарипутты и Макгаулана. У арахантов, полностью просветленных Буд, которые появлялись в мире в прошлом, также была такая лучшая пара учеников, какая была и у меня в лице Сарипутты и Макгауланы. У арахантов, полностью просветленных Буд, которые появятся в будущем, также будет такая лучшая пара учеников, какая была и у меня в лице Сарипутты и Макгауланы. «Это удивительно, монахи, в отношении учеников, это поразительно в отношении учеников, что они будут действовать в соответствии с наставлениями учителя, будут исполнять указания, будут приятны и милы четверым собранием последователей Будды, так что они будут уважаться и высоко цениться ими». 1. Удивительно, монахи, в отношении Татхагаты, поразительно в отношении Татхагаты, что когда такая пара учеников достигает окончательной Ниббаны, то в нем не возникает ни печали, ни стенания. Разве можно, монахи, заполучить что-то с таким требованием, пусть рожденные, возникшие, обусловленные, подверженные разрушению, не разрушаются? Нет такой возможности. 2. Подобно тому, как самая крупная ветка отломилась бы от большого дерева с сердцевиной, то точно так же, монахи, великая сангхи монахов с сердцевиной Сарепута и МакГаулана достигли окончательной Ниббаны. Разве можно, монахи, заполучить что-то с таким требованием, пусть рожденные, возникшие, обусловленные, подверженные разрушению, не разрушаются? Нет такой возможности. Поэтому, монахи, будьте сами себе островом, сами себе прибежищем, не имея иного прибежища, живите с Дхаммой в качестве острова, с Дхаммой в качестве прибежища, не имея иного прибежища. И как, монахи, монах пребывает, являясь сам себе островом, не имея иного прибежища? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Те монахи, что есть сейчас или появятся, когда я уйду, которые пребывают, являясь сами себе островом, не имея иного прибежища, именно эти монахи будут для меня наивысшими среди тех, кто занимается практикой. 1. Четырехчастные собрания последователей Будды, монахи, монахини, миряне, мирянки. Бахия сутта, Бахия. СН 47.15. В Саваттхе. И тогда Достопочтенный Бахия подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, было бы хорошо, если бы Благословенный вкратце научил бы меня Дхамме так, чтобы я пребывал бы один, в уединении, будучи прилежным, старательным, решительным. Что же, Бахия, в таком случае очистить отправную точку благих состояний? И какова отправная точка благих состояний? Это хорошо очищенная нравственность и выправленные воззрения. Затем, Бахия, когда твоя нравственность будет хорошо очищена, а воззрение выправлено, то, опираясь на нравственность, основываясь на нравственности, тебе следует развивать четыре основы осознанности. Какие четыре? Бахия, пребывай в созерцании тела в теле, чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Когда, Бахия, опираясь на нравственность, основываясь на нравственности, ты так развиваешь эти четыре основы осознанности, то тогда, будь то день или ночь, ты можешь ожидать только лишь возрастания благих состояний, а не их уменьшения. И тогда Бахия, восхитившись и возрадовавшись словам благословенного, поднялся со своего сиденья и, поклонившись благословенному, ушел, обойдя его с правой стороны. И затем, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, Бахия, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так Бахия стал одним из арахантов. Уттия сутта, Уттия. СН 47.16. Сутта идентична СН 47.15, но здесь действующим лицом выступает достопочтенный Уттия. Кроме того, есть небольшое отличие в одной фразе в середине сутты. Вместо фразы, то тогда, будь то день или ночь, ты можешь ожидать только лишь возрастания благих состояний, а не их уменьшения. Идет следующая фраза, то тогда ты выйдешь за пределы царства смерти. Ария сутта, Благородный. СН 47.17. Благословенный сказал, монахи, эти четыре основы осознанности, будучи развитыми и взращенными, являются благородными и освобождающими. Они ведут того, кто действует в согласии с ними, к полному уничтожению страданий. Какие четыре? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Эти четыре основы осознанности, будучи развитыми и взращенными, являются благородными и освобождающими. Они ведут того, кто действует в согласии с ними, к полному уничтожению страданий. Брахма сутта, Брахма. СН 47.18. Какие четыре? И тогда Брахма сахампати, познав своим собственным умом рассмотрение в уме благословенного, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, исчез из мира Брахма и возник перед благословенным. Он закинул за плечо верхнее одеяние, сложил руки в почтительном приветствии благословенного, и сказал ему, «Так оно, благословенный! Так оно, счастливый! Господин, таков единственный путь к очищению существ, к преодолению печали и стенания, к прекращению боли и недовольства, к достижению метода, к реализации нигбаны, то есть, четыре основы осознанности». Какие четыре? Вот монах пребывает. Четыре основы осознанности. Так сказал Брахма сахампати. И, сказав так, он далее добавил, «Провидец прекращения рождения, он сострадателен и прямой путь он знает, за счет которого пересекали наводнения, и в будущем пересекут, и в настоящем». Седака сутта, Седака. Сн. 47.19. Однажды благословенный пребывал в стране Сумбахов, где был город Сумбахов под названием Седака. Там благословенный обратился к монахам так, «Монахи, однажды в прошлом акробат установил бамбуковый шесть и обратился к своему ученику Медокаттхалике, ну же, дорогой Медокаттхалика, взбирайся на бамбуковый шесть и вставай мне на плечи». Ответив, «Да, учитель», ученик Медокаттхаликов забрался на бамбуковый шесть и встал на плечи учителя. Затем акробат сказал ученику Медокаттхалике, «Ты охраняй меня, дорогой Медокаттхалика, а я буду охранять тебя. Так, охраняя друг друга, поддерживая друг друга, мы сможем показать наше мастерство, собрать оплату, и в безопасности спуститься с бамбукового шеста». Когда так было сказано, ученик Медокаттхалика ответил, «Не стоит так делать, учитель. Вы охраняйте себя сами, а я буду охранять себя сам. Так каждый из нас будет охранять сам себя и защищать сам себя, и тогда мы покажем наше мастерство, соберем оплату, и в безопасности спустимся с бамбукового шеста». Именно таков метод, сказал Благословенный. Подобно тому, монахи, как ученик Медокаттхалика сказал учителю, «Я буду охранять себя сам», точно так же следует практиковать основы осознанности. Охраняя себя, монахи, человек охраняет других. Охраняя других, он охраняет себя. И как, монахи, охраняя себя, человек охраняет других? Путем преследования, развития, и взращивания четырех основ осознанности. Вот так человек, охраняя себя, охраняет других. И как, монахи, охраняя других, человек охраняет себя? Путем терпения, непричинения вреда, доброты, и сочувствия. 1. Вот так, защищая других, человек защищает сам себя. Я буду охранять себя сам, монахи, вот как следует практиковать основы осознанности. Я буду охранять других, монахи, вот как следует практиковать основы осознанности. Охраняя себя, монахи, человек охраняет других. Охраняя других, он охраняет себя. 1. Четыре термина здесь напали таковы. Кхантия, Авихимса, Миттатая, Анадаятая. Комментарий поясняет последние три как, соответственно, сострадание, доброжелательность. Сарада в ней объясняет это исключительно с узкомонашеской перспективы. Монах развивает джханы, основанные на брахмавихарах. Затем использует джхану как основание для прозрения и достигает араханства. Джинападекалини сутта, самая красивая девушка в округе. СН 47 20. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в стране Сумбахов, где был город Сумбахов под названием Седака. Там благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Отвечали монахи. Благословенный сказал, монахи, представьте, как собралась бы огромная толпа, услышав, самая красивая девушка в округе. Самая красивая девушка в округе. И эта самая красивая девушка в округе стала бы изящно петь и изящно танцевать. И услышав, самая красивая девушка в округе танцует. Самая красивая девушка в округе поет. Еще большая толпа людей собралась бы. И тогда мимо проходил бы человек, который желал бы жить и не хотел бы умирать, который желал бы счастья и не хотел бы страдания. И некто сказал бы ему так, дорогой мой, ты должен пронести между этой толпой и самой красивой девушкой в округе это чан с маслом, наполненный до самых краев. А прямо за тобой будет идти человек с мечом на готове, и если ты прольешь хотя бы каплю, он тут же отрубит себе голову. Как вы думаете, монахи, стал бы это человек, несущий это чан, из-за беспечности останавливаться и направлять свое внимание вовне? Нет, учитель. Я привел вам этот пример, монахи, чтобы донести смысл. Смысл таков, чаша, наполненная до краев, это обозначение осознанности, направленной на тело. Один. Таким образом, монахи, так вам следует тренировать себя, мы будем развивать и взращивать осознанность, направленную на тело, будем делать ее своим средством передвижения, своей основой, будем утверждать ее, упражняться в ней, и всецело совершенствовать ее. Вот как, монахи, вам следует тренировать себя. Один. Примечание переводчика С.В. В версии перевода достопочтенного Тханиссара эта фраза звучит как осознанность, погруженная в тело. Сила сутта, нравственность. С.Н. 47.21. Так я слышал. Однажды достопочтенный Ананда и достопочтенный Пхадда пребывали в Паталипакте в Петушином парке. И тогда, вечером, достопочтенный Пхадда вышел из затворничества, подошел к достопочтенному Ананде, и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал достопочтенному Ананде, друг Ананда, что касается благих нравственных качеств, один, о котором говорил Благословенный, с какой целью не говорил Благословенный? Хорошо, хорошо, друг Пхадда. Твоя сообразительность превосходна, твоя находчивость прекрасна, твой вопрос хорош. Ты спросил меня, друг Ананда, что касается благих нравственных качеств, о которых говорил Благословенный, с какой целью не говорил Благословенный? Да, друг. Благословенный говорил об этих благих нравственных качествах для развития четырех основ осознанности. Каких четырех? Вот монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Благословенный говорил об этих благих нравственных качествах для развития этих четырех основ осознанности. Один, согласно комментарию, речь идет о высшей нравственности, которая четырехчасна, это поведение в соответствии с монашеским уставом, сдержанность чувств, правильное использование необходимых вещей, правильное средство к жизни. Чаратхите сутта, продолжительность. СН 47.22. Там же. Один. Сидя рядом, достопочтенный Пхадда сказал достопочтенно на Муананде, друг Ананда, в чем условие и причина того, что истинная Дхама не продлится долго после того, как Татхагата достигнет окончательной неббаны? В чем условие и причина того, что истинная Дхама продлится долго после того, как Татхагата достигнет окончательной неббаны? Хорошо, хорошо, друг Пхадда. Твоя сообразительность превосходна, твоя нахочивость прекрасна, твой вопрос хорош. Ты спросил меня, друг Ананда, в чем условие и причина того, что истинная Дхама не продлится долго после того, как Татвхагата достигнет окончательной небубаны? В чем условие и причина того, что истинная Дхама продлится долго после того, как Татвхагата достигнет окончательной небубаны? Да, друг. Поскольку, друг, четыре основы осознанности не развиты и не возвращены, истинная Дхама не продлится долго после того, как Татвхагата достигнет окончательной небубаны. И поскольку четыре основы осознанности развиты и возвращены, истинная адхама продлится долго после того, как Татхагата достигнет окончательной небыбаны. Какие четыре? Вот монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Поскольку эти четыре основы осознанности не развиты не возвращены, Истинная Дхама не продлится долго после того, как Татвхагата достигнет окончательной неббаны. Поскольку эти 4 основы осознанности развиты и взращены, Истинная Дхамма продлится долго после того, как Татвхагата достигнет окончательной неббаны.» Один «Имеется в виду» то же самое место, где происходит событие предыдущей «сутты» .Здесь именна такой текст в оригинале сутты напали. Парихана сутта «Упадок» СН 47.23 Там же. Сидя рядом, достопочтенный Пхадда сказал достопочтенному Ананде, друг Ананда, в чем условие и причина упадка истинной Пхаммы? В чем условие и причина отсутствия упадка истинной Пхаммы? Хорошо, хорошо, друг Пхадда. Твоя сообразительность превосходна, твоя находчивость прекрасна, твой вопрос хорош. Ты спросил меня, друг Ананда, в чем условие и причина упадка истинной Дхаммы? В чем условие и причина отсутствия упадка истинной Дхаммы? Да, друг. Поскольку, друг, четыре основы осознанности не развиты и не возвращены, истинная Дхама приходит в упадок. И поскольку четыре основы осознанности развиты и возвращены, истинная Дхама не приходит в упадок. Какие четыре? Вот монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Поскольку эти четыре основы осознанности не развиты и не возвращены, истинная Дхама приходит в упадок. Поскольку эти четыре основы осознанности развиты и возвращены, истинная Дхама не приходит в упадок. Суддхака сутта, простое. СН 47.24. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре основы осознанности. Какие четыре? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Таковы четыре основы осознанности. Брахмана сутта, Брахман. СН 47-25. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саввадьдхи в Рощаджеты в монастыре Анадхайпиндике. И тогда один Брахман подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Благословенному, Мастер Гатама, в чем условие и причина того, что истинная Дхама не продлится долго после того, как Татвхагата достигнет окончательной небубаны? В чем условие и причина того, что истинная Дхама продлится долго после того, как Татвхагата достигнет окончательной небубаны? Брахман, поскольку четыре основы осознанности не развиты и не возвращены, истинная Дхама не продлится долго после того, как Татвхагата достигнет окончательной небубаны. И поскольку четыре основы осознанности развиты и возвращены, истинная Дхама продлится долго после того, как Татвхагата достигнет окончательной небубаны. Какие четыре? Вот монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Поскольку четыре основы осознанности не развиты и не возвращены, истинная Дхама не продлится долго. Поскольку четыре основы осознанности развиты и возвращены, истинная Дхама продлится долго после того, как Тадхагата достигнет окончательной небыбаны. Когда так было сказано, то Брахман обратился к благословенному «Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Тхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Тхамме и прибежище в Сангхе монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Падеса сутта, частично. С.Н. 47.26. Однажды достопочтенный Сарипутта и достопочтенный Махамагалана пребывали в Сакете в Терновой Роще. И тогда, вечером, достопочтенный Сарипутта и достопочтенный Махамагалана вышли из затворничества, отправились к достопочтенному Анурутхе, и обменялись с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями они сели рядом, и достопочтенный Сарипутта сказал достопочтенному Анурутхе, друг Анурутха, ученик, ученик, так говорят. В каком случае, друг, некто является учеником? Друг, поскольку он лишь частично развил четыре основы осознанности, он является учеником. Какие четыре? Вот монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Поскольку он лишь частично развил четыре основы осознанности, он является учеником. Саматта-сутта, полностью. СН 47-27. Там же, сидя рядом, достопочтенный Сарипутта сказал достопочтенному Анурутхе, друг Анурутха, окончил обучение, окончил обучение, так говорят. В каком случае, друг, некто является тем, кто окончил обучение? Друг, поскольку он полностью развил четыре основы осознанности, он является тем, кто окончил обучение. Какие четыре? Вот монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Поскольку он полностью развил четыре основы осознанности, он является тем, кто окончил обучение. Лока-сутта, мир. СН 47-28. Там же, Сидя рядом, достопочтенный Сарипутта сказал достопочтенному Ануруттхе, друг Ануруттха, развив и взрастив какие вещи, достопочтенный Ануруттха достиг такого величия в прямом знании? Друг, развив и взрастив четыре основы осознанности, я обрел такое величие в прямом знании. Какие четыре? Вот, друг, я пребываю в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Я пребываю в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Поскольку я развил и взрастил эти четыре основы осознанности, я напрямую знаю систему тысячи миров. Сириваттха сутта, Сириваттха. СН 47-29. Однажды достопочтенный Ананда пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И тогда домохозяин Сириваттха был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И вот домохозяин Сириваттха обратился к одному человеку так, ну же, дорогой, отправляйся к достопочтенному Ананде, поклонясь ему в ноги от моего имени и скажи, господин, домохозяин Сириваттха нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Он выражает почтение достопочтенному Ананде, кланясь ему в ноги. И далее скажи, было бы хорошо, господин, если бы достопочтенный Ананда пришел бы домой к домохозяину Сириватхи из сострадания? Да, господин, ответил-то человек, отправился к достопочтенному Ананде, поклонился ему, сел рядом, и донес послание. Достопочтенный Ананда молча согласился. Затем, утром, достопочтенный Ананда оделся, взял чашу и верхнее одеяние, и отправился домой к домохозяину Сириватхи. Там он сел на подготовленное сидение и обратился к домохозяину Сириватхи, я надеюсь, ты поправляешься, домохозяин, я надеюсь, тебе становится лучше. Я надеюсь, твои болезненные ощущения спадают, они возрастают, и что можно увидеть их спад, а не увеличение. Господин, я не поправляюсь, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. Что же, домохозяин, вот как тебе следует тренировать себя, я буду пребывать в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Я буду пребывать в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. Вот так тебе следует тренировать себя. Господин, что касается этих четырех основ осознанности, которым научил благословенный, то они существуют во мне, я живу в соответствии с ними. Я пребываю, Господин, созерцая тело в теле, чувства в чувствах, ум, уме, феномены в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. И что касается пяти нижних оков, которым научил благословенный, то я не вижу, чтобы хоть одна из них была бы не отброшена мной. Какое благо для тебя, домохозяин! Какое большое благо для тебя, домохозяин! Домохозяин, ты объявил об обретении плода невозвращения. Махадинна сутта, Махадинна. СН 47.30. Там же. И тогда домохозяин Махадинна был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И вот домохозяин Махадинна обратился к одному человеку так, ну же, дорогой, отправляйся к достопочтенному Ананде, поклонясь ему в ноги от моего имени и скажи, «Господин, домохозяин Махадинна нездоров, поражен болезнью, серьезно болен». Он выражает почтение достопочтенному Ананде, кланяясь ему в ноги. И далее скажи, было бы хорошо, господин, если бы достопочтенный Ананда пришел бы домой к домохозяину Махадинне из сострадания. «Да, господин», — ответил то человек, отправился к достопочтенному Ананде, поклонился ему, сел рядом и донес послание. Достопочтенный Ананда молча согласился. Затем, утром, достопочтенный Ананда оделся, взял чашу и верхнее одеяние, и отправился домой к домохозяину Махадинне. Там он сел на подготовленное сидение и обратился к домохозяину Махадинне, «Я надеюсь, ты поправляешься, домохозяин, я надеюсь, тебе становится лучше. Я надеюсь, твои болезненные ощущения спадают, они возрастают, и что можно увидеть их спад, а не увеличение. Господин, я не поправляюсь, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. Но, господин, когда я ощущаю такое болезненное чувство, я пребываю в созерцании тела в теле, чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, отбросив влечение и недовольство к миру. И что касается пяти нижних оков, которым научил благословенный, то я не вижу, чтобы хоть одна из них была бы не отброшена мной. Какое благо для тебя, домохозяин. Какое большое благо для тебя, домохозяин. Домохозяин, ты объявил об обретении плода невозвращения. Анануссута сутта, не слышанное прежде. СН 47.31. В Саваттхе. Благословенный сказал, это, созерцание тела в теле, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Это созерцание тела в теле следует развить, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Это созерцание тела в теле было развито, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Это – созерцание чувств в чувствах. Это – созерцание ума в уме. Это – созерцание феномена в феноменах, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знаний, мудрость, истинные знания и свет. Это созерцание феномена в феноменах следует развить. Это созерцание феномена в феноменах было развито, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знаний, мудрость, истинное знание и свет. Верага сутта «Бесстрастии» СН 47.32 Благословенный сказал, «Монахи, эти четыре основы осознанности, будучи развитыми и взращенными, приводят к полной утрате от чарованности, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане». Какие четыре? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Эти четыре основы осознанности, будучи развитыми и взращенными, приводят к полной утрате от чарованности, к бесстрастию, к прекращению, к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Верага сутта «Пренебрегали» СН 47.33. Благословенный сказал, «Монахи, те, кто пренебрегали этими четырьмя основами осознанности, пренебрегали и благородным путем, ведущим к полному уничтожению страданий». Те, кто практиковали эти четыре основы осознанности, практиковали и благородный путь, ведущий к полному уничтожению страданий. Какие четыре? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Те, кто пренебрегали этими четырьмя основами осознанности, пренебрегали и благородным путем, ведущим к полному уничтожению страданий. Те, кто практиковали эти четыре основы осознанности, практиковали и благородный путь, ведущий к полному уничтожению страданий. В Хавито сутта «Развитие» СН 47.34 Благословенный сказал, «Монахи, эти четыре основы осознанности, будучи развитыми и взращенными, приводят к оставлению ближнего берега и прибытию на дальней». Какие четыре? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Эти четыре основы осознанности, будучи развитыми и взращенными, приводят к оставлению ближнего берега и прибытию на дальней. Сатта-сутта «Осознанный» СН 47.35 В Саваттхе. Благословенный сказал, «Монахи, монах должен пребывать осознанным и бдительным. Таково наше наставление вам». И как, монахи, монах осознан? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Вот так, монахи, монах осознан. И как, монахи, монах тренирует бдительность? Вот, монахи, монах понимает чувства по мере того, как они возникают, понимает их по мере того, как они наличествуют, понимает их по мере того, как они угасают». Он понимает мысли по мере того, как они возникают, понимает их по мере того, как они наличествуют, понимает их по мере того, как они угасают. Он понимает восприятие по мере того, как они возникают, понимает их по мере того, как они наличествуют, понимает их по мере того, как они угасают. Вот так, монахи, этот монах тренирует бдительность. Монахи, монах должен пребывать осознанным и бдительным, таково наше наставление вам. Аня-Сутта, окончательное знание. СН 47-36. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре основы осознанности. Какие четыре? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Когда, монахи, эти четыре основы осознанности были развиты и возвращены, то можно ожидать одного из двух плодов, либо окончательного знания в этой самой жизни, либо состояния невозвращения при наличии остаточного цепляния. Чанда-Сутта, желаний. СН 47-37. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре основы осознанности. Какие четыре? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. По мере того, как он пребывает в созерцании тела в теле, всякое желание, которое у него было к телу, отбрасывается. С отбрасыванием желание реализуется бессмертное. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах. Он пребывает в созерцании ума в уме. Он пребывает в созерцании феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. По мере того, как он пребывает в созерцании феномена в феноменах, всякое желание, которое у него было к феноменам, отбрасывается. С отбрасыванием желание реализуется бессмертное. Париньята сутта, полное понимание. СН 47.38. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре основы осознанности. Какие четыре? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. По мере того, как он пребывает в созерцании тела в теле, он полностью понимает тело. Поскольку тело полностью импонято, реализуется бессмертное. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах. Он пребывает в созерцании ума в уме. Он пребывает в созерцании феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. По мере того, как он пребывает в созерцании феномена в феноменах, он полностью понимает феномены. Поскольку феномены полностью им поняты, реализуется бессмертной. Пхавана сутта, развитие. СН 47.39. Благословенный сказал, монахи, я научу вас развитию четырех основ осознанности. Слушайте. И каково, монахи, развитие четырех основ осознанности? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Таково, монахи, развитие четырех основ осознанности. Вибханга сутта, анализ. СН 47.40. Благословенный сказал, монахи, я научу вас основе осознанности, развитию основы осознанности, и пути, ведущему к развитию основы осознанности. Слушайте. И, что такое, монахи, основа осознанности? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Это называется основой осознанности. И что такое, монахи, развитие основы осознанности? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании природы возникновения в теле. Он пребывает в созерцании природы прекращения в теле. Он пребывает в созерцании природы возникновения и прекращения в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. 1. Он пребывает в созерцании природы возникновения в чувствах. Он пребывает в созерцании природы возникновения в уме. Он пребывает в созерцании природы возникновения в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Это называется развитием основы осознанности. И каков, монахи, путь, ведущий к развитию основы осознанности? Это этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное устремление. Правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Это называется путем, ведущим к развитию основы осознанности. Один, эта практика называется сатипатханабхавана, вероятно, потому, что она реализует практику созерцания на более глубоком уровне, нежели при стандартном ее осуществлении. Стандартная практика заключается в созерцании в определенных рамках, тогда как на этом этапе практикующий обретает прозрение в происхождении и исчезновении объектов, что открывает путь к еще более глубоким прямым знаниям. Амата сутта, Бессмертные. СН 47-41. Благословенный сказал, монахи, пребывайте с умами, хорошо утвержденными в четырех основах осознанности. Не позволяйте себе упустить бессмертные. В каких четырех? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Монахи, пребывайте с умами, хорошо утвержденными в этих четырех основах осознанности. Не позволяйте себе упустить бессмертное. Самудая сутта, возникновение. СН 47-42. Благословенный сказал, монахи, я научу вас происхождению и исчезновению четырех основ осознанности. Слушайте. И каково, монахи, возникновение тела? С возникновением питания происходит возникновение тела. С прекращением питания происходит угасание тела. С возникновением контакта происходит происхождение чувства. С прекращением контакта происходит угасание чувства. С возникновением имени и формы происходит возникновение ума. С прекращением имени и формы происходит угасание ума. 1. С возникновением внимания происходит возникновение феноменов. С прекращением внимания происходит угасание феноменов. 2. 1. Обычно в описании звеньев взаимозависимого возникновения стоит виньяна для обозначения сознания. Однако в данной сути здесь стоит читта для обозначения сознания. Таким образом, читта и виньяна – синонимы. Чита всегда возникает, основываясь на физическом организме рупе, форма, который соединен с контактом, чувствованием, восприятием, волей, вниманием, то есть составляющими намы, имени. 2. Согласно комментарию, здесь речь идет о четвертой сатипаттхане, в которую входит пять помех и семь факторов просветления. При мудром и правильном внимании, Яниса Манасикара, в уме возникают факторы просветления. При немудром и беспечном внимании, Яниса Манасикара, в уме возникают пять помех. В Ан-8.83 сказано, вася феномены возникают через внимании. Все феномены кореняются в контакте. Магга-сутта, Путь. СН-47-43. Сутта идентична СН-47-18, за исключением первого вводного предложения. Кроме того, в данной сутте Будда говорит от первого лица, а не от третьего, как в СН-47-18, в Саваттхе. Там благословенный обратился к монахам так, монахи, однажды я пребывал в Урувеле на берегу реки Неранджары. Сатта-сутта, Осознанный. СН-47-44. Благословенный сказал, монахи, монах должен пребывать, будучи осознанным. Таково наше наставление вам. И как, монахи, монах пребывает осознанным? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Вот так, монахи, этот монах пребывает осознанным. Монахи, монах должен пребывать, будучи осознанным. Таково наше наставление вам. Куселарас и сутта, Куча благого. СН-47-45. Благословенный сказал, если, монахи, кто-либо назвал бы что-либо кучи благого, то он правдиво бы так сказал о четырех основах осознанности. Поскольку это полнейшая куча благого, то есть, четыре основы осознанности. Какие четыре? Один, вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Два, он пребывает в созерцании чувств в чувствах. Три, он пребывает в созерцании умовыми. Четыре, он пребывает в созерцании феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Если кто-либо назвал бы что-либо кучу благого, то он правдиво бы так сказал о четырех основах осознанности. Поскольку это полнейшая куча благого, то есть, четыре основы осознанности. Патимоккха Самвара Сутта, самообуздание Патимоккхой. СН 47-46. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, было бы хорошо, если бы благословенный вкратце научил бы меня Дхаме так, чтобы я пребывал бы один, в уединении, будучи прилежным, старательным, решительным». В таком случае, монах, отчистя отправную точку благих состояний. И какова отправная точка благих состояний? Монах, пребывай в самообуздании, сдерживая себя Патимоккхой, будучи совершенным в благом поведении и в подобающих средствах, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, тренируй себя в этом. Когда, монах, ты будешь пребывать в самообуздании, видя опасность в мельчайших проступках, то тогда, опираясь на нравственность, основываясь на нравственности, тебе следует развивать четыре основы осознанности. Какие четыре? Монах, вот монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Когда, монах, опираясь на нравственность, основываясь на нравственности, ты будешь развивать эти четыре основы осознанности таким способом, то тогда, будь то день или ночь, ты можешь ожидать только лишь возрастания благих состояний, а не их уменьшения. И тогда тот монах, восхитившись и возрадовавшись словам благословенного, поднялся со своего сиденья и, поклонившись благословенному, ушел, обойдя его с правой стороны. И затем, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, тот монах, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так тот монах стал одним из арахантов. Дучирита сутта, неблагое поведение. СН 47-47. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, было бы хорошо, если бы благословенный вкратце научил бы меня Дхаме так, чтобы я пребывал бы один, в уединении, будучи прилежным, старательным, решительным». В таком случае, монах, отчистя отправную точку благих состояний. И какова отправная точка благих состояний? Монах, отбросив неблагое поведение телом, тебе следует развивать благое поведение телом. Отбросив неблагое поведение речью, тебе следует развивать благое поведение речью. Отбросив неблагое поведение умом, тебе следует развивать благое поведение умом. Когда, монах, отбросив неблагое поведение телом. Когда, монах, отбросив неблагое поведение речью. Когда, монах, отбросив неблагое поведение умом, ты развил благое поведение умом, то тогда, опираясь на нравственность, основываясь на нравственности, тебе следует развивать четыре основы осознанности. Какие четыре? Монах, вот монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Когда, монах, опираясь на нравственность, основываясь на нравственности, ты будешь развивать эти четыре основы осознанности таким способом, то тогда, будь то день или ночь, ты можешь ожидать только лишь возрастания благих состояний, а не их уменьшения. И тогда тот монах, восхитившись и возрадовавшись словам благословенного, поднялся со своего сиденья и, поклонившись благословенному, ушел, обойдя его с правой стороны. И затем, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, тот монах, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращение в какое-либо состояние существования. Так тот монах стал одним из арахантов. Митта-сутта, друзья. СН 47-48. Благословенный сказал, монахи, тех, кому у вас есть сострадание, и кто относится к вам со вниманием, друзей или коллег, родственников и родню, их вам следует наставлять, утверждать, укреплять в развитии четырех основ осознанности. Каких четырех? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Монахи, тех, кому у вас есть сострадание, и кто относится к вам со вниманием, друзей или коллег, родственников и родню, их вам следует наставлять, утверждать, укреплять в развитии этих четырёх основ осознанности. Ведана сутта «Чувства». СН 47-49. Благословенный сказал, монахи, есть эти три чувства. Какие три? Приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Таковы три чувства. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради полного понимания этих трёх чувств. Какие четыре? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради полного понимания этих трёх чувств. Асава сутта «Пятно». СН 47-50. Благословенный сказал, монахи, есть эти три пятна загрязнений. Какие три? Пятно чувственности, пятно существования, пятно невежества. Таковы три пятна. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради полного понимания этих трех пятен. Какие четыре? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради полного понимания этих трех пятен. Починание на сутта, Рикоганг, на восток. СН 47-51. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как Рикоганг направляется, склоняется, устремляется к востоку, то точно так же, монах, который развивает и взращивает четыре основы осознанности, направляется, склоняется, устремляется к неббане. И как, монахи, монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, так что направляется, склоняется, устремляется к неббане? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Таким образом, монахи, монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, так что он оправляется, склоняется, устремляется к неббане. Сутты СН 4752-62 Все эти сутты в точности идентичны СН 4751, но вместо реки Ганг, река Емуна, СН 4752, река Очаравати, СН 4753, река Сарабху, СН 4754, река Махи, СН 4755, все великие реки, Ганг, Емуна, Очаравати, Сарабху, Махи, СН 4756. И далее, вместо склоняется на восток идет фраза склоняется к океану, река Ганг, склоняется к океану, СН 4757, река Емуна, склоняется к океану, СН 4758, река Очаравати, склоняется к океану, СН 4759, река Сарабху, склоняется к океану, СН 4760, река Махи, склоняется к океану, СН 4761, все великие реки, Ганг, Емуна, Очаравати, Сарабху. Махи, склоняются к океану, СН 47, 62. Татхагата сутта, Татхагата. СН 47, 63. Благословенный сказал, монахи, среди каких бы то ни было существ, безногих, двуногих, четвероногих, многоногих, состоящих из формы или бесформенных, с восприятием, без восприятия, ни с восприятием, ни без восприятия, Татхагата, Арахант, полностью просветленный считается наивысшим из днях. Точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из днях. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы осознанности. Монахи, и как усердный монах развивает и взращивает четыре основы осознанности? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в оставлении. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, Будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Вот так, монахи, усердный монах развивает и взращивает четыре основы осознанности. Сутты СН 47-64-72 Все эти сутты в точности идентичны СН 47-63, за исключением вводного отрывка, благословенный сказал, Монахи, подобно тому, как след слона покрывает след любого ходячего животного, и след слона считается величайшим среди них по размеру, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы осознанности. СН 47-64 Пада сутта, следы Благословенный сказал, Монахи, подобно тому, как все стропила в доме с остроконечной крышей направлены к острию крыши, сливаются в острие крыши, и острие крыши считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы осознанности. СН 47-65 Кута сутта, острия крыша Благословенный сказал, Монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих корней и черный фиалковый корень считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы осознанности. СН 47-66 Мула сутта, корни Благословенный сказал, Монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих сердцевин деревьев сердцевина красного сандалового дерева считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы осознанности. СН 47-67 Сара сутта, сердцевина. Благословенный сказал, Монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих цветов жасмин считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы осознанности. СН 47-68 Вассика сутта, жасмин. Благословенный сказал, Монахи, подобно тому, как все князья являются вассалами царя Миродержца, а царь Миродержец считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы осознанности. СН 47-69 Раджа сутта, царь Благословенный сказал, Монахи, подобно тому, как сияние всех звезд не составляет и одно шестнадцатое сияние Луны, и сияние Луны считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы осознанности. СН 47-70 Чандима сутта, Луна. Благословенный сказал, Монахи, подобно тому, как осенью, когда небо чистое и безоблачное, восходящее солнце рассеивает всю темноту и пространство по мере того, как оно сияет, лучится, сверкает, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы осознанности. СН 47-71 СУРИЯ СУТТА, СОНЦЕ Благословенный сказал, Монахи, подобно тому, как среди всех сотканных тканей кассианская ткань считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрасти четыре основы осознанности. СН 47-72 ВАДХА СУТТА, ТКАНЬ БАЛА СУТТА, УСИЛИ СН 47-73 В САВАДХА Благословенный сказал, Монахи, подобно тому, как любые поступки, требующие усилия, основываются на земле, опираются на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает четыре основы осознанности. И как, монахи, монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает четыре основы осознанности? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревая в выставлении. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивая четыре основы осознанности. Биджи Сутта, Семена. СН 47-74. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как любые виды семян и растений достигают роста, увеличения, разрастания, основываясь на земле, опираясь на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает четыре основы осознанности, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревая в выставлении. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает четыре основы осознанности, и, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. Нага сутта, Наги. Сн. 47.75. Благословенный сказал, монахи, основываясь на Гималаях, царе всех гор, Наги насыщают свои тела и обретают силу. Когда они насытили свои тела и обрели силу, они входят в водоемы. Из водоемов они входят в озера, а затем в ручьи, а затем в реки, и, в конечном счете, они входят в океан. Там они достигают величия и разрастания тела. Точно так же, монахи, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревая в выставлении. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает и взращивает четыре основы осознанности, и, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. Рукха сутта, дерево. СН 4776. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы дерево сгибалось, склонялось и устремлялось к востоку. Если бы его срубили у основания, то в каком направлении оно бы упало? В том направлении, учитель, в котором оно сгибалось, склонялось и устремлялось. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, то он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревая в выставлении. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. Кумбха сутта, горшок. СН 4777. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как перевернутый горшок отдает свою воду и не забирает ее обратно, то точно так же монах, который развивает и взращивает четыре основы осознанности, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах, который развивает и взращивает четыре основы осознанности, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. Сука-сутта «Острая щепка» СН 47-78 Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы острая щепка Атриса Ильич меня торчала бы в нужную сторону и ее придавили бы ногой или рукой. Могло бы произойти так, что она поранила бы руку или ногу, и выступила бы кровь. Почему? Потому что острая щепка торчала в нужную сторону. Точно так же, монахи, может произойти так, что с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, монах пронизит невежество, породит истинные знания, реализует небану. И почему? Потому что его воззрение правильно направлено. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, который направляется, склоняется, устремляется к Ниббане. Таким образом, монахи, монах с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, пронзает невежество, порождает истинные знания, реализует Ниббану. Акаса сутта «Небо» СН 4779 Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как разные вздрадуют в небе, восточные ветра, западные ветра, северные ветра, южные ветра, пыльные ветра и непыльные ветра, холодные ветра и теплые ветра, слабые ветра и сильные ветра, то точно так же, когда монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, то в нем развиваются до полноты четыре основы осознанности, развиваются до полноты четыре основы осознанности, развиваются до полноты четыре основы сверхъестественных сил, развиваются до полноты пять качеств, развиваются до полноты пять сил, развиваются до полноты семь факторов просветления. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, то в нем развиваются до полноты четыре основы. Семь факторов просветления Патхама Мекха Сутта, Дождевое Облако 1. СН 47-80. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как в последний месяц жаркого сезона, когда поднимается груда пыли и грязи, не по сезону большое дождевое облако растворяет ее и подавляет прямо на том самом месте, то точно так же, когда монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, какие бы вредоносные неблагие состояния не возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, какие бы вредоносные неблагие состояния ни возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. ДУТИЯ МЕКХА СУТТА «Дождевое облако 2» СН 4781. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как когда возникает большое дождевое облако, сильный ветер перехватывает его, чтобы растворить и подавить его, то точно так же, когда монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, какие бы вредоносные неблагие состояния ни возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. И каким образом монах так делает? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в оставлении. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, какие бы вредоносные и неблагие состояния не возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. Нава Сутта, корабль. СН 4782. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы морской корабль был бы оснащен такелажем, который бы изнашивался в воде в течение шести месяцев. Его бы вытащили на сушу во время холодного сезона, и его такелаж далее подвергался бы атакам ветра и солнца. Затопленный дождем из дождевого облака такелаж легко бы обвалился и прогнил. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, его оковы легко обваливаются и прогнивают. И каким образом? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, его оковы легко обваливаются и прогнивают. Агантука сутта, гостевой дом. СН 4783. Благословенный сказал, монахи, представьте гостевой дом. Люди идут с востока, с запада, с севера, с юга и поселяются там. Кхаттия, брахманы, весы, и судды приходят и поселяются там. Точно так же, когда монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Он отбрасывает прямым знанием те вещи, которые следует отбросить прямым знанием. Он реализует прямым знанием те вещи, которые следует реализовать прямым знанием. Он развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Один, и что это, монахи, за вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания? Следует ответить так, пять совокупностей, к которым происходит цепляние. Какие пять? К совокупности формы происходит цепляние, к совокупности чувства происходит цепляние, к совокупности восприятия происходит цепляние, к совокупности формации ума происходит цепляние, к совокупности сознания происходит цепляние. Эти вещи следует полностью понять посредством прямого знания. Два, монахи, и какие вещи следует отбросить прямым знанием? Невежество и жажду к существованию. Эти вещи следует отбросить прямым знанием. Три, монахи, и какие вещи следует реализовать прямым знанием? Истинные знания и освобождение. Эти вещи следует реализовать прямым знанием. Четыре, монахи, и какие вещи следует развить прямым знанием? Успокоение и прозрение. Эти вещи следует развить прямым знанием. Монахи, и каким образом, когда монах развивает и Взращивая четыре основы осознанности, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Надисутта, Река. СН 4784. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы когда Река Ганг направлялась, склонялась, устремлялась на восток, пришла бы огромная толпа людей с ведрами и лопатами, думая, мы сделаем так, что это Река Ганг направится, склонится, устремится на запад. Как вы думаете, монахи, могла бы эта огромная толпа людей сделать так, чтобы Река Ганг направилась бы, склонилась, устремилась на запад? Нет, учитель. И почему? Потому что река Ганг направляется, склоняется, устремляется на восток, и не просто сделать так, чтобы она направилась бы, склонилась, устремилась на запад. Эту огромную толпу людей ожидали бы только усталости досада. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, царь или царские министры, близкие родня, могли бы пригласить его принять богатство, сказав, ну же, дорогой, ради чего эти желтые монашеские одежды обременяют тебя? Зачем странствовать туда и сюда с обритой головой чашей для сбора подаяний? Ну же, вернувшись к низшей жизни мирянина, наслаждайся богатством и совершай благие дела. В самом деле, монахи, когда этот монах развивает и взращивает четыре основы осознанности, не может случиться так, чтобы он оставил практику и вернулся к низшей жизни. Почему? Потому что долгое время его ум направлялся, склонялся, устремлялся к отречению. Не может быть такого, чтобы он вернулся к низшей жизни. И как, монахи, этот монах развивает и взращивает четыре основы осознанности? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревая от выставления. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет своей окончательной целью устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах развивает и взращивает четыре основы осознанности. Ясана сутта, поиски. СН 47.85 В Саваттхе. Благословенный сказал. Один, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Один. Таковы три вида поисков. Эти четыре основы осознанности следует развить ради прямого знания этих трех поисков. И каковы эти четыре основы осознанности? Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, которое имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот, монахи, монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру, который направляется, склоняется, устремляется к неббане. Эти четыре основы осознанности развить ради прямого знания этих трех поисков. Два, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти четыре основы осознанности следует развить ради полного понимания этих трех поисков. Три, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти четыре основы осознанности следует развить ради полного уничтожения этих трех поисков. Четыре, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти четыре основы осознанности следует развить ради полного оставления этих трёх поисков. Эти четыре основы осознанности следует развить ради полного оставления этих трёх поисков. Один, согласно комментарию, здесь речь идёт о поисках святой жизни, основанной на неправильных воззрениях. Сутты СН 4786-94. Сутты в точности аналогичны СН 4785, за исключением вводной части, вариации которой приведены ниже, Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида суждений. Какие три? Суждение я, лучше, суждение я, такое же, суждение я, хуже. Таковы три суждения. Эти четыре основы осознанности следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трёх суждений. СН 4786, вид ха-сутта, суждения. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида пятен умственных загрязнений. Какие три? Пятно чувственности, пятно существования, пятно невежества. Эти четыре основы осознанности следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трёх пятен. СН 4787, а сава сутта, пятна. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида существований. Какие три? Существование в чувственной сфере, существование в сфере форм, существование и в сфере бесформенной. Таковы три вида существования. Эти четыре основы осознанности следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трёх существований. СН 4788, пхава сутта, существование. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида страданий. Какие три? Страдания из-за боли, страдания из-за формации, страдания из-за перемен. Таковы три вида страданий. Эти четыре основы осознанности следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трёх страданий. СН 4789, дххата сутта, страданий. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида бесполезностей. Какие три? Бесполезность жажды, бесполезность злобы, бесполезность заблуждения. Таковы три бесполезности. Эти четыре основы осознанности следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех бесполезностей. СН 4790, Кхила сутта, Бесполезность. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида запятненностей. Какие три? Запятненность жажды, запятненность злобы, запятненность заблуждения. Таковы три запятненности. Эти четыре основы осознанности следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех запятненностей. СН 4791, Мала сутта, запятненность. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида проблем. Какие три? Проблемы жажды, проблема злобы, проблема заблуждения. Таковы три проблемы. Эти четыре основы осознанности следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех проблем. СН 4792, Нигха Сутта, Проблемы. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида чувств. Какие три? Приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Таковы три чувства. Эти четыре основы осознанности следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех чувств. СН 4793, Ведана Сутта, Чувства. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вида жажды. Какие три? Жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Таковы три жажды. Эти четыре основы осознанности следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех видов жажды. СН 4794, Танха Сутта, Жажда. Сутты СН 4795-104. Сутты в точности аналогичны СН 4785, за исключением вводной части, вариации которой приведены ниже. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре наводнения. Какие четыре? Наводнение чувственности, наводнение существования, наводнение воззрений, наводнение невежества. Таковы четыре наводнения. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради прямого знания этих четырех наводнений, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 4795, ОКХА Сутта, Наводнение. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре виды оков. Какие четыре? Оковы чувственности, оковы существования, оковы воззрений, оковы невежества. Таковы четыре оковы. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради прямого знания этих четырех оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 4796, ЙОГА Сутта, ОКХА ВЫ. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре цепляния. Какие четыре? Цепляния к чувственным удовольствиям, цепляния к воззрениям, цепляния к правилам и предписаниям, цепляния к доктрине существования и я. Таковы четыре цепляния. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради прямого знания этих четырех цепляний, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 4797, УПАДАНО Сутта, Цепляния. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре узла. Какие четыре? Телесный, один, узел жадности, телесный узел недоброжелательности, телесный узел привязанности к правилам и предписаниям, телесный узел привязанности к догматическому утверждению об истинном. Таковы четыре узла. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради прямого знания этих четырех узлов, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 4798, ГАНДХА СУТТА, УЗЛЫ. Благословенный сказал, монахи, есть эти семь скрытых склонностей. Какие семь? Скрытая склонность к чувственной жажде, скрытая склонность к отвращению, скрытая склонность к воззрениям, скрытая склонность к сомнению, скрытая склонность к самомнению, скрытая склонность к жажде существовать, скрытая склонность к невежеству. Таковы семь скрытых склонностей. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради прямого знания этих семи скрытых склонностей, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 47.99, Анусая сутта, скрытые склонности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять нити чувственности. Какие пять? Формы, воспринимаемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, воспринимаемые ухом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Запахи, воспринимаемые носом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Вкусы, воспринимаемые языком, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Таковы пять нити чувственности. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради прямого знания этих пяти нити чувственности, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 47-100, Камагуна сутта, Нити чувственности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять помех. Какие пять? Помеха чувственного желания, помеха недоброжелательности, помеха ления и апатии, помеха неугомонности и сожаления, помеха сомнения. Таковы пять помех. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради прямого знания этих пяти помех, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 47-101, Ниварана сутта, Помехи. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совокупностей, которым происходит цепляние. Какие пять? Форма как совокупность, которой происходит цепляние, чувство как совокупность, которой происходит цепляние, восприятие как совокупность, которой происходит цепляние, волевые формирователи как совокупность, которой происходит цепляние, сознание как совокупность, к которой происходит цепляние. Таковы пять совокупностей, к которым происходит цепляние. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради прямого знания этих пяти совокупностей, к которым происходит цепляние, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 47-102, Упадана Кхандха Сутта, совокупности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять нижних оков. Какие пять? Воззрение существования Я, сомнений, цепляние к правилам и предписаниям, чувственное желание, недоброжелательность. Таковы пять нижних оков. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради прямого знания этих пяти нижних оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 47103, Арамбхаги Сыниджана Сутта, пять нижних оков. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять высших оков. Какие пять? Жажда к формам, жажда к бесформенности, самомнений, неугомонность, невежество. Таковы пять высших оков. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради прямого знания этих пяти высших оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 47104, Утхамбхаги Сыниджана Сутта, пять высших оков. Один, Кайгантха. Комментарий поясняет это как узел в наморубе, теле и сознании. Судхика Сутта, простое. СН 481. В Саваттхе. Благословенный обратился к монахам, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Таковы пять качеств. Патхама Сатапанна Сутта, вступивший в поток один. СН 482. В Саваттхе. Благословенный обратился к монахам, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Монахи, когда ученик благородных понимает в соответствии с действительностью привлекательность, опасность, и спасение по отношению к этим пяти качествам, то он зовется учеником благородных, который является вступившим в поток, освобожденным от нижних миров, непоколебимым в своей участи, направляющимся к просветлению. Дутия Сатапанна Сутта, вступивший в поток два. СН 483. Сутта в точности аналогична СН 482, но к фразе привлекательность, опасность, спасение добавлено, происхождение и исчезновение. Патхама Араханта Сутта, Арахант 1. СН 484. В Саваттхе. Благословенный обратился к монахам, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Монахи, когда монах, поняв в соответствии с действительностью привлекательность, опасность и спасение по отношению к этим пяти качествам, освободился за счет нецепляния, то такой монах зовется Арахантом, чьи пятна умственных загрязнений уничтожены, кто прожил святую жизнь, сделал то, что нужно было сделать, сбросил груз, достиг своей цели, полностью уничтожил оковы существования, зовется тем, кто полностью освобожден посредством окончательного знания. Дутьё Араханта сутта, Арахант 2. СН 48.5. Сутта в точности аналогична СН 48.4, но к фразе привлекательность, опасность, спасение и добавлено, происхождение и исчезновение. Патхамаса Манабрахамана сутта, жрец и отшельники 1. СН 48.6. В Саваттхе. Благословенный обратился к монахам, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Монахи, те жрецы и отшельники, которые не понимают в соответствии с действительностью привлекательности, опасности и спасения по отношению к этим пяти качествам, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают эти вещи, тех я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, входят и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. ДУТИЕСА МАНА БРАХМА НА СУТТА, ЖРЦЫ И ОТШЕЛЬНИКИ 2. СН 48.7. Благословенный сказал, Монахи, те жрецы и отшельники, которые не понимают качества веры, его происхождения, его исчезновения, и пути, ведущего к его исчезновению, не понимают качества усердия, качества сознанности, качества сосредоточения, качества мудрости, его происхождения, его исчезновения, и пути, ведущего к его исчезновению. Таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, и эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают качество веры, его происхождение, его исчезновение, и путь, ведущий к его исчезновению, понимают качество усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, его происхождение, его исчезновение, и путь, ведущий к его исчезновению, тех я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, и эти почтенные, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, входят и пребывают в цели отшельника. жильничество или в цели жречества. Дадхабба сутта, ТО, что нужно увидеть. С.Н. 48.8. Благословенный сказал, Монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Монахи, и где нужно увидеть качество веры? Качество веры нужно увидеть здесь, в четырех факторах вступления в поток. Монахи, и где нужно увидеть качество усердия? Качество усердия нужно увидеть здесь, в четырёх правильных усилиях. Монахи, и где нужно увидеть качество осознанности? Качество осознанности нужно увидеть здесь, в четырёх основах осознанности. Монахи, и где нужно увидеть качество сосредоточения? Качество сосредоточения нужно увидеть здесь, в четырёх джханах. Монахи, и где нужно увидеть качество мудрости? Качество мудрости нужно увидеть здесь, в четырёх благородных истинах. Таковы, монахи, эти пять качеств. Патхама Витханга сутта, анализ 1. СН 48.9. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. И что такое качество веры? Монахи, ученик благородных, это человек веры. Он верит в просветление Татхагаты, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Это называется качеством веры. И что такое качество усердия? Вот монахи, ученик благородных поддерживает усердие к оставлению неблагих состояний ума и взращивания и у благих состояний. Он упорен, устойчив в своих стараниях, не оставляет своих обязанностей по отношению к развитию благих состояний. Это называется качеством усердия. И что такое качество осознанности? Вот монахи, ученик благородных внимателен, крайне осознан и проницателен, запоминает и способен вспомнить даже то, что было сделано и сказано очень давно. И что такое качество сосредоточения? Вот монахи, ученик благородных достигает сосредоточения, достигает однонаправленности ума, сделав объектом освобождения. Один. Это называется качеством сосредоточения. И что такое качество мудрости? Вот монахи, ученик благородных мудр. Он наделен мудростью в отношении происхождения и исчезновения феноменов, благородной, проникающей, ведущей к полному уничтожению страданий. Это называется качеством мудрости. Таковы, монахи, пять качеств. Один. Согласно комментарию, под освобождением понимается неббана. То есть, сосредоточенный ум удерживает какой-либо обусловленный феномен и рассматривает его для познания трех характеристик – безличности, изменчивости, страдательности, тем самым, освобождаясь от этого феномена. Индрио Випханга сутта, анализ умственных качеств. СН 48.10. Благословенный сказал, монахи, есть пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. И что такое качество веры? Монахи, ученик благородных, это человек веры. Он верит в просветление Татхагаты, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Это называется качеством веры. И что такое качество усердия? Вот монахи, ученик благородных поддерживает усердие к оставлению неблагих состояний ума и взращивания и у благих состояний. Он упорен, устойчив в своих стараниях, не оставляет своих обязанностей по отношению к развитию благих состояний. Он порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих, неблагих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердий, направляет на это ум, старается. Он порождает желание к возникновению невозникших благих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердий, направляет на это ум, старается. Он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, к их неугасанию, увеличению, разрастанию, осуществлению посредством развития. Он прилагает усилия, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Это называется качеством усердия. И что такое качество осознанности? Вот монахи, ученик благородных внимателен, крайне осознан и проницателен, запоминает и способен вспомнить даже то, что было сделано и сказано очень давно. Он пребывает в созерцании тела в теле, чувств в чувствах, ума в уме, феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив жажду и недовольство к миру. Это называется качеством осознанности. И что такое качество сосредоточения? Вот монахи, ученик благородных достигает сосредоточения, достигает однонаправленности ума, сделав объектом освобождения. Будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, он входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. С угасанием направления и удержания ума на объекте, он входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. С угасанием восторга он пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. С оставлением удовольствия боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, он входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Это называется качеством сосредоточения. И что такое качество мудрости? Вот монахи, ученик благородных мудр. Он наделен мудростью в отношении происхождения и исчезновения феноменов, благородной, проникающей, ведущей к полному уничтожению страданий. Он понимает в соответствии с действительностью, это – страдание. Это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Он понимает в соответствии с действительностью, это – путь, ведущий к прекращению страдания. Это называется качеством мудрости. Таковы, монахи, пять качеств. Патила Абхасута, Обретение. СН 48.11. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. И что такое качество веры? Монахи, ученик благородных, это человек веры. Он верит в просветление Татхагаты, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Это называется качеством веры. И что такое качество усердия? Это усердие, которое обретается на основе четырех правильных усилий. Это называется качеством усердия. И что такое качество осознанности? Это осознанность, которая обретается на основе четырех основ осознанности. Это называется качеством осознанности. И что такое качество сосредоточения? Вот монахи, ученик благородных достигает сосредоточения, достигает однонаправленности ума, сделав объектом освобождения. Это называется качеством сосредоточения. И что такое качество мудрости? Вот монахи, ученик благородных мудр. Он наделен мудростью в отношении происхождения и исчезновения феноменов, благородной, проникающей, ведущей к полному уничтожению страданий. Это называется качеством мудрости. Таковы, монахи, пять качеств. Патхама Сангхита Сутта, кратко один. СН 48.12. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Тот, кто развил и довел до совершенства эти пять качеств, тот арахант. Если они слабее, чем этот уровень, то он, не возвращающийся. Если еще слабее, то он, однажды возвращающийся. Если еще слабее, то он, вступивший в поток. Если еще слабее, то он, идущий за счет Дхаммы. Если еще слабее, то он, идущий за счет веры. Дутия Сангхита Сутта, кратко 2. СН 48.13. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Тот, кто развил и довел до совершенства эти пять качеств, тот арахант. Если они слабее, чем этот уровень, то он, не возвращающийся. Если еще слабее, то он, однажды возвращающийся. Если еще слабее, то он, вступивший в поток. Если еще слабее, то он, идущий за счет Дхаммы. Если еще слабее, то он, идущий за счет веры. Так, монахи, из-за различия в качествах имеется различие в плодах пути. Из-за различия в плодах, имеется различие в качествах личности. Татья Сангхита Сутта, кратко 3. СН 48.14. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Тот, кто развил и довел до совершенства эти пять качеств, тот арахант. Если они слабее, чем этот уровень, то он, не возвращающийся. Если еще слабее, то он, однажды возвращающийся. Если еще слабее, то он, вступивший в поток. Если еще слабее, то он, идущий за счет Дхаммы. Если еще слабее, то он, идущий за счет веры. Так, монахи, тот, кто задействует эти качества полностью, тот и преуспевает полностью. Тот, кто задействует их частично, и преуспевает частично. Эти пять качеств не бесполезны, так я говорю. Патхама Витхара Сутта, подробно 1. СН 48.15. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Тот, кто развил и довел до совершенства эти пять качеств, тот арахант. Если они слабее, чем этот уровень, то он тот, кто достигает нигбаны в промежутке. Если еще слабее, то он тот, кто достигает нигбаны по приземлении. Если еще слабее, то он тот, кто достигает нигбаны без усилия. Если еще слабее, то он тот, кто достигает нигбаны с усилием. Если еще слабее, то он тот, кто направляется вверх, к высшему миру чистых обители Аканитха. 1. Если еще слабее, то он он, однажды возвращающийся. Если еще слабее, то он, вступивший в поток. Если еще слабее, то он, идущий за счет Дхаммы. Если еще слабее, то он, идущий за счет веры. Один, согласно комментарию, слово Антарапари Ниббай, достигающий Ниббана в промежутке, означает того, кто родился в мире чистых обителей и достиг араханства в первой половине своего срока жизни там. Этот вид подразделяется на три подвида. Один, достигающий Ниббана в тот же самый день перерождения, два, после сто или двести прошедших кап, три, после четыреста прошедших кап. Упахл Чапари Ниббай, достигающий Ниббаны по приземлению, объясняется как тот, кто достигает араханства после прошествия первой половины срока жизни в чистых обителях. Далее комментарии трактуют следующие два вида невозвращающихся, достигающие без усилия, достигающие с усилием, как два варианта того, каким образом Ниббаны достигают первые два вида невозвращающихся. Однако, такая трактовка не только искажает дословное значение наименований невозвращающихся, но также и нарушает последовательную взаимоисключающую природу этих пяти видов невозвращающихся, которая прослеживается и в иных суртах канона. Если понимать термином Тарапари Ниббай дословно, как, видимо, и следует делать, то это будет означать того, кто достигает Ниббана в промежутке между двумя жизнями, вероятно, существуя в промежуточном состоянии с утонченным телом. Тогда достигающий Ниббаны по приземлению будет тем, кто достигает Ниббана тут же, в момент самого рождения в чистых обителях. Следующие два термина обозначают два вида невозвращающихся, которые достигают араханства по мере срока их жизни в чистых обителях, в зависимости от количества усилий, которые им требуется приложить, чтобы достичь цели. Последний вид, идущий вверх к миру Аканиттха, это тот невозвращающийся, который последовательно перерождается во всех мирах чистых обителей, полностью исчерпывая срок жизни в каждом из них, пока, в конечном счете, не достигает араханства в самом высшем мире чистых обителей, Аканиттха. Такое толкование, которое было распространено среди нескольких нитхироваддинских школ раннего буддизма, похоже, подтверждается Пурисагатисутой Ан-7-55, в которой приводится пример с искрой. Здесь семь видов невозвращающихся, включая три вида достигающих небабаны в промежутке, являются взаимоисключающими и идут по порядку в сути, в соответствии с градацией развитости их качеств. Кроме того, еще одним подтверждением данной трактовки является Ан-4-131, которая объясняет достигающего небабана в промежутке как того, кто отбросил оковы перерождения, у Папатти Саньоджина, но еще не отбросил оковы существования, Пхва Саньоджина. Хотя тхироваддины спорили против такой интерпретации Ан-Тарапари Ниббэй, все же, свидетельства из суд убедительно говорят в пользу именно такой трактовки. Дутия Виттхара сутта, подробно 2. СН 48-16. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Тот, кто развил и довел до совершенства эти пять качеств, тот арахант. Если они слабее, чем этот уровень, то он тот, кто достигает Нигбаны в промежутке. Если еще слабее, то он тот, кто достигает Нигбаны по приземлении. Если еще слабее, то он тот, кто достигает Нигбаны без усилия. Если еще слабее, то он тот, кто достигает Нигбаны с усилием. Если еще слабее, то он тот, кто направляется вверх, к высшему миру чистых обителей Аканитха. Если еще слабее, то он однажды возвращающийся. Если еще слабее, то он вступивший в поток. Если еще слабее, то он идущий за счет Дхаммы. Если еще слабее, то он идущий за счет веры. Так, монахи, из-за различия в качествах имеется различие в плодах пути. Из-за различия в плодах, имеется различие в качествах личности. Татья Виттхара Сутта, подробно 3. СН 48.17. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Тот, кто развил и довел до совершенства эти пять качеств, тот арахант. Если они слабее, чем этот уровень, то он тот, кто достигает нигбаны в промежутке. Если еще слабее, то он тот, кто достигает нигбаны по приземлении. Если еще слабее, то он тот, кто достигает нигбаны без усилия. Если еще слабее, то он тот, кто достигает нигбаны с усилием. Если еще слабее, то он тот, кто направляется вверх, к высшему миру чистых обителей Аконитха. Если еще слабее, то он однажды возвращающийся. Если еще слабее, то он вступивший в поток. Если еще слабее, то он идущий за счет Дхаммы. Если еще слабее, то он идущий за счет веры. Так, монахи, тот, кто задействует эти качества полностью, тот и преуспевает полностью. Тот, кто задействует их частично, преуспевает частично. Эти пять качеств не бесполезны, так я говорю. Патипанна сутта, практикуя. СН 48.18. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Тот, кто развил и довел до совершенства эти пять качеств, тот и арахант. Если они слабее, чем этот уровень, то он, идущий по пути практики к достижению араханства. Если еще слабее, то он, не возвращающийся. Если еще слабее, то он, идущий по пути практики к достижению невозвращения. Если еще слабее, то он, однажды возвращающийся. Если еще слабее, то он, идущий по пути практики к достижению однажды возвращения. Если еще слабее, то он, вступивший в поток. Если еще слабее, то он, идущий по пути практики к достижению вступления в поток. Но монахи, я говорю, что тот, в ком эти пять качеств абсолютно и полностью отсутствуют, тот является чужаком, тем, кто находится среди заурядных людей. Один. Один, согласно поздней буддийской традиции, речь идет о том, что эти качества до определенной степени есть у обычных заурядных людей, но они все равно слабее, чем у самого нижнего уровня благородной личности. Сампанна сутта, наделен. СН 48.19. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, наделен качествами, наделен качествами, так говорят. В каком смысле говорится, что человек наделен качествами? Монах, вот монах развивает качество веры, которое ведет к покою, ведет к просветлению. Он развивает качество усердия, качество сознанности, сосредоточения, мудрости, которое ведет к покою, ведет к просветлению. В этом смысле, монах, говорится, что он наделен качествами. Асавакхвая сутта, уничтожение загрязнений. СН 48.20. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Монахи, именно потому, что он развил и взрастил эти пять качеств, монах, за счет уничтожения пятен загрязнений ума, в этой самой жизни входит и пребывает в чистейшем освобождении ума, освобождении мудростью, реализовав это для себя самостоятельно посредством прямого знания. Пнабхава Сутта, Новое Существование СН 48 21 Благословенный сказал, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Монахи, до тех пор, пока я напрямую не познал в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения, опасность и спасение по отношению к этим пяти качествам, я не заявлял о том, что пробудился в непревзойденное совершенное просветление в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Но когда я напрямую познал это в соответствии с действительностью, тогда я заявил, что пробудился, богов и людей. Знание и видение возникло во мне, непоколебимо мое освобождение ума. Это мое последнее рождение. Не будет нового существования. Джи Тиндрия Супта – качество жизненной энергии СН 48-22 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три качества». Какие три? Качество женственности, качество мужественности и качество жизненной энергии. Таковы три качества. Один. Один – качество женственности, и Тхиндрия, и качество мужественности, Курюсиндрия, редко упоминаются в суттах, но играют важную роль в сутте Ан-7-51. Эти качества более подробно разбираются в Абхидхамиеве Судхимагги. Согласно комментарию, качество женственности управляет женственностью, то есть определяет женственные черты у женщины, а мужское – управляет мужественностью. Качество жизненной силы, Джавитиндрия, ответственно за поддержание физического тела. Это качество также разбирается в Абхидхамиеве Судхимагги. Аниндрио Судта, качество окончательного знания. СН 4823. Благословенный сказал, монахи, есть эти три качества. Какие три? Качества я узнаю еще не познанные, качество окончательного знания, качество того, кто наделен окончательным знанием. Таковы три качества. Один. Один, эта сутта также встречается в эти вот таки три тринадцать, где, к тому же, есть строфы, которые частично помогают понять смысл. Экабиджи сутта, восходящий лишь один раз. СН 4824. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Тот, кто развил и довел до совершенства эти пять качеств, тот арахант. Если они слабее, чем этот уровень, то он тот, кто достигает нигбаны в промежутке. Если еще слабее, то он тот, кто достигает нигбаны по приземлении. Если еще слабее, то он тот, кто достигает нигбаны без усилия. Если еще слабее, то он тот, кто достигает нигбаны с усилием. Если еще слабее, то он тот, кто направляется вверх, к высшему миру чистых обителей Аканитха. Если еще слабее, то он однажды возвращающийся. Если еще слабее, то он восходящий лишь один раз. Если еще слабее, то он идущий из семьи в семью. Если еще слабее, то он достигающий за семь жизней максимум. Один. Если еще слабее, то он идущий за счет Дхаммы. Если еще слабее, то он идущий за счет Веры. Один, здесь раскрываются три вида вступившего в поток, Сатапанна. Самый лучший из них, это тот, кто родится лишь еще один раз и достигнет араханства. Второй из них, тот, кто родится два или три раза и достигнет араханства. Третий достигнет освобождения за срок максимум в семь жизней. Вслед за ними идут два вида идущих по пути ко вступлению в поток, то есть пока еще не достигшие плода вступления в поток, хотя они обязательно его достигнут до момента смерти. Суддхака сутта, упрощенный. СН 48.25. Благословенный сказал, монахи, есть эти шесть качеств. Какие шесть? Качество глаза, качество уха, качество носа, качество языка, качество тела, качество сознания, таковы шесть качеств. Сатапанна сутта, вступивший в поток. СН 48.26. Благословенный сказал, монахи, есть эти шесть качеств. Какие шесть? Качество глаза, качество уха, качество носа, качество языка, качество тела, качество сознания. Монахи, когда ученик благородных понимает в соответствии с действительностью привлекательность, опасность и спасение по отношению к этим шести качествам, то он зовется учеником благородных, который является вступившим в поток, освобожденным от нижних миров, непоколебимым в своей участи, направляющимся к просветлению. Араханта сутта, Арахант. СН 48.27. Благословенный сказал, монахи, есть эти шесть качеств. Какие шесть? Качество глаза, качество уха, качество носа, качество языка, качество тела, качество сознания. Монахи, когда монах понял в соответствии с действительностью привлекательность, опасность и спасение по отношению к этим шести качествам, и освободился за счет нецепляния, то такой монах зовется Арахантом, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, кто прожил святую жизнь, сделал то, что нужно было сделать, сбросил груз, достиг своей цели, полностью уничтожил оковы существования, зовется тем, кто полностью освобожден посредством окончательного знания. Благословенный сказал, монахи, есть эти шесть качеств. Какие шесть? Качество глаза, качество уха, качество носа, качество языка, качество тела, качество сознания. Монахи, до тех пор, пока я напрямую не познал в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения, привлекательности, опасности и спасения по отношению к этим шести качествам, я не заявлял о том, что пробудился в непревзойденное совершенное просветление в этот мир с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Но когда я напрямую познал это в соответствии с действительностью, тогда я заявил, что пробудился, богов и людей. Знание и видение возникло во мне, непоколебимо мое освобождение ума. Это мое последнее рождение. Не будет нового существования. Патхамаса Манабрахмана сутта, жрецы и отшельники 1. СН 48.29. Благословенный сказал, монахи, есть эти шесть качеств. Какие шесть? Качество глаза, качество уха, качество носа, качество языка, качество тела, качество сознания. Монахи, те жрецы и отшельники, которые не понимают в соответствии с действительностью привлекательности, опасности и спасения по отношению к этим шести качествам, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают эти вещи, таковых я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, входят и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Дутиеса Манабрахмана Сутта, Жрецы и Отшельники 2. СН 48.30. Благословенный сказал, те жрецы и отшельники, которые не понимают качество глаза, его происхождения, его исчезновения, и пути, ведущего к его исчезновению, не понимают качество уха, носа, языка, тела, качество сознания, его происхождения, его исчезновения, и пути, ведущего к его исчезновению, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают эти вещи, тех я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, входят и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Суддхика сутта, простое. СН 48.31. Благословенный сказал, монахи, таковы пять качеств. Какие пять? Качество удовольствия, качество боли, качество радости, качество недовольства, качество невозмутимости. Таковы пять качеств. Один. Один, палийские термины соответственно, по порядку, Сукха, Дукха, Самонаса, Дамонаса, Упекха. Более подробное каноническое разъяснение смотри. В СН 48.36. Котэпэно сутта, вступивший в поток. СН 48.32. Благословенный сказал, монахи, таковы пять качеств. Какие пять? Качество удовольствия, качество боли, качество радости, качество недовольства, качество невозмутимости. Монахи, когда ученик благородных понимает в соответствии с действительностью привлекательность, опасность, и спасение по отношению к этим пяти качествам, то он зовется учеником благородных, который является вступившим в поток, освобожденным от нижних миров, непоколебимым в своей участи, направляющимся к просветлению. Араханта сутта, Арахант. СН 48.33. Благословенный сказал, монахи, таковы пять качеств. Какие пять? Качество удовольствия, качество боли, качество радости, качество недовольства, качество невозмутимости. Монахи, когда монах, поняв в соответствии с действительностью привлекательность, опасность, и спасение по отношению к этим пяти качествам, освободился за счет нецепляния, то такой монах зовется Арахантом, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, кто прожил святую жизнь, сделал то, что нужно было сделать, сбросил груз, достиг своей цели, полностью уничтожил оковы существования, зовется тем, кто полностью освобожден посредством окончательного знания. Патхамаса Монабрахамана сутта, жрец и отшельники 1. СН 48.34. Благословенный сказал, монахи, таковы пять качеств. Какие пять? Качество удовольствия, качество боли, качество радости, качество недовольства, качество невозмутимости. Монахи, те жрецы и отшельники, которые не понимают в соответствии с действительностью привлекательности, опасности, и спасения по отношению к этим пяти качествам, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, и эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают эти вещи, таковых я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, и эти почтенные, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, входят и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Дутиеса Манабрахма на сутта, жрецы и отшельники 2. СН 48.35. Благословенный сказал, монахи, те жрецы и отшельники, которые не понимают качество удовольствия, его происхождения, его исчезновения, и пути, ведущего к его исчезновению, не понимают качество боли, качество радости, качество недовольства, качество невозмутимости, его происхождения, его исчезновения, и пути, ведущего к его исчезновению, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают эти вещи, таковых я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, входят и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Патхама Витханга сутта, анализ 1. СН 48.36. Благословенный сказал, монахи, таковы пять качеств. Какие пять? Качество удовольствия, качество боли, качество радости, качество недовольства, качество невозмутимости. Монахи, и что такое качество удовольствия? Любое телесное удовольствие, любой телесный комфорт, приятное и комфортное чувство, рожденное контактом тела, это, монахи, называется качеством удовольствия. Монахи, и что такое качество боли? Любая телесная боль, любой телесный дискомфорт, болезненное и дискомфортное чувство, рожденное контактом тела, это, монахи, называется качеством боли. Монахи, и что такое качество радости? Любое умственное удовольствие, любой умственный комфорт, приятное и комфортное чувство, рожденное контактом ума, это, монахи, называется качеством радости. Монахи, и что такое качество недовольства? Любая умственная боль, любой умственный дискомфорт, болезненное и дискомфортное чувство, рожденное контактом ума, это, монахи, называется качеством недовольства. Монахи, и что такое качество невозмутимости? Любое чувство, телесное или же умственное, которое является некомфортным, недискомфортным, это, монахи, называется качеством невозмутимости. Таковы, монахи, пять качеств. 1. 1. Примечание переводчика С.В., согласно следующей суте СН 48.37, удовольствие и радость – это приятное чувство, сукхаведана, боль и недовольство – это болезненное чувство, дугхаведана, а невозмутимость – это неприятное и неболезненное чувство, а дугхама сукхаведана. Смотри также СН 48.40, где объясняется, где каждое из этих чувств прекращается целиком и без остатка. Дутия Витханга сутта, анализ 2. СН 48.37 Сутта в точности аналогична СН 48.36, но вместо последнего предложения идет фрагмент, таким образом, монахи, качество удовольствия и качество радости следует рассматривать как приятное чувство. Качество боли и качество недовольства следует рассматривать как болезненное чувство. Качество невозмутимости следует рассматривать как неприятное и неболезненное чувство. Таковы, монахи, пять качеств. Татья Витханга сутта, анализ 3. СН 48-38. Сутта в точности аналогична СН 48-36, но вместо последнего предложения идет фрагмент, таким образом, монахи, качество удовольствия и качество радости следует рассматривать как приятное чувство. Качество боли и качество недовольства следует рассматривать как болезненное чувство. Качество невозмутимости следует рассматривать как неприятное и неболезненное чувство. Так, монахи, в зависимости от способа объяснения эти пять качеств, будучи пятью, становятся тремя, а будучи тремя, становятся пятью. Катхапама сутта, пример с палками для розжига. СН 48.39. Благословенный сказал, монахи, таковы пять качеств. Какие пять? Качество удовольствия, качество боли, качество радости, качество недовольства, качество невозмутимости. В зависимости от контакта, переживаемого как приятный, монахи, возникает качество удовольствия. Будучи в состоянии удовольствия, человек понимает, я нахожусь в состоянии удовольствия. Он понимает, с прекращением этого контакта, переживаемого как приятный, соответствующие чувства, качество удовольствия, возникшее в зависимости от этого контакта, переживаемого как приятный, прекращается и угасает. В зависимости от контакта, переживаемого как болезненный, монахи, возникает качество боли. Будучи в состоянии боли, человек понимает, я нахожусь в состоянии боли. Он понимает, с прекращением этого контакта, переживаемого как болезненный, соответствующие чувства, качества боли, возникшие в зависимости от этого контакта, переживаемого как болезненный, прекращается и угасает. В зависимости от контакта, переживаемого как радостный, монахи, возникает качество радости. Будучи в состоянии радости, человек понимает, я нахожусь в состоянии радости. Он понимает, с прекращением этого контакта, переживаемого как радостный, соответствующие чувства, качество радости, возникшее в зависимости от этого контакта, переживаемого как радостный, прекращается и угасает. В зависимости от контакта, переживаемого с неудовольствием, монахи, возникает качество недовольства. Будучи в состоянии недовольства, человек понимает, я нахожусь в состоянии недовольства. Он понимает, с прекращением этого контакта, переживаемого с неудовольствием, соответствующие чувства, качество недовольства, возникшее в зависимости от этого контакта, переживаемого с неудовольствием, прекращается и угасает. В зависимости от контакта, переживаемого с невозмутимостью, монахи, возникает качество невозмутимости. Будучи в состоянии невозмутимости, человек понимает, я нахожусь в состоянии невозмутимости. Он понимает, с прекращением этого контакта, переживаемого с невозмутимостью, соответствующие чувства, качество невозмутимости, возникшее в зависимости от этого контакта, переживаемого с невозмутимостью, прекращается и угасает. Монахи, подобно тому, как зарождается тепло и возникает огонь от соединения и трения двух палок для розжига, но когда палки разъединены и отложены, то возникшее тепло прекращается и угасает, то точно так же, в зависимости от контакта, переживаемого как приятный. Контакта, переживаемого как болезненный. Контакта, переживаемого как радостный. Контакта, переживаемого с неудовольствием. Контакта, переживаемого с невозмутимостью, возникает качество невозмутимости, он понимает, с прекращением этого контакта, переживаемого с невозмутимостью, соответствующие чувства, качество невозмутимости, возникшее в зависимости от этого контакта, переживаемого с невозмутимостью, прекращается и угасает. Упати-патика сутта, не по порядку. СН 48-40. Благословенный сказал, монахи, таковы пять качеств. Какие пять? Один. Качество удовольствия, качество боли, качество радости, качество недовольства, качество невозмутимости. Качество боли. Монахи, вот монах пребывает старательным, бдительным, решительным, и в нем возникает качество боли. Он понимает так, во мне возникло это качество боли. И у него есть основа, источник, причинная формация, условий. Два. Не может быть такого, чтобы это качество боли возникло без основы, без источника, без причинной формации, без условия. Он понимает качество боли. Он понимает возникновение качества боли. Он понимает прекращение качества боли. Он понимает, где это возникшее качество боли исчезает без остатка. И где возникшее качество боли исчезает без остатка. Вот, монахи, монах, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих качеств, входит и пребывает в первой джхане, восторг и удовольствие. Рожденные этим оставлением сопровождаются направлением ума на объект медитации и удержанием ума на этом объекте. Именно здесь возникшие качества боли исчезают без остатка. Таков, монахи, монах, который понял прекращение качества боли. Он направляет свой ум соответствующе. 3. Качество недовольства монахи. Вот монах пребывает старательным, бдительным, решительным, и в нем возникает качество недовольства. Он понимает так, во мне возникло это качество недовольства. И у него есть основа, источник, причинная формация, условий. Не может быть такого, чтобы это качество недовольства возникло без основы, без источника, без причинной формации, без условия. Он понимает качество недовольства. Он понимает возникновение качества недовольства. Он понимает прекращение качества недовольства. Он понимает, где это возникшее качество недовольства исчезает без остатка. И где возникшее качество недовольства исчезает без остатка? Вот монах, с успокоением направления и удержания ума, входит и пребывает во второй джхане, его наполняют восторг и удовольствие, рожденные сосредоточением, и единение ума, который свободен от направления и удержания, он пребывает во внутренней устойчивости. Именно здесь возникшее качество недовольства исчезает без остатка. Таков, монахи, монах, который понял прекращение качества недовольства. Он направляет свой ум соответствующее качество удовольствия. Монахи, вот монах пребывает старательным, бдительным, решительным, и в нем возникает качество удовольствия. Он понимает так, во мне возникло это качество удовольствия. И у него есть основа, источник, причинная формация, условий. Не может быть такого, чтобы это качество удовольствия возникло без основы, без источника, без причинной формации, без условия. Он понимает качество удовольствия. Он понимает возникновение качества удовольствия. Он понимает прекращение качества удовольствия. Он понимает, где это возникшее качество удовольствия исчезает без остатка. И где возникшее качество удовольствия исчезает без остатка. Вот монах, с успокоением восторга пребывает невозмутимым, осознанным и бдительным, и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в Третьей Джхане, о которой благородные говорят так, непоколебимый и осознанный, он пребывает в приятном пребывании. Именно здесь возникшие качества удовольствия исчезают без остатка. 4. Таков, монахи, монах, который понял прекращение качества удовольствия. Он направляет свой ум соответствующе. Качество радости. Монахи, вот монах пребывает старательным, бдительным, решительным, и в нем возникает качество радости. Он понимает так, во мне возникло это качество радости. И у него есть основа, источник, причинная формация, условий. Не может быть такого, чтобы это качество радости возникло без основы, без источника, без причинной формации, без условия. Он понимает качество радости. Он понимает возникновение качества радости. Он понимает прекращение качества радости. Он понимает, где это возникшее качество радости исчезает без остатка. И где возникшее качество радости исчезает без остатка. Вот монах, с успокоением удовольствия и боли, как и с предшествующим угасанием радости и недовольства, входит и пребывает в четвертой джхане, он пребывает в чистейшей невозмутимости и осознанности, в неудовольствии и не боли. Именно здесь возникшее качество радости исчезает без остатка. 5. Таков, монахи, монах, который понял прекращение качества радости. Он направляет свой ум соответствующе. Качество невозмутимости. Монахи, вот монах пребывает старательным, бдительным, решительным, и в нем возникает качество невозмутимости. Он понимает так, во мне возникло это качество невозмутимости. И у него есть основа, источник, причинная формация, условий. Не может быть такого, чтобы это качество невозмутимости возникло без основы, без источника, без причинной формации, без условия. Он понимает качество невозмутимости. Он понимает возникновение качества невозмутимости Он понимает прекращение качества невозмутимости Он понимает, где это возникшее качество невозмутимости исчезает без остатка И где возникшее качество невозмутимости исчезает без остатка Вот монах, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования Именно здесь возникшее качество невозмутимости исчезает без остатка 6. Монахи такой монах зовется тем, кто понял прекращение качества невозмутимости. И он направляет свой ум соответствующе. 1. Напали, по порядку, сукха, дукха, самонаса, домонаса, упекха. Первые два качества – телесное приятное и болезненное чувство. Вторые два – умственное приятное и болезненное чувство. Упекха – невозмутимость. Два – это все синонимы. Три – имеется в виду, что направляет ум к достижению джханы. 4. Под качеством удовольствия имеется в виду приятное телесное ощущение, а неприятное умственное ощущение, которое наличествует в третьей джхане. 5. Как видно, стандартная формула четвертой джханы идеально согласуется с объяснением оставления этих качеств в данной сути. 6. В небабане не существует никакого чувствования, неприятного, неболезненного, ни неприятного, ни болезненного, как телесного, так и умственного. Смотри на пример Ан 9.34. Джара Сутта, Старость. СН 48.41. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваддхе в Восточном парке в особняке Матери Амегары. И тогда, вечером, Благословенный вышел из затворничества и сел, чтобы погреть спину последними лучами солнца. И тогда и достопочтенный Ананда отправился к Благословенному. По прибытии, поклонившись ему, он стал делать массаж Благословенному. Затем он сказал, удивительно, учитель. Поразительно, учитель. Облик Благословенного более неяркий и не сияющий. Члены его тела дряблые и морщинистые. Его тело сгорбилось. В качествах его тела видны некоторые изменения, в качестве глаза, уха, носа, языка, качестве тела. Именно так, Ананда. Молодой подвержен старению. Здоровый подвержен болезням. Живой подвержен смерти. Облик более неяркий и не сияющий. Члены тела дряблые и морщинистые. Тело сгорбилось. В качествах видны некоторые изменения, в качестве глаза, уха, носа, языка, качестве тела. Так сказал Благословенный. И сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, тьфу на тебя, жалкая старость. Старость, что красоты и всех лишает. Вот ведь насколько прекрасную куклу старость собой уже сокрушила. Пусть ты прожить можешь даже лет сотню. Смерть будет пунктом твоим назначения. Смерть на пути не щадит никого, но сокрушает все только вокруг. Уннабха Брахмана сутта, Брахмананнабха. СН 48-42. В Саваттхе. И тогда Брахманнабха подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями, и, после обмена вежливыми приветствиями и любезностями, он сел рядом и сказал Благословенному, мастер Гатама, у этих пяти качеств разные области, разные зоны. В переживании своих областей и зон они не накладываются друг на друга. У каких пяти? У качества глаза, у качества уха, у качества носа, у качества языка, у качества тела. 1. Мастер Гатама, и поскольку у этих пяти качеств разные области, разные зоны, и они в переживании не накладываются друг на друга, то в чем их пристанище? Что переживает их области и зоны? Брахманнабха, у этих пяти качеств разные области, разные зоны. В переживании своих областей и зон они не накладываются друг на друга. У каких пяти? У качества глаза, у качества уха, у качества носа, у качества языка, у качества тела. Брахман, эти пять качеств, имея различные области, различные зоны, в переживании не накладывающиеся друг на друга, находит пристанище в уме, и ум переживает их область и зону. Но мастер Гатама, в чем находит пристанище ум? Ум, Брахман, находит пристанище в осознанности. Но, мастер Гатама, в чем находит пристанище осознанность? Осознанность, Брахман, находит пристанище в освобождении. Но, Мастер Гатама, в чем находит пристанище освобождения? Освобождение, Брахман, находит пристанище в Нигбане. Но, Мастер Гатама, в чем находит пристанище Нигбана? Ты вышел за пределы возможностей вопросов, Брахман. Ты не смог уловить предела своему вопрошанию. Брахман, святая жизнь имеет Нигбану своим основанием, Нигбану своим конечным пунктом, Ниббану своей окончательной целью. И тогда Брахманун-Набха, восхитившись и порадовавшись утверждению Благословенного, поднялся со своего сиденья, поклонился Благословенному, после чего, обойдя его с правой стороны, ушел. И вскоре после того, как Брахманун-Набха ушел, Благословенный сказал монахам, «Монахи, представьте, как если бы в доме или в зале со строконечной крышей, с окном, выходящим на восточную сторону, было видно восхождение солнца. Когда лучи попали бы в окно, на что бы они упали? На западную стену, учитель». Точно так же, монахи, Брахманун-Набха обрел веру в Татхагату, утвержденную, глубоко укорененную, основательную, прочную. Ее не сможет поколебать какой-либо отшельник или жрец, или дэва, или мара, или Брахма, или кто-либо в мире. Если, монахи, Брахманун-Набха умер бы в этот самый момент, то не нашлось бы оков, за счет которых он смог бы вернуться обратно в этот мир. 3. 1. По замечанию достопочтенного Бодхи, похоже, здесь речь идет не о самих органах, а о сознании соответствующего органа, так как сам орган, всего лишь проводник, а переживает ту или иную область сознания, соответствующие тому или иному органу, сознании глаза, сознании уха и так далее. 2. Согласно комментарию, осознанность – это путь, а освобождение – это плод пути. 3. Что означает, что он умер бы невозвращающимся? 3. Сакета сутта, Сакета. СН 48-43. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Сакете в роще Анджана в Оленьем парке. И там он обратился к монахам, монахе, если метод объяснения Дхаммы, с помощью которого пять качеств становятся пятью силами, а пять сил – пятью качествами? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Благословенный сказал, монахи, есть метод объяснения, с помощью которого пять качеств становятся пятью силами, а пять сил – пятью качествами. И что это за метод объяснения? То, что является качеством веры, является силой веры. То, что является силой веры, является качеством веры. Один. То, что является качеством усердия, является силой усердия. То, что является силой усердия, является качеством усердия. То, что является качеством осознанности, является силой осознанности. То, что является силой осознанности, является качеством осознанности. То, что является качеством сосредоточения, является силой сосредоточения. То, что является силой сосредоточения, является качеством сосредоточения. То, что является качеством мудрости, является силой мудрости, то, что является силой мудрости, является качеством мудрости. Представьте, монахи, как если бы река склонялась, направлялась и устремлялась к востоку, и посреди нее был бы остров. Есть метод объяснения, с помощью которого реку можно описать как единый поток, но есть метод объяснения, с помощью которого ее можно описать как два потока. И каков метод объяснения, с помощью которого эту реку можно описать как единый поток? Если брать в рассмотрении воду к востоку и к западу от острова, то это будет методом объяснения, с помощью которого эту реку можно описать как единый поток. И каков метод объяснения, с помощью которого эту реку можно описать как два потока? Если брать в рассмотрении воду к северу и к югу от острова, то это будет методом объяснения, с помощью которого эту реку можно описать как два потока. Точно так же, монахи, то, что является качеством веры, является силой веры, то, что является силой мудрости, является качеством мудрости. Монахи, именно благодаря тому, что монах развил и взрастил эти пять качеств, он, с уничтожением пятен загрязнений ума, в этой самой жизни входит и пребывает в чистейшем освобождении ума, освобождении мудростью, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания. Один, судя по этому утверждению, видимо, нет никакой существенной разницы между силами и качествами, то есть эти пять факторов представляют собой одно и то же, просто можно посмотреть на них под разными углами. Несмотря на то, что, казалось бы, более разумно рассматривать силы, Бала, как более развитый этап качеств, Индрия, все же не в каноне, ни в комментариях нет никаких подтверждений такой идеи. Согласно комментарию, эти качества являются качествами в активном смысле, так как они, будучи задействованными, способствуют продвижению в практике пути. И эти же качества являются силами в пассивном смысле, их не могут поколебать такие негативные качества антиподы, как безверие, лень, забывчивость, отвлечение, невежество. Пупбакатхака сутта «Сторожка у восточных врат». СН 48-44 Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в «Сторожке у восточных врат». Там он обратился к достопочтенному Сарипутте. Сарипутта, есть ли у тебя вера в то, что качество веры, будучи полностью развитым и взращенным, имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей конечной целью? Есть ли у тебя вера в то, что качество усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, будучи полностью развитым и взращенным, имеет бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей конечной целью? Учитель, я не опираюсь на веру в благословенного в отношении этого, то, что качество веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, будучи полностью развитым и взращенным, имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей конечной целью. Те, кто не узнали, не увидели, не поняли, не реализовали и не контактировали с мудростью, тем пришлось бы опираться на веру в других в отношении этого, то, что качество веры, мудрости, будучи полностью развитым и взращенным, имеет бессмертное своим основанием. Но те, кто узнали, увидели, поняли, реализовали и контактировали с мудростью, у тех не было бы замешательства или сомнения в отношении этого, то, что качество веры, мудрости, будучи полностью развитым и взращенным, имеет бессмертное своим основанием. Я тот, учитель, кто узнал, увидел, понял, реализовал и контактировал с мудростью. И у меня нет замешательства или сомнения в отношении этого, то, что качество веры. Мудрости, будучи полностью развитым и взращенным, имеет бессмертное своим основанием. Хорошо, Сарипута, хорошо. Те, кто не узнали, тем пришлось бы опираться на веру. Но те, кто узнали, у тех не было бы замешательства или сомнения в отношении этого, то, что качество веры. Мудрости, будучи полностью развитым и взращенным, имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей конечной целью. Патхама Кудбарама Сутта, Восточный парк 1. СН 48-45. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе, в Восточном парке, в особняке Матери Амегары. Там Благословенный обратился к монахам, монахе, полностью развив и взрастив какое число качеств, монах становится тем, кто уничтожил пятна загрязнения ума и заявил о своем окончательном знании. Так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Монахи, благодаря тому, что он полностью развил и взрастил одно качество, монах становится тем, кто уничтожил пятна загрязнения ума и заявил о своем окончательном знании. Что это за качество? Качество мудрости. В ученике благородных, наделенном качеством мудрости, качество веры, что проистекает из него, становится утвержденным. Качество усердия, что проистекает из него, становится утвержденным. Качество осознанности, что проистекает из него, становится утвержденным. Качество сосредоточения, что проистекает из него, становится утвержденным. 1. Монахи, полностью развив и взрастив это одно качество, монах становится тем, кто уничтожил пятна загрязнения ума и заявил о своем окончательном знании. Так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боль и возвращение в какое-либо состояние существования. Один, здесь не совсем понятно, опирается ли каждое последующее качество на предыдущий, или же имеется в виду, что каждый из них опирается на мудрость. Согласно схеме благородного восьмеричного пути, начальная мудрость ведет к усердию, которая в свою очередь ведет к осознанности, которая ведет к сосредоточению, которая ведет к окончательному знанию, высшей мудрости, то есть каждое последующее качество опирается на предыдущий, но в целом, все равно можно сказать, что все они опираются на мудрость. Дутиеп Барама Сутта, Восточный парк 2. СН 48-46. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в Восточном парке в особняке Матери Мегары. Там Благословенный обратился к монахам, монахе, полностью развив и взрастив в какое число качеств, монах становится тем, кто уничтожил пятна загрязнения ума и заявил о своем окончательном знании. Так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Монахи, благодаря тому, что он полностью развил и взрастил два качества, монах становится тем, кто уничтожил пятна загрязнения ума и заявил о своем окончательном знании. Какие два? Благородную мудрость и благородное освобождение. Его благородная мудрость – это его качество мудрости. Его благородное освобождение – это его качество сосредоточения. Монахи, полностью развив и взрастив эти два качества, монах становится тем, кто уничтожил пятна загрязнения ума и заявил о своем окончательном знании. Так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования. Татья Пудбарама Сутта, Восточный парк 3. СН 48-47. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в Восточном парке в особняке Матери Мегары. Там Благословенный обратился к монахам, монахи, полностью развив и взрастив какое число качеств, монах становится тем, кто уничтожил пятна загрязнения ума и заявил о своем окончательном знании. Так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования. Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Монахи, благодаря тому, что он полностью развил и взрастил четыре качества, монах становится тем, кто уничтожил пятна загрязнения ума и заявил о своем окончательном знании. Какие четыре? Качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Монахи, полностью развив и взрастив эти четыре качества, монах становится тем, кто уничтожил пятна загрязнения ума и заявил о своем окончательном знании. Так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования. Читуттхапудбарама сутта, Восточный парк 4. СН 48-48. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в Восточном парке в особняке матери Мегары. Там Благословенный обратился к монахам, монахи, полностью развив и взрастив какое число качеств, монах становится тем, кто уничтожил пятна загрязнения ума и заявил о своем окончательном знании. Так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Монахи, благодаря тому, что он полностью развил и взрастил пять качеств, монах становится тем, кто уничтожил пятна загрязнения ума и заявил о своем окончательном знании. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Монахи, полностью развив и взрастив эти пять качеств, монах становится тем, кто уничтожил пятна загрязнения ума и заявил о своем окончательном знании так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Пиндолабхарадваджа сутта, Пиндолабхарадваджа. СН 48-49. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Касамбе в парке Кхаситы. И тогда достопочтенный Пиндолабхарадваджа объявил о своем окончательном знании, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращение в какое-либо состояние существования. И тогда группа монахов отправилась к благословенному, поклонившись ему, села рядом и обратилась к нему, учитель, достопочтенный Пиндолабхарадваджа объявил о своем окончательном знании, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращение в какое-либо состояние существования. По какой причине достопочтенный Пиндолабхарадваджа объявилась своем окончательном знании так? Монахи, потому что он полностью развил и взрастил три качества, вот почему этот монах Пиндолабхара-дваджи объявил о своем окончательном знании так. Какие три? Качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Именно потому, что он развил и взрастил эти три качества, этот монах Пиндолабхара-дваджи объявил о своем окончательном знании так. Где, монахи, заканчиваются эти три качества? Они заканчиваются в разрушении. Заканчиваются в разрушении чего? В разрушении рождения, старения и смерти. По той причине, что они заканчиваются в разрушении рождения, старения и смерти, монах Пиндола Бхарадваджи объявил о своем окончательном знании, «Я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования». Апана сутта, в Апане. СН 48-50. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в стране Иангов, где был город Иангов под названием Апана. Там Благословенный обратился к достопочтенному Сарипутте так, «Сарипутта, может ли быть так, что ученик благородных, полностью преданный Татхагате имеющий полное доверие к нему, питал бы какое-либо замешательство или сомнение в отношении Татхагаты или учения Татхагаты? Учитель, ученик благородных, полностью преданный Татхагате имеющий полное доверие к нему, не питает какого-либо замешательства или сомнения в отношении Татхагаты или учения Татхагаты. В самом деле, можно ожидать, учитель, что ученик благородных, наделенный верой, будет пребывать с усердием к отбрасыванию неблагих состояний ума и взращивать благие состояния, что он будет сильным, устойчивым в старании, не откладывая ответственности в отношении взращивания благих состояний. И это его усердие, учитель, является его качеством усердия. В самом деле, можно ожидать, учитель, что ученик благородных, наделенный верой, пребывающий с усердием, будет осознанным, наделенным высочайшей внимательностью и проницательностью, тем, кто запоминает может вспомнить то, что было сделано и сказано давным-давно. Это его осознанность, учитель, является его качеством осознанности. В самом деле, можно ожидать, учитель, что ученик благородных, наделенный верой, пребывающий с усердием, с утвержденной осознанностью, обретет сосредоточение, однонаправленность ума, сделав своим объектом освобождение. Это его сосредоточение, учитель, является его качеством сосредоточения. В самом деле, можно ожидать, учитель, что ученик благородных, наделенный верой, пребывающий с усердием, с утвержденной осознанностью, чей ум сосредоточен, поймет так, эта сансара не имеет познаваемого начала. Первого момента возникновения существ не видно, скитающихся и блуждающих в круговерте перерождений, плененных невежеством и скованных жаждой. Но безостаточное угасание и прекращение невежества, груда тьмы, это спокойное состояние, возвышенное состояние, то есть успокоение всех формаций, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение, неббана. Это его мудрость, учитель, является его качеством мудрости. Учитель, и когда он вновь и вновь прилагал усердие таким образом, вновь и вновь памятовал таким образом, вновь и вновь сосредотачивал свой ум таким образом, вновь и вновь осознавал мудростью таким образом, ученик благородных обретает совершенную веру, что касается тех вещей, о которых я прежде слышал, теперь я пребываю, касаясь их своим телом, проникнув в них своей мудростью, я вижу. И это его вера, учитель, является его качеством веры. 1. Хорошо, Сарипутта, хорошо. Сарипутта, ученик благородных, полностью преданный Татхагате имеющий полное доверие к нему, не питает какого-либо замешательства или сомнения в отношении Татхагаты или учения Татхагаты. 2. Его качеством веры. 1. Комментарий говорит здесь о пересмотре веры. 2. Здесь идет повторение слов Сарипутта целиком. САЛА СУТТА, ДЕРЕВНИ САЛА. СН 48-51. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в стране Касал в Сале, Брахманской деревне. Там Благословенный обратился к монахам, монахи, подобно тому, как среди животных лев, царь зверей, считается их вождем в отношении силы, скорости и отваги, то точно так же, среди состояний, ведущих к просветлению, качество мудрости является их вождем в отношении достижения просветления. И что такое, монахи, состояние, ведущее к достижению просветления? Качество веры, монахи, это состояние, ведущее к достижению просветления. Оно ведет к просветлению. Качество усердия, это состояние, ведущее к достижению просветления. Оно ведет к просветлению. Качество сознанности, это состояние, ведущее к достижению просветления. Оно ведет к просветлению. Качество сосредоточения, это состояние, ведущее к достижению просветления. Оно ведет к просветлению. Качество мудрости – это состояние, ведущее к достижению просветления. Оно ведет к просветлению. Подобно тому, как среди животных лев, царь зверей, считается их вождем в отношении силы, скорости, и отваги, то точно так же, среди состояний, ведущих к просветлению, качество мудрости является их вождем в отношении достижения просветления. Малик и сутта, Малы. СН 48.52 Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в стране Малов, где был город Малов под названием Урувелакопа. Там благословенный обратился к монахам, монахи, покуда благородное знание не возникло в ученике благородных, то пока еще нет стабильности в других четырех качествах, нет устойчивости в четырех качествах. 1. Но когда благородное знание возникло в ученике благородных, то есть стабильность в четырех качествах, есть устойчивость в четырех качествах. Монахи, подобно дому с остроконечной крышей, покуда остроконечную крышу не поставят на место, то еще нет стабильности стропил, еще нет устойчивости стропил. Но когда остроконечная крыша поставлена, то имеется стабильность стропил, устойчивость стропил. Точно так же, монахи, покуда благородное знание не возникло в ученике благородных, то пока еще нет стабильности в других четырех качествах, нет устойчивости в четырех качествах. Но когда благородное знание возникло в ученике благородных, то есть стабильность в четырех качествах, есть устойчивость в четырех качествах. В каких четырех? В качестве веры, качестве усердия, качестве осознанности, качестве сосредоточения. Когда ученик благородных обладает качеством мудрости, то произрастающий из него качество веры становится устойчивым. Произрастающий из него качество усердия становится устойчивым. Произрастающий из него качество сознанности становится устойчивым. Произрастающий из него качество сосредоточения становится устойчивым. 1. Благородное знание, Ореньяна. Судя по всему, под ним имеется в виду качество мудрости. Согласно комментарию, неустойчивость остальных четырех качеств заключается в том, что сверхмирские качества смешаны с мирскими, тогда как благородное знание – сверхмирское. Секха сутта, ученик. С.Н. 48.53. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Касамбю в парке Кхаситы. Там Благословенный обратился к монахам, монахе, если способ, благодаря которому монах, являющийся учеником, состоящий в ученичестве, мог бы понять, я, ученик, тогда как монах, который завершил обучение, состоящего вне ученичества, мог бы понять, я тот, кто завершил обучение? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Монахи, есть способ, благодаря которому монах, являющийся учеником, состоящий в ученичестве, мог бы понять, я, ученик, тогда как монах, который завершил обучение, состоящего вне ученичества, мог бы понять, я тот, кто завершил обучение. Один, и каков, монахи, способ, благодаря которому монах, являющийся учеником, состоящий в ученичестве, мог бы понять, я, ученик. Вот, монахи, монах, являющийся учеником, понимает в соответствии с действительностью, это, страдание. Он понимает в соответствии с действительностью, – это причина страдания. Он понимает в соответствии с действительностью – это прекращение страдания. Он понимает в соответствии с действительностью – это путь, ведущий к прекращению страдания. Таков способ, благодаря которому монах, являющийся учеником, состоящий в ученичестве, мог бы понять «Я – ученик». Монахи – вот монах, являющийся учеником, рассуждают так, если где-либо вне учения Будды другой жрец или отшельник, который учит такой подлинной, истинной, действительной Дхамме, как благословенный? Он понимает так, нет другого жреца или отшельника где-либо вне учения Будды, который учил бы такой подлинной, истинной, действительной Дхамме, как благословенный. Это также является способом, благодаря которому монах, являющийся учеником, состоящий в ученичестве, мог бы понять, я – ученик. Монахи, вот монах, являющийся учеником, понимает пять качеств – качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Пока еще он не пребывает в касании телом их пункта назначения, их кульминации, их плода, их окончательной цели. Но, проникнув своей мудростью, он видит 1. Это также является способом, благодаря которому монах, являющийся учеником, состоящий в ученичестве, мог бы понять «Я – ученик». 2. И каков, монахи, способ, благодаря которому монах, который завершил обучение, состоящего вне ученичества, мог бы понять «Я – тот, кто завершил обучение?» Монахи, вот монах, завершивший обучение, понимает пять качеств – качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Он пребывает, коснувшись своим телом их пункта назначения, их кульминации, их плода, их окончательной цели. И, проникнув своей мудростью, он видит. Таков способ, благодаря которому монах, который завершил обучение, состоящего вне ученичества, мог бы понять «Я – тот, кто завершил обучение». Монахи, вот монах, завершивший обучение, понимает шесть качеств – качество глаза, качество уха, качество носа, качество языка, качество тела, качество ума. Он понимает, эти шесть качеств целиком и без остатка прекратятся, и никаких других шести качеств не появится где-либо каким-либо образом. Это также является способом, благодаря которому монах, который завершил обучение, состоящего вне ученичества, мог бы понять «Я – тот, кто завершил обучение». Один, ученик видит Нигбану, но не имеет ее переживания. Согласно комментарию, он не касается, не обретает ее своей ментальной группой «намакэ», то есть группой факторов сознания, но понимает пересматривающей мудростью, что там есть плод араханства. Примечание переводчика С.В., очевидно, когда здесь говорится об ученике, то речь идет о невозвращающемся, который видит Нигбану, но не касается ее телом. Смотри. СН 12.68. Либо, если речь идет о любом уровне ученика, то, вероятно, подразумевается видение мудростью пути к Нигбане, но не самой Нигбаны. Пада сутта «Следы». СН 48.54. Благословенный сказал, «Монахи, подобно тому, как след слона покрывает след любого ходячего животного, и след слона считается величайшим среди них по размеру, то точно так же среди всех следов, ведущих к просветлению, качество мудрости считается величайшим среди них в отношении достижения просветления. И каковы, монахи, следы, что ведут к просветлению? Качество веры, монахи, это след, ведущий к просветлению. Качество усердия, монахи, это след, ведущий к просветлению. Качество сознанности, монахи, это след, ведущий к просветлению. Качество сосредоточения, монахи, это след, ведущий к просветлению. Качество мудрости, монахи, это след, ведущий к просветлению. Монахи, подобно тому, как след слона покрывает след любого ходячего животного, и след слона считается величайшим среди них по размеру, то точно так же среди всех следов, ведущих к просветлению, качество мудрости считается величайшим среди них в отношении достижения просветления. Сара сутта, сердцевина. СН 48-55. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди благоухающих сердцевин дерево сердцевина красного сандалового дерева считается величайшей, то точно так же, среди этих состояний, ведущих к просветлению, качество мудрости считается величайшим среди них в отношении достижения просветления. И каковы, монахи, состояния, что ведут к просветлению? Качество веры, монахи, это состояние, ведущее к просветлению. Качество усердия, монахи, это состояние, ведущее к просветлению. Качество сознанности, монахи, это состояние, ведущее к просветлению. Качество сосредоточения, монахи, это состояние, ведущее к просветлению. Качество мудрости, монахи, это состояние, ведущее к просветлению. Монахи, подобно тому, как среди благоухающих сердцувин дерева сердцувина красного сандалового дерева считается величайшей, то точно так же среди этих состояний, ведущих к просветлению, качество мудрости считается величайшим среди них в отношении достижения просветления. Патитхита сутта, утверждено. СН 48.56. Благословенный сказал, монахи, когда в монахе утверждена одна вещь, то пять качеств развиты, хорошо развиты в нем. Какая одна вещь? Прилежание. Один. И что такое, монахи, прилежание? Вот, монахи, монах охраняет свой ум от пятен загрязнений и от запятнанных состояний. По мере того, как он охраняет свой ум так, качество веры совершенствуется в нем посредством развития. Монахи, качество усердия, осознанности, сосредоточения, качество мудрости совершенствуется в нем посредством развития. Вот каким образом, монахи, когда в монахе утверждена одна вещь, то пять качеств развиты, хорошо развиты в нем. Один, напали, аппамада. Сахампати Брахма сутта, Брахма Сахампати. СН 48.57. Однажды благословенный пребывал в Ирувели, на берегу реки Ниранджары у подножья Аббани иного дерева, сразу после того, как стал полностью просветленным. И тогда у благословенного, пребывавшего в затворничестве, в уме возникло такое рассмотрение. Пять качеств, будучи развитыми и взращенными, имеют бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Эти пять качеств, будучи развитыми и взращенными, имеют бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. И тогда Брахма Сахампати, познав своим умом от рассмотрения в уме благословенного, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить свою согнутую руку или же согнуть распрямленную, исчез из мира Брахма и возник перед благословенным. Закинув верхнее одеяние за плечо, сложив ладони в почтительном приветствии благословенного, он сказал ему, именно так, благословенный, именно так, счастливый. Господин, эти пять качеств, будучи развитыми и взращенными, имеют бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Однажды, в давние времена, господин, я жил святой жизнью под учительством полностью просветленного Будды Кассапы. И там я был известен как монах Сахака. Развеев и взрастив эти самые пять качеств, господин, я уничтожил чувственное желание и так, после распада тела, после смерти, я переродился в благому деле, в мире Брахм. Здесь я стал известен как Брахма Сахампати. Именно так, благословенный. Именно так, счастливый. Я знаю так, и вижу так, как эти пять качеств, будучи развитыми и взращенными, имеют бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Сукаракхата сутта, Кабания пещера. СН 48-58. Однажды благословенный пребывал в Раджагахинагаре под названием «Утес ястребов», в Кабания пещере. Там благословенный обратился к достопочтенному Сарипутте. Сарипутта, помышляя о каком благе, монах, пятна загрязнений ума которого уничтожены, ведет себя так, что выражает высочайшее почтение по отношению к Татхагате и к учению Татхагаты. Учитель, помышляя о наивысшей защите от иков, монах, пятна которого уничтожены, ведет себя так, что выражает высочайшее почтение по отношению к Татхагате и к учению Татхагаты. Хорошо, хорошо, Сарипутта. Помышляя о наивысшей защите от иков, монах, пятна которого уничтожены, ведет себя так, что выражает высочайшее почтение по отношению к Татхагате и к учению Татхагаты. Сарипутта, и что это за наивысшая защита от иков, помышляя о которой, монах, пятна которого уничтожены, ведет себя так, что выражает высочайшее почтение по отношению к Татхогате и к учению Татхогаты. Учитель, вот монах, пятна которого уничтожены, развивает качество веры, которое ведет к покою, ведет к просветлению. Он развивает качество усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, которое ведет к покою, ведет к просветлению. Такова, учитель, наивысшая защита от иков, ради которой монах, пятна которого уничтожены, ведет себя так, что выражает высочайшее почтение по отношению к Татхагате и к учению Татхагаты. Хорошо, хорошо, Сарипутта. Сарипутта, ради этой наивысшей защиты от таков, монах, пятна которого уничтожены, ведет себя так, что выражает высочайшее почтение по отношению к Татхагате и к учению Татхагаты. Сарипутта, и что это за высочайшее почтение по отношению к Татхагате и к учению Татхагаты, которая выражает монах, пятна которого уничтожены? Учитель, вот монах, пятна которого уничтожены, пребывает в благоговении и почтительности по отношению к учителю, к Дхаме, к Санхе, к практике, к сосредоточению. 2. Таково, учитель, высочайшее почтение по отношению к Татхагате и к учению Татхагаты, которое выражает монах, пятна которого уничтожены. Хорошо, хорошо, Сарипутта. Таково, Сарипутта, высочайшее почтение по отношению к Татхагате и к учению Татхагаты, которое выражает монах, пятна которого уничтожены. Один, примечание переводчика С.В., судя по всему сутта искажена, так как содержит очевидное противоречие. У монаха, умственные загрязнения которого уничтожены, согласно другим суттам, нет практики, которую следовало бы еще осуществлять, ничего-либо, что нужно было бы еще развивать или делать, его путь завершен. Однако здесь мы видим, что ему требуется развивать качество и дальше, чтобы уничтожить загрязнения, которые и так уничтожены. Возможно, изначально текст содержал утверждения вроде «монах, пятна умственных загрязнений которого не уничтожены». Комментарий к сутте, к сожалению, не дает никаких пояснений на этот счет. Два, эти пять вещей ведут к неисчезновению и неискажению, в течение времени, подлинной Дхаммы. Подхама упада сутта, возникновение один. СН 48-59. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, эти пять качеств, развитые и взращенные, будучи невозникшими, не возникают без появления Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Эти пять качеств, развитые и взращенные, будучи невозникшими. Не возникают без появления Татхагаты, Араханта, полностью просветленного. Дутия упада сутта, возникновение два. СН 48-60. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, эти пять качеств, развитые и взращенные, будучи невозникшими, не возникают без дисциплины счастливого. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Эти пять качеств, развитые и взращенные, будучи невозникшими, не возникают без дисциплины счастливого. Саниджана сутта, Оковы. СН 48-61. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, эти пять качеств, будучи развитыми и взращенными, ведут к отбрасыванию оков. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Эти пять качеств, будучи развитыми и взращенными, ведут к отбрасыванию оков. Анусая сутта, скрытые склонности. СН 48-62. Благословенный сказал, монахи, эти пять качеств, будучи развитыми и взращенными, ведут к искоренению скрытых склонностей. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Эти пять качеств, будучи развитыми и взращенными, ведут к искоренению скрытых склонностей. Один. Один, Анусая. О скрытых склонностях подробнее смотри. МН-64. Паринья сутта, полное понимание. СН-48-63. Благословенный сказал, монахи, эти пять качеств, будучи развитыми и взращенными, ведут к полному пониманию течения. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Эти пять качеств, будучи развитыми и взращенными, ведут к полному пониманию течения. Асавакхвая сутта, уничтожение пятен загрязнений. СН-48-64. Благословенный сказал, монахи, эти пять качеств, будучи развитыми и взращенными, ведут к уничтожению пятен загрязнений ума. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество сознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Эти пять качеств, будучи развитыми и взращенными, ведут к отбрасыванию оков, к искоренению скрытых склонностей, к полному пониманию течения, к уничтожению пятен загрязнений ума. Какие пять? Качество веры, усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости. Две пхала сутта, два плода. СН-48-65. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество осознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Таковы пять качеств. Монахи, когда эти пять качеств были развиты и взращены, то можно ожидать одного из двух плодов, либо окончательного знания уже в этой самой жизни, либо, если еще осталось цепляние, состояние невозвращения. САТТА НИСАМСА СУТТА, СЕМЬ БЛАК. СН-48-66. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять качеств. Какие пять? Качество веры, качество усердия, качество осознанности, качество сосредоточения, качество мудрости. Таковы пять качеств. Монахи, когда эти пять качеств были развиты и взращены, то можно ожидать семи плодов и благ. И каковы эти семь плодов и благ? Один, человек достигает окончательного знания уже в этой самой жизни. Два, если он не достигает окончательного знания уже в этой самой жизни, то он достигает окончательного знания в момент смерти. Три, если он не достигает окончательного знания уже в этой самой жизни, или же в момент смерти, то, с полным уничтожением пяти нижних оков, он становится достигающим Ниббаны в промежутке. Четыре, достигающим Ниббаны по приземлении. Пять, достигающим Ниббаны без усилия. 6. Достигающим Ниббаны с усилием 7. Становится тем, кто направляется вверх, устремляясь к миру чистых обителей Аканитха Монахи, когда эти пять качеств были развиты и возвращены, то можно ожидать этих семи плодов и благ Патхама Рукха Сутта, Дерево 1 СН 4867 Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди деревьев Джамбудипа розовая яблоня считается наивысшей То точно так же, среди состояний, ведущих к просветлению, качество мудрости считается наивысшим для достижения просветления И что это за состояние, ведущее к просветлению? Качество веры, монахи, это состояние, ведущее к просветлению Оно ведет к просветлению Качество усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, это состояние, ведущее к просветлению Оно ведет к просветлению Подобно тому, монахи, как среди деревьев джинбудипы розовая яблоня считается наивысшей, то точно так же, среди состояний, ведущих к просветлению, качество мудрости считается наивысшим для достижения просветления. Дутия Рукха Сутта, Дерево 2. СН 48-68. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди деревьев небесного мира Девавтоватимса коралловое дерево считается наивысшим, то точно так же, среди состояний, ведущих к просветлению, качество мудрости считается наивысшим для достижения просветления. И что это за состояние, ведущее к просветлению? Качество веры, монахи, это состояние, ведущее к просветлению. Оно ведет к просветлению. Качество усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, это состояние, ведущее к просветлению. Оно ведет к просветлению. Подобно тому, монахи, как среди деревьев небесного мира Девавтоватимса коралловое дерево считается наивысшим, то точно так же, среди состояний, ведущих к просветлению, качество мудрости считается наивысшим для достижения просветления. Татья Рукха Сутта, Дерево 3. СН 48-69. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди деревьев мира, где живут асуры, дерево Табибой считается наивысшим, то точно так же, среди состояний, ведущих к просветлению, качество мудрости считается наивысшим для достижения просветления. И что это за состояние, ведущее к просветлению? Качество веры, монахи, это состояние, ведущее к просветлению. Оно ведет к просветлению. Качество усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, это состояние, ведущее к просветлению. Оно ведет к просветлению. Подобно тому, монахи, как среди деревьев мира, где живут асуры, дерево Табибой считается наивысшим, то точно так же, среди состояний, ведущих к просветлению, качество мудрости считается наивысшим для достижения просветления. Читуттхарукха сутта, Дерево 4. СН 48-70. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди деревьев мира, где живут супанны, шелковое дерево считается наивысшим, то точно так же, среди состояний, ведущих к просветлению, качество мудрости считается наивысшим для достижения просветления. И что это за состояние, ведущее к просветлению? Качество веры, монахи, это состояние, ведущее к просветлению. Оно ведет к просветлению. Качество усердия, осознанности, сосредоточения, мудрости, это состояние, ведущее к просветлению. Оно ведет к просветлению. Подобно тому, монахи, как среди деревьев мира, где живут супанны, шелковое дерево считается наивысшим, то точно так же, среди состояний, ведущих к просветлению, качество мудрости считается наивысшим для достижения просветления. Починание на сутта, Рикаганг, на восток. СН 48-71. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как Рикаганг направляется, склоняется, устремляется к востоку, то точно так же монах, который развивает и взращивает пять качеств, направляется, склоняется, устремляется к неббане. Монахи, и какие пять качеств монах развивает и взращивает, так что он направляется, склоняется, устремляется к небу баня. Вот, монахи, монах развивает качество веры, которое основано на отречении, бесстрастии, прекращении и созревает выставлении, усердие, осознанности, сосредоточения, мудрости, которое основано на отречении, бесстрастии, прекращении и созревает выставлении. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает пять качеств, он направляется, склоняется, устремляется к небу баня. Сутты СН-48-72-82 Все эти сутты в точности идентичны СН-48-71, но вместо реки Ганг, река Емуна, СН-48-72, река Очаравати, СН-48-73, река Сарабху, СН-48-74, река Махе, СН-48-75, все великие реки, Ганг, Емуна, Очаравати, Сарабху, Махе, СН-48-76, и далее, вместо склоняется на восток идет фраза склоняется к океану, река Ганг, склоняется к океану, СН-48-77, река Емуна, склоняется к океану, СН-48-78, река Очаравати, склоняется к океану, СН-48-79, река Сарабху, склоняется к океану, СН-48-80, река Махе, склоняется к океану, СН 48.81, все великие реки, Ганг, Емуна, Ачаравати, Сарабху, Махе, склоняются к океану, СН 48.82. Татхагата сутта, Татхагата. СН 48.83. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, среди каких бы то ни было существ, безногих, двуногих, четвероногих, многоногих, состоящих из форм или бесформенных, с восприятием, без восприятия, ни с восприятием, ни без восприятия, Татхагата, Арахант, полностью просветленный считается наивысшим из них. Точно так же, любые благие качества коренятся в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять качеств. Монахи, и как усердный монах развивает и взращивает пять качеств? Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, основанную на отречении, бесстрастие, прекращении, созревающую восставлении. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Вот так, монахи, усердный монах развивает и взращивает пять качеств. Сутты СН-48-84-92 Он разовьет и взрастит пять качеств. СН-48-84 Пада сутта – следы. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как все стропила в доме с остроконечной крышей направлены к острию крыши, сливаются в острие крыши, и острие крыши считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять качеств. СН-48-85 Кута сутта – острие крыши. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих корней и черный фиалковый корень считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять качеств. СН-48-86 Мула сутта – корни. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих сердцевин деревьев сердцевина красного сандалового дерева считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять качеств. СН-48-87 Сара сутта – сердцевина. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех благоухающих цветов жасмин считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять качеств. СН-48-88 Вассика сутта – жасмин. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как все князья являются вассалами царя миродержца, а царь миродержец считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять качеств. СН-48-89 Раджа сутта – царь. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как сияние всех звезд не составляет и одной шестнадцатой сияния луны, и сияние луны считается наивысшим, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять качеств. СН-48-90 Чендима сутта – луна. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как осенью, когда небо чистое и безоблачное, восходящее солнце рассеивает всю темноту пространства по мере того, как оно сияет, лучится, сверкает, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять качеств. СН-48-91 Сурия сутта – солнце. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как среди всех сотканных тканей кассианская ткань считается наивысшей, то точно так же, любые благие качества кореняются в усердии, сливаются в усердии, и усердие считается наивысшим из них. Когда монах усерден, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит пять качеств. СН-48-92 Ватха сутта – ткань Бала сутта – усилие СН-48-93 В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как любые поступки, требующие усилия, основываются на земле, опираются на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает пять качеств. И как, монахи, монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает пять качеств? Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает пять качеств. Биджи Сутта, Семена. СН 48-94. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как любые виды семян и растений достигают роста, увеличения, разрастания, основываясь на земле, опираясь на землю, то точно так же, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает пять качеств, и, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, монах развивает пять качеств, и, таким образом, достигает роста, увеличения, разрастания в благих состояниях ума. Нага сутта, Наги. СН 48.95. Опираясь на нравственность, монах развивает и взращивает пять качеств, и, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, этот монах, основываясь на нравственности, опираясь на нравственность, развивает и взращивает пять качеств, и, таким образом, достигает величия и разрастания в благих состояниях ума. Рукхасута, Дерево. С.Н. 48.96. Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы дерево сгибалось, склонялось и устремлялось к востоку. Если бы его срубили у основания, то в каком направлении оно бы упало? В том направлении, учитель, в котором оно сгибалось, склонялось и устремлялось. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает пять качеств, то он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает пять качеств, он сгибается, склоняется, устремляется к неббане. Кумбха сутта, горшок. СН 4897. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как перевернутый горшок отдает свою воду и не забирает ее обратно, то точно так же монах, который развивает и взращивает пять качеств, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах, который развивает и взращивает пять качеств, отдает неблагие состояния и не забирает их обратно. Сука сутта «Острая щепка» СН 4898 Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы острая щепка от риса или ячменя торчала бы в нужную сторону и ее придавили бы ногой или рукой. Могло бы произойти так, что она поранила бы руку или ногу, и выступила бы кровь. Почему? Потому что острая щепка торчала в нужную сторону. Точно так же, монахи, может произойти так, что с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, монах пронизит невежество, породит истинные знания, реализует ниббану. И почему? Потому что его воззрение правильно направлено. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах с правильно направленным воззрением, с правильно направленным развитием пути, пронзает невежество, порождает истинные знания, реализует ниббану. Акаса сутта – Небо. СН 48.99. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как разные ветра дуют в небе, восточные ветра, западные ветра, северные ветра, южные ветра, пыльные ветра и непыльные ветра, холодные ветра и теплые ветра, слабые ветра и сильные ветра, то точно так же, когда монах развивает и взращивает пять качеств, то в нем развиваются до полноты четыре основы осознанности, развиваются до полноты четыре правильных усилия, развиваются до полноты 4 основы сверхъестественных сил, развиваются до полноты 5 качеств, развиваются до полноты 5 сил, развиваются до полноты 7 факторов просветления. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает пять качеств, то в нем развивается до полноты четыре основы осознанности. Семь факторов просветления. Патхама Мекха Сутта, Дождевое облако 1. СН 48 100. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как в последний месяц жаркого сезона, когда поднимается груда пыли и грязи, не по сезону большое дождевое облако растворяет ее и подавляет прямо на том самом месте, то точно так же, когда монах развивает и взращивает пять качеств, какие бы вредоносные неблагие состояния не возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранении злобы, устранении заблуждения. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает пять качеств, какие бы вредоносные неблагие состояния не возникали в нем, он растворяет их и подавляет прямо на этом самом месте. Дутия Мегха Сутта, Дождевое Облако 2. СН 48-101. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как когда возникает большое дождевое облако, сильный ветер перехватывает его, чтобы растворить и подавить его, то точно так же, когда монах развивает и взращивает пять качеств, какие бы вредоносные неблагие состояния не возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. И каким образом монах так делает? Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает пять качеств, какие бы вредоносные и неблагие состояния не возникали в нем, он перехватывает их, чтобы растворить и подавить их. Нава-сутта, корабль. СН-48-102. Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы морской корабль был бы оснащен такелажем, который бы изнашивался в воде в течение шести месяцев. Его бы вытащили на сушу во время холодного сезона, и его такелаж далее подвергался бы атакам ветра и солнца. Затопленный дождем из дождевого облака такелаж легко бы обвалился и прогнил. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает пять качеств, его оковы легко обваливаются и прогнивают. И каким образом? Вот, монахи, монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет своей окончательной целью устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет бессмертное своим основанием, бессмертное своим пунктом назначения, бессмертное своей окончательной целью. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает пять качеств, его оковы легко обваливаются и прогнивают. Агантука сутта, гостевой дом, СН 48-103. Благословенный сказал, монахи, представьте гостевой дом. Люди идут с востока, с запада, с севера, с юга и поселяются там. Кхаттия, брахманы, весы, и судды приходят и поселяются там. Точно так же, когда монах развивает и взращивает пять качеств, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Он отбрасывает прямым знаниям те вещи, которые следует отбросить прямым знаниям. Он реализует прямым знаниям те вещи, которые следует реализовать прямым знаниям. Он развивает прямым знаниям те вещи, которые следует развить прямым знаниям. Один, и что это, монахи, за вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания? Следует ответить так, пять совокупностей, к которым происходит цепляние. Какие пять? 5. К совокупности формы происходит цепляние, к совокупности чувства происходит цепляние, к совокупности восприятия происходит цепляние, к совокупности формации ума происходит цепляние, к совокупности сознания происходит цепляние. Эти вещи следует полностью понять посредством прямого знания. 2. Монахи, и какие вещи следует отбросить прямым знанием? Невежество и жажду к существованию. Эти вещи следует отбросить прямым знанием. 3. Монахи, и какие вещи следует реализовать прямым знанием? Истинные знания и освобождение. Эти вещи следует реализовать прямым знанием. 4. Монахи, и какие вещи следует развить прямым знанием? Успокоение и прозрение. Эти вещи следует развить прямым знанием. Монахи, и каким образом, когда монах развивает и взращивает пять качеств, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Вот, монахи, монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет свои окончательные цели и устранение жажды, устранение злобы, устранение заблуждения. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая направляется, склоняется, устремляется к небу. Таким образом, монахи, когда монах развивает и взращивает пять качеств, он полностью понимает посредством прямого знания те вещи, которые следует полностью понять посредством прямого знания. Развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Нади Сутта, река. СН 48-104. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы когда река Ганг направлялась, склонялась, устремлялась на восток, пришла бы огромная толпа людей с ведрами и лопатами, думая, мы сделаем так, что эта река Ганг направится, склонится, устремится на запад. Как вы думаете, монахи, могла бы эта огромная толпа людей сделать так, чтобы река Ганг направилась бы, склонилась, устремилась на запад? Нет, учитель. И почему? Потому что река Ганг направляется, склоняется, устремляется на восток, и не просто сделать так, чтобы она направилась бы, склонилась, устремилась на запад. Эту огромную толпу людей ожидали бы только усталость и досада. Точно так же, монахи, когда монах развивает и взращивает пять качеств, царь или царские министры, близкие родня, могли бы пригласить его принять богатство, сказав, ну же, дорогой, ради чего эти желтые монашеские одежды обременяют тебя? Зачем странствовать туда и сюда с обритой головой чашей для сбора подаяний? Ну же, вернувшись к низшей жизни мирянина, наслаждайся богатством и совершай благие дела. В самом деле, монахи, когда этот монах развивает и взращивает пять качеств, не может случиться так, чтобы он оставил практику и вернулся к низшей жизни. Почему? Потому что долгое время его ум направлялся, склонялся, устремлялся к отречению. Не может быть такого, чтобы он вернулся к низшей жизни. И как, монахи, этот монах развивает и взращивает пять качеств? Вот, монахи, монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение мудрость которая основывается на отречении бесстрастие прекращение созревает выставление вот монах развивает веру усердие осознанность сосредоточение мудрость которая имеет своей окончательной целью устранение жажды устранение злобы устранение заблуждения вот монах развивает веру усердие осознанность сосредоточение мудрость которая имеет бессмертные своим основанием бессмертные своим пунктом назначения бессмертные своей и окончательной целью. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Таким образом, монахи, монах развивает и взращивает пять качеств. Ясана сутта, поиски. СН 48105. В Саваттхе. Один, благословенный сказал, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Один. Таковы три вида поисков. Эти пять качеств следует развить ради прямого знания этих трех поисков. И каковы эти пять качеств? Вот, монахи, монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в выставлении. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет своей и окончательной цели устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая имеет бессмертные своим основанием, бессмертные своим пунктом назначения, бессмертные своей окончательной целью. Вот монах развивает веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость, которая направляется, склоняется, устремляется к неббане. Эти пять качеств следует развить ради прямого знания этих трёх поисков. Два, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти пять качеств следует развить ради полного понимания этих трёх поисков. Три, монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти пять качеств следует развить ради полного уничтожения этих трёх поисков. 4. Монахи, есть эти три вида поисков. Какие три? Поиски чувственного удовольствия, поиски существования, поиски святой жизни. Таковы три вида поисков. Эти пять качеств следует развить ради полного оставления этих трёх поисков. Эти пять качеств следует развить ради полного оставления этих трёх поисков. 1. Согласно комментарию, здесь речь идёт о поисках святой жизни, основанной на неправильных воззрениях. Сутты СН 48 106-114. Все эти сутты в точности идентичны СН 48 105, за исключением вводной части, вариации которой приведены ниже, Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида суждений. Какие три? Суждение я – лучше, суждение я – такое же, суждение я – хуже. Таковы три суждения. Эти пять качеств следует развить ради прямого знания, полного понимания, полного уничтожения, полного оставления этих трех суждений». СН 48 106, Витха сутта – Суждение. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида пятен умственных загрязнений. Какие три? Пятно чувственности, пятно существования, пятно невежества». Эти пять качеств следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех пятен. СН 48 107, Асава сутта – Пятна. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида существований. Какие три? Существование в чувственной сфере, существование в сфере форм, существование в сфере бесформенной. Таковы три вида существования. Эти пять качеств следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех существований. СН 48 108, Асава сутта – Существование. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида страданий. Какие три? Страдания из-за боли, страдания из-за формации, страдания из-за перемен. Таковы три вида страданий. Эти пять качеств следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех страданий». СН 48 109, Дхилла сутта – Страданий. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида бесполезностей. Какие три? Бесполезность жажды, бесполезность злобы, бесполезность заблуждения. Таковы три бесполезности. Эти пять качеств следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех бесполезностей». СН 48 110, Тхила сутта – Бесполезность. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида запятненностей. Какие три? Запятненность жажды, запятненность злобы, запятненность заблуждения. Таковы три запятненности. Эти пять качеств следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех запятненностей». СН 48 111, Мала сутта – Запятненность. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида проблем. Какие три? Проблемы жажды, проблема злобы, проблема заблуждения. Таковы три проблемы. Эти пять качеств следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех проблем». СН 48 112, Ниха сутта – Проблемы. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида чувств. Какие три? Приятные чувства, болезненные чувства, неприятные и неболезненные чувства. Таковы три чувства. Эти пять качеств следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех чувств». СН 48 113, Веда на сутта – Чувства. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида жажды». Какие три? Жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Таковы три жажды. Эти пять качеств следует развить ради прямого знания. Полного понимания. Полного уничтожения. Полного оставления этих трех видов жажды. СН 48 114, Танха сутта – Жажда. Сутты СН 48 115 124. Все эти сутты в точности идентичны СН 48 105, за исключением вводной части, вариации которой приведены ниже. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре наводнения». Какие четыре? Наводнение чувственности, наводнение существования, наводнение воззрений, наводнение невежества. Таковы четыре наводнения. Эти пять качеств следует развивать ради прямого знания этих четырех наводнений, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 48 115, Окха сутта – Наводнение. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре виды оков». Какие четыре? Оковы чувственности, оковы существования, оковы воззрений, оковы невежества. Таковы четыре оковы. Эти пять качеств следует развивать ради прямого знания этих четырех видов оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 48 116, Йога сутта – Оковы. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре цепляния». Какие четыре? Цепляния к чувственным удовольствиям, цепляния к воззрениям, цепляния к правилам и предписаниям, цепляния к доктрине существования Я. Таковы четыре цепляния. Эти пять качеств следует развивать ради прямого знания этих четырех цепляний, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 48 117, Упадана сутта – Цепляния. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти четыре узла». Какие четыре? Телесный – один, узел жадности, телесный узел недоброжелательности, телесный узел привязанности к правилам и предписаниям, телесный узел привязанности к догматическому утверждению об истинном. Таковы четыре узла. Эти пять качеств следует развивать ради прямого знания этих четырех узлов, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 48 118, Гандха сутта – Узлы. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти семь скрытых склонностей». Какие семь? Скрытая склонность к чувственной жажде, скрытая склонность к отвращению, скрытая склонность к воззрениям, скрытая склонность к сомнению, скрытая склонность к самовнению, скрытая склонность к жажде существовать, скрытая склонность к невежеству. Таковы семь скрытых склонностей. Эти пять качеств следует развивать ради прямого знания этих семи скрытых склонностей, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 48 119, Анусая сутта – Скрытые склонности. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять нити чувственности». Какие пять? Формы, воспринимаемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, воспринимаемые ухом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Запахи, воспринимаемые носом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Вкусы, воспринимаемые языком, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Таковы пять нити чувственности. Эти пять качеств следует развивать ради прямого знания этих пяти нити чувственности, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 48-120, Камагуна сутта, Нити чувственности. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять помех. Какие пять? Помеха чувственного желания, помеха недоброжелательности, помеха лени и апатии, помеха неугомонности и сожаления, помеха сомнения. Таковы пять помех. Эти пять качеств следует развивать ради прямого знания этих пяти помех, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 48-21, Неварана сутта, Помехи. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совокупностей, которым происходит цепляние. Какие пять? Форма как совокупность, которой происходит цепляние, чувство как совокупность, которой происходит цепляние, восприятие как совокупность, которой происходит цепляние, волевые формирователи как совокупность, которой происходит цепляние, сознание как совокупность, которой происходит цепляние. Таковы пять совокупностей, которым происходит цепляние. Эти пять качеств следует развивать ради прямого знания этих пяти совокупностей, которым происходит цепляние, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания. СН 48-122, Упадана Кхандха Сутта, в совокупности. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять нижних оков. Какие пять? Воззрение существования я, сомнений, цепляние к правилам и предписаниям, чувственное желание, недоброжелательность. Таковы пять нижних оков. Эти пять качеств следует развивать ради прямого знания этих пяти нижних оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания». СН 48-123, Арамбхаги Сыниджана Сутта, пять нижних оков. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять высших оков. Какие пять? Жажда к формам, жажда к бесформенности, самомнений, неугомонность, невежество. Таковы пять высших оков. Эти пять качеств следует развивать ради прямого знания этих пяти высших оков, ради полного их понимания, ради полного их уничтожения, ради полного их отбрасывания». СН 48-124, Уттхамбхаги Сыниджана Сутта, пять высших оков. Один, Кайгантха. Комментарий поясняет это как узел в наморубе, теле и сознании. Сутты СН 48-125-178. Все эти сутты в точности аналогичны суттам СН 48-107-124, но только фраза основана на отречении, бесстрастии, прекращении созревает в освобождении, что встречается во всех этих суттах, замещается на такую, имеет свои окончательные цели устранения жажды, устранения злобы, устранения заблуждения.